Гораздо больше книг в телеграм-канале. Также там есть возможность их скачать. Ссылка в описании. Сверкаю по залу, будто бабочка, и сверкаю, как бриллиант. Здоровья столько, что не знаю, куда его девать. Эх, вот глядя на вас, хочется даже запить. Совсем вы сдали. Чуяло сердце. Не надо было с тем чернокнижникам драку затевать. Темные те еще шельмы. Честной битвы от них не жди. Хоть вы его и укоротили на голову, но он успел вас чем-то отравить. Вот же козлище дреный. А может парилку попробовать с травами сушеными? В прошлый раз почти помогла. Да. Если не считать того, что из бани меня пришлось на руках выносить. Ну, с кем не бывает. Подумаешь, от пара сомлили. Без него ведь сами выходили. Ладно, давай помогай умываться и одеваться. Ужинать сейчас будете или опосля? При одной мысли о еде едва не стошнило желчью. Покачал головой. Лучше вообще не сегодня. Это вы зря так говорите. Кушать надо. От еды силы прибавляются. И пить тоже надо не воду, а что-нибудь поприличнее. Вино, например. Особенно красное хорошо больным помогает. Если перелом случится, так вообще первое дело. Я сломал себе все. Очень хочу излечиться. Донеслось сверху. Оборачиваться на источник самого гнусного в мире голоса я не стал. И без того насмотрелся. Часами раскачивается на подвесном светильнике. Обзывает всех с безнаказанной позиции. И периодически клянчит спиртосодержащие жидкости. Кстати, может соорудить дистиллятор и выгнать настоящий спирт? Самому напиться с горя и зеленому дать? Вдруг он до речи потеряет и прекратит терзать уши? Хотя примитивным перегонным кубом здесь не обойтись. Нужной крепости не добиться. Мне надо не меньше 95 оборотов. Меньшим градусом летающую сволочь не удивить. Стоп. Меня же учили. Дай время и кое-какие материалы. Я не то что спирт. Бензин 95 организовать смогу. В моих условиях непростая техническая задача. Но решаемая. Вот даже инвалидностью меня не исправить. Так и тянет на нездоровую деятельность. Начав с мысли о спирте, закончил нефтепродуктами высокого качества. А не пора ли сделать то, что уже не первый день откладываю? Тук, мне надо опять на гуру подняться. Сэр-страж, да вы одной ногой на похоронах. А опять туда же. Полежите, сил наберитесь. Глядишь к весне и оклемаетесь. А там уж ходите, куда вздумается. Тук, кто из нас главный? Простите, сэр-страж. Вы, конечно. Отдушевить, говорю. Боязно за вас. Кивнув на затянутое мутной пленкой окно, я уточнил. Как там с погодой? Да похолодало изрядно. Под утро иний был. И на мелких лужах ледок иголками. Местные поговаривают, что зима обещает быть холодной. Меня это вполне устраивало. Главное, что дождя нет. Непромокаемая одежда в этом мире неизвестна. Плащи, наливаясь влагой, становятся свинцовыми, что в моем положении просто беда. Тут бы сухое тряпье на плечах удержать. Каждый лишний грамм давит на спину, прессует, выбивает последние капли сил. Ненавистная осень. И еще более ненавистная зима. Не любил их и на земле, и здесь не полюблю. Несколько дней подряд моросит. Когда второй раз ходил к ковчегу, на обратном пути вымок и простудился. Наверное, это была последняя капля. Если поначалу, после комы, казалось, что дальше пойду на поправку, то теперь потянулся беспросветный инвалидный застой. Нет, надо идти именно сегодня, пока опять дождь не зарядил. Тук, лошадей готовь. Исходи к Грату, забери у него железку, которую я заказывал. Поедем к ковчегу. Дело, конечно, ваше. Да только зря вы это в самом деле. Ковчег железный много лет простоял и еще долго стоять будет. Никуда не денется. А куда ему деваться, такому тяжелому? А лошадей готовь. И трее скажи, чтобы отвар мне сделала. И горячим пусть его принесут, а не как вчера. Отвар помогает? Конечно. Иди давай. Не буду же объяснять, что он для меня вместо чая, а не лекарства. Хоть на несколько минут озноб прекращается, если горячего выпьешь. Опять языческий холм. Дважды проклятое место. Темное капище на вершине. И здоровье свое там же оставил. Лысые серые склоны. Лишь редкие тощие кустики не брезгуют расти на бесплодных камнях. Тощая трава уже поникла. Мертвые стебли прибила к земле ветром. Лишь лишайникам ни погода ни почем. Их блекло-зеленые язвы не изменяются в зависимости от сезона. Под копытами лошадей осыпается щебень. Меня не отпустили одного. Хотя в окрестностях замка давно не показывались враждебно настроенные личности, но оставлять беспомощного сезерена без охраны нельзя. Само собой, Тук поперся. Очень недовольный. В Малероке ведь гораздо веселее, чем здесь. Альра. Рыжая смерть. Или просто любопытная местная девушка. И Амет. Один из четверых убийц, которых за мной послал друг-инквизитор. Из хесков тогда уцелело лишь трое. Причем все они теперь обязаны мне душой и жизнью. Дожидаются момента, когда смогут расплатиться. Спасти стража. После чего опять станут независимой шайкой. А вот такой у меня эскорт. Толстозадый зеленый попугай с подлыми глазами. Плечистый горбун с арбузного размера кулаками. Огненно-рыжая малышка с невинными глазами. С ног до головы, увешанная кинжалами, ножами, какими-то серпами, с луком за спиной. И нездоровый спокойный душегуб с внешностью профессионального висельника. Если на холме встретится кто-нибудь нехороший, наверняка останется заикой от одного взгляда на такую милую компанию. Зеленый уже десять раз пожалел, что сменил теплый насест светильника в донжоне на плечо дистрофика. Дождя нет, но холодно и ветер задувает. На этом холме даже при полном штиле так всегда. Странное место. Попугай и рад бы остаться, но подслушанные разговоры навели его на подозрение, что мы идем открывать нечто очень большое, куда много лет не заглядывали люди. Если предположить, что там хранится вино, а он всегда и во всем первым делом подозревает наличие вина, то выдержка у напитка должна быть отменная. Это я току ради шутки сказал, а птиц таких шуток не понимает. Решил лично проконтролировать процесс, опасаясь, что в противном случае может оказаться обделенным. Вот и сарай. Ветхое сооружение, построенное землянином. Как сюда попал этот человек, я не представляю. Ведь если верить тем, кто меня сюда забросил, даже перенос одного грамма невозможен. Всей энергии вселенной на это не хватит. В противном случае я бы попал сюда в своем теле, а не в виде информационной матрицы. А этот вот попал, причем не с пустыми руками. Пару танков с собой прихватил. Одну машину давно поглотили коварные пески аномалии, вторая стоит в сарае, запертая на ржавые замки. Ничего, я не зря второй раз сюда поднимался, прихватив немного воска и пергамента. Справлюсь. Спешиться смог самостоятельно, и даже голова при этом не загружилась. Удачно получилось. Придя в себя после такого великого свершения, попросил. «Постойте здесь, я недолго». «Не задерживайтесь», – попросила рыжая. «Я помню об опасности». Улыбаюсь девушке и захожу в сарай. Хоть и помню, но не боюсь. Не знаю, какая чума занесла сюда этот танк, но сильно подозреваю. В процессе этого его здорово облучило. Он превратился в радиоактивный объект, пребывание рядом с которым вызывает лучевую болезнь. Здешние лекари справиться с ней не могли, из-за чего место стало непопулярным. При всей дороговизне металла ни один кузнец не рискнул отломить от ковчега что-нибудь на память. Прошло время. Фон должен снизиться. По крайней мере, очень на это надеюсь. Попугай, правда, ведёт себя спокойно, но его чутьё на радиоактивное излучение под большим вопросом, так что он не показатель. Землянин, как я понял, тоже долго не протянул. Но мужиком он был сообразительным, знающим многое. Отпущенного срока хватило, чтобы у местных появились эффективные водяные мельницы, производственная добыча строительного камня и свинцовые копии где-то на севере. Устроил здесь такой прогресс, что его до сих пор вспоминают добрым словом. Хоть и прибавляют при этом, что выглядел тот человек странно, совсем не похожим на нормальных людей. Вот этот пункт мне непонятен. С моей точки зрения, здешние жители, если и отличаются от землян, то в лучшую сторону. Исключительно европеоиды. Я не расист, но приятнее иметь дело с такими же белыми, как сам. Как-то привычнее. Нормального телосложения. Бедолаг вроде тука немного. С чистой кожей. Физически здоровые и без тараканов в голове. Нет единых строжайших требований к внешности и поведению, отклонения от которых чреваты общественным порицанием. Хочешь – бороду отращивай. Не хочешь – брейся. Благо опасные бритвы из приличной стали не такая уж редкость. Шапку лишь в храме положено снимать. В простых домах – по своему усмотрению. Ну и прочий либерализм. А какие здесь женщины? Мне раньше все не до них было. Уж сильно жить хотелось. Вот и занимался спасением себя любимого с утра до вечера. А теперь, когда свободного времени навалом, сумел оценить. На все вкусы. И стройные красотки. И приятные пышечки. Недотроги скромняшки. И очень даже пристально интересующиеся сильным полом. Вплоть до полной бесстышести. Если здесь и держат девиц под замком, то открывается он любой шпилькой. Бедолага епископ пытается поднять нравы на высоту местного эвереста, но пока что даже в его общине они на уровне укатанной горки. А пробокайцев лучше вообще помалкивать. Даже в сторону бессильного инвалида, чертовки островитянки не забывают бросать такие взгляды, что в очередной отчет постоянно тянет вставить заявку на ящик Виагры. Без нее я теперь только печально поглядывать способен. И если кто-то думает, что в отсутствии косметических салонов женщины не могут следить за собой достойно, он сильно ошибается. Да, местные не используют сантиметрового слоя штукатурки, но в остальном все просто замечательно. Хоть прически простые, но волосы ухоженные. Чистая гладкая кожа, которую берегут пуще девичьи чести. Ни одна не станет портки стирать, прежде чем не смажет руки какой-то защитной гадостью. Кое-кто даже ногти отращивает. Не пойму, как при этом ухитряются работать. В теплые дни некоторые не стесняются носить юбки чуть ниже колен, демонстрируя ноги, знакомые с бритвой или даже депиляцией. И не только ноги. Доводилось мне однажды видеть голую местную женщину. Точнее, не совсем женщину. А, ладно, что я опять о грустном. Танковая броня обжигает холодом. Жалею, что не взял перчаток. Ну да не возвращаться же. Вот и люк, обследованный в прошлый раз. Мой коллега-землянин закрыл его на винтовой замок, а я, разобравшись в конструкции, сделал восковой оттиск и нарисовал чертеж для кузнеца. Град к моим заявкам привык и легко выковал требуемое. Сейчас проверим, не напутал ли с размерами. Не напутал. Шестигранная трубка ключа легко вошла в отверстие. Повернулась до упора. А выступы теперь в пазах замка. Начинаю поворачивать рукоятку по часовой стрелке, но безуспешно. Не подходит? Или заржавело? И то, и другое вполне вероятно. Я не мастер-взломщик, а танк слишком долго простоял без дела. Кручу в другую сторону, с тем же нулевым эффектом. Но не отчаиваюсь, пробую расшатать механизм. Всё так же безуспешно, к тому же руки начинают дрожать. Даже мелкое усилие на меня действует плохо. Позвать на помощь? Нет уж, это дело чести. Я должен справиться сам. К тому же не следует забывать о радиации. Утешаю себя мыслями, что за столько лет фон снизился до безопасного. Но нельзя исключать и другого варианта. Раз так, то не стоит подвергать людей опасности. На себя уже почти наплевать. Но зачем же товарищами рисковать? Наваливаюсь на рукоять в отчаянном усилии. Без толку. В другую сторону. Оп! Сдвинулось! На пару миллиметров, но ключ всё же повернулся. Теперь назад, расшатывая, увеличивая свободный ход. Когда ключ совершил полный оборот, я взмок. А ведь это лишь один из многих. Его ещё крутить и крутить. Земляк, зачем же ты закрыл машину так жестоко? И что ты там такое спрятал, раз принял столь суровые меры предосторожности? Хорошо, если бы лекарства от всех болезней, даже неизвестных. Я от такого сейчас отказываться не стану. После короткой передышки вновь взялся за дело. Ключ, хотя и с трудом, но шёл дальше и дальше. Механизм сильно заржавел. Ему бы немного масла не помешало. Не сомневаюсь, что в маслобаках танка его хватает. Вот только понятия не имею, как до них добраться. Люки двигательного отсека закрыты так же старательно. И возиться ещё и с ними смысла не вижу. Ключ пошёл легко. Даже слишком легко. Похоже, всё. С душевным трепетом берусь за ручку, тяну и... И ничего. Нет, крышка поддаётся. Вот только сил поднять её нет. Ничего, я обязательно справлюсь. Без посторонней помощи. Продеваю в ручку кинжал в ножнах. Ухватываюсь, тяну двумя руками. Есть. С трудом, но открываю. Вот и чёрный проём люка. В последнем усилии отбрасываю крышку в сторону. Она откидывается с грохотом. В стороны отлетают куски механизма петель. А сам броневой диск с оглушительным грохотом скатывается с башни. Ударяется о корпус. Отскакивает. Пробивает ветхую стену сарая. Исчезает из глаз. Попугай с негодующим воплем взмывает с плеча. Ударяется о низкий потолок. На голову сыплется труха. Хорошо, хоть по ноге не врезала. Железяка серьёзная. Из 45-го размера за секунду может сделать 36-й. Странно. Я был лучшего мнения о танках. Их ведь снаряд не должен брать. Они чуть ли не вечные. А этот простоял немного под открытым небом, потом в сарае. И теперь рассыпается на глазах. Может его не радиация, а что-то другое накрыло? Какая-нибудь химия агрессивная. Хотя краска вон почти не облезла. С другой стороны, люк отвалился при открытии. А такого быть не должно. Опасно ведь для экипажа. Можно без пальцев остаться. Или даже без головы. Или отлетит, как сейчас. И угодит во что-то совсем уж бесценное. Например, пробьёт корпус батальонной полевой кухни. Или помнёт дверцу личной командирской Волги. Сэр-страж, что с вами? В дверном проёме показалась взволнованная рыжая. За её спиной также переживает тук. А в неровное окно, проделанное крышкой люка, заглядывает криминальная морда Амеда. С трудом смирив дыхание, почти спокойно отвечаю. Со мной всё в порядке. Не заходите сюда. Спутники неохотно удаляются, а я, наконец, заглядываю в башню. Темно. Пыльно. Пахнет чем-то затхлотехническим. Тук, зажги фонарь и принеси мне. Горбуна долго ждать не надо. Показывается на пороге. Ловко взбирается на броню. Протягивает фонарь. Железно-деревянный каркас, обклеенный пластинами клееной слюды. Внутри горит свеча. Не сказать, чтобы яркая штука, но другого нет. Вот теперь можно забраться внутрь. В жизни я много где побывал, но в танке как-то не доводилось. И не жалею. Судя по тому, что увидел, потерял немного. Тесно, мрачно, броня будто давит сразу со всех сторон. Как они вообще в пространстве ориентируются? Всё равно, что ездить с непрозрачными стёклами. Спартанские сидения. Какие-то неизвестного назначения приборы и механизмы. Радиостанция. Длинные свёртки в задней части башни. Металлические ящички, намекающие на богатое содержимое. И кожаная планшетка, подвешенная на казённой части орудия. Не надо быть гением, чтобы догадаться. Тот, кто её здесь оставил, очень сильно хотел, чтобы она бросилась в глаза. Я не стал бездумно хватать это послание трясущимися от волнения руками. По очень простой причине. Не хотел, чтобы эти самые руки оторвало от тела взрывом гранаты или мины. Мало ли что было на уме у того, кто закрывал танк последним. Чистой воды паранойя. Захоти он убить того, кто сюда влезет, устроил бы взрыв боеукладки при попытке открыть люк. Я, может, и гражданское лицо, но догадался, что спрятано в свёртках. Снаряды, тщательно завёрнутые в просмолённую парусину. Наверное, с целью лучшей сохранности. Кстати, боеприпасов для орудия маловато. Скорее, даже очень маловато. Я, конечно, не специалист по бронетехнике, но уверен, их должно быть больше восьми. Куда делись остальные? Неизвестно. Ладно, здесь должно быть ещё кое-что очень ценное, причём доступное для моего понимания. А именно, пулемёты. Я, если откровенно, по ним тоже не спец, но и не полный болван. Кое-какой минимум по обращению с различными образцами огнестрельного оружия давали перед заброской. А ещё в том бою, после которого превратился в дряхлую развалину, когда суетливо листал книгу чужих знаний, по неопытности загрузил в себя несколько лишних страниц. В том числе и воспоминания какого-то безымянного солдата, прикрывающего отход частей Красной Армии. Его оставили на смерть, и он это понимал. Раненый в ногу, двойная обуза для товарищей. И сам идти быстро не может. И станкач, ноша серьёзная. Дело происходило возле какой-то неширокой речки. Один берег заболоченный, второй возвышенный. Вместо того, чтобы засесть на горке, как поступил бы я, этот боец устроил крошечный окопчик понизу, в жидких кустиках. Когда на лгу показались враги, он позволил им выйти из зарослей, а потом буквально выкосил, аккуратно водя стволом в считанных сантиметрах от земли. На ровный, как стол болотене немцы, даже падая плашмя, не находили укрытий. А вот он, лёжа по уши в воде, не обращал внимания на их пальбу. Пули, промазав мимо солдат в первых рядах, летели дальше, подстригая осоку и находя жертвы позади. Только тогда мне стало понятно, почему он не устроился на горке. С высокой позиции такого фокуса не получится. Патронов у него имелось прилично, знатную сжатву устроил. Жаль, не знаю, чем всё закончилось, возможности досматривать не было. Я это вот к чему вспомнил. Тот красноармеец в пулемётах толк знал, и кое-что мне от него досталось. Трудно ожидать, что здесь установлено такое же оружие, но общий принцип, надеюсь, схож. А вот тут меня ждал первый жесточайший облом. Пулемётов в танке не оказалось. Я, конечно, дуб дерева в бронетехнике, но пулемёт совсем на иголку не похож, не спрячется. Напрягая мозговые извилины, даже вспомнил, что один вроде бы обычно ставят вместе с орудием, чтобы наводчик не тратил дорогостоящих снарядов на цели, которые доступны для недорогих пуль. Даже нашёл следы, где он когда-то крепился. Но теперь его нет. Почему? Танк попал сюда неукомплектованным? Или... Что здесь вообще самое ценное, с моей точки зрения? Естественно, пулемёты. Я не зря их ищу с таким энтузиазмом. Мобильное оружие, невиданное по местным меркам огневой мощи. Пока не закончится боезапас, я непобедим. Думаю, и мой предшественник это понимал, и наверняка снял их первым делом. Пушку оставил. И правильно сделал. Тяжёлая, без станка, более-менее эффективная разве что при осаде или защите крепостей. Хотя 8 снарядов слишком несерьёзно даже для этого. Рация и двигатель здесь тоже никому не нужны. Вот генератор ещё снять не помешает. Пригодится для демонстрации фокусов аборигеном. Да и кое-что попрактичнее можно придумать. Например, гальванирование ювелирных изделий. Вряд ли здесь такая технология известна. Пока что никаких намёков на использование электричества не находил. Под это дело можно и лампочки выкрутить везде, где есть. Но это малозначительные мелочи. Кстати, мой предшественник увлекался строительством водяных мельниц. Может, хотел электростанцию на реке построить? Хотя много ли наработаешь от танкового генератора? Ладно, чего гадать. Есть планшетка, которую повесили не просто так. Так, рыжая упоминала о каких-то скрижалях. Спорю на что угодно, речь шла как раз о записях землянина. Оставил послание тем, кто придёт вслед за ним. Надеюсь, он не запыл упомянуть место, где спрятал пулемёты. Без них мне останется довольствоваться орудием со скромным боекомплектом, инструментами, если они здесь есть, и несколькими малополезными безделушками. Разве что тонны брони ещё, но с ней не ясно ничего. Может, металл по местным меркам никуда не годный. К тому же не исключено, что фонит она до сих пор, а я расселся на холодном сиденье и никуда не тороплюсь. Хотя попугай по-прежнему ведёт себя спокойно, сидит на краю люка и внимательно следит за мной в ожидании момента, когда же на свет появится вино. А он, судя по его поведению на древнем руднике, радиацию должен чуять. В планшетке меня караулил второй жесточайший облом. Нет, я не ошибся в своих предположениях. Там действительно оказались бумаги. Плотный пакет из всё той же парусины, заклеенный смолой. Пришлось поработать кинжалом ещё раз, чтобы добраться до записей. Позабыв про опасность радиации или отравления чем-нибудь непонятным, подсветил, жадно уставился. И чуть не расхохотался. Нет, высшие силы действительно существуют. Причём смысл их существования исключительно в издевательстве надо мной. Не может ведь неуправляемая судьба раз за разом устраивать со мной такие шутки. Мало того, что без пулемётов остался, так ещё и... Выбрался на броню, исследовал башню. Вот не зря первый раз мне эта звёздочка какой-то неправильной показалась. Как бы красная, но каёмка непонятная. Теперь при свете убедился, что не ошибся. Каёмка имеется. Жёлтая. И ещё знак в центре. Тоже жёлтый. На серп и молот ни разу не похожий. А похож он на те закорючки, которыми исписаны все бумаги в пакете. И отпавший люк вспомнился. Зримый показатель качества сборки. Покосившись на планшетку, вздохнул. Сплошное невезение. На этих двух обломах мои сегодняшние злоключения не закончились. Едва я, уставший и поникший, с помощью туков скарабкался в седло, как небо решило, что хватит терпеть, опять полилось. Дождь, временами едва моросящий, а временами очень даже приличный, сопровождал нас до самого замка. Натянув капюшон отяжелевшего плаща, я мечтал лишь об одном. Быстрее в донжон, к чашке с горячим отваром. А может, и кое-что покрепче себе позволю. Даже мысли о птичьем бульоне проскакивали. Но приходилось их отгонять. Дичь в окрестностях охотники повыбили, а кур у нас осталось мало. На развод держим. Есть, правда, немного овец. Их местные пригнали с горных пастбищ. Куда не добралась ни погонь, ни армия артара. Но, представив отвратительно жирную бурду из баранины, чуть с лошади не сверзился. Короткое приключение с танком высосало последние силы. Встречая на дороге подданных, я с трудом скидывал руку в приветствие. Со стороны это, наверное, выглядело очень натужно. Плевать. Во всем Межгорье, наверное, нет человека, который бы не знал, в какую развалину превратился сэр-страж. Перед воротами пришлось остановиться. Телега, груженная дровами, решила именно здесь остаться без колеса. Мужик, ею управляющий, не нашел ничего лучшего, чем устроить феерический скандал. Стражники, как и полагается, требовали от него побыстрее убрать свой хлам с проезжей части. А он, вместо того, чтобы заняться этим нужным делом, обзывал их на все лады, обвиняя в произошедшем несчастье. Дескать, ворота открыли не полностью. Вот и зацепился. Правда, при виде нашей кавалькады все начали шевелиться и кое-как сдвинули повозку в сторону, освободив узкий проход. Но пришлось простоять под дождем несколько лишних минут. Укрытий от непогоды перед башней не было. А потом плетенное кресло перед камином, толстостенная кружка с глинтвейном, попрошейка попугай и последующий прерывистый сон. Не успеешь отключиться, как пробуждаешься от приступа, режущей боли в спине или еще чего-нибудь столь же нехорошего. Мечтал о спокойной жизни, а получил пытку. Продолжение отчета добровольца номер 9. Надиктовано попугаю неустановленной породы в главной башне замка Мальрок, находящегося в Межгорье. Только не уточняйте, пожалуйста, где находится само Межгорье. Спросите что-нибудь полегче. Дядя Ваня, прошу прощения за очередной перерыв. Нет, не волнуйтесь, все это время я был жив и находился в сознании. Просто хреново очень. На душе и вообще. Болен я серьезно. Настолько серьезно, что будь дело на земле, мне бы дали пенсию без всяких справок. Только на лицо взглянув. Не до отчетов мне. Лежу днями в потолок уставившись. Даже поплевать в него сил не хватает. Не думаю, что попади вам в руки мое запоминающее биологическое устройство. Зеленый, а ну убрал башку из моего бокала. Дырку клювом просверлишь. Вы бы с интересом выслушивали детальное описание потолочных перекрытий. Других новостей не было. Народ работает, мне даже время от времени докладывают об успехах. А я как глядел в потолок, так и гляжу. Жизнь проходит мимо. Сегодня впервые за несколько недель выпало что-то новенькое. Помните, я рассказывал вам про танк на холме? Сегодня я опять к нему съездил, изучил подробнее. Начну с хорошей новости. За время моего отсутствия его никто не украл. А теперь о плохом. На нем не оказалось пулеметов. Так что прошу считать недействительным мои опрометчивые слова по поводу снятия заявки на крупнокалиберное автоматическое вооружение. Взрывайте сверхновые или сразу всю вселенную и везите. Испытываю в них большую нужду. Нет, не в данный момент. Но, боюсь, вскоре понадобится. Так и чувствую, что сюда приближается нечто или некто, испытывающий нездоровый интерес к вашему девятому добровольцу. Понятия не имею, смогу ли в своем нынешнем состоянии нажать на гашетку, но попробовать стоит. Вторая плохая новость. В танке оказалось послание от человека, который сюда попал с земли. Того самого, жертва неведомого феномена, который иногда наблюдается на капище. Вы, конечно, спросите, а чего же тут плохого? А я вам отвечу, а потому что я нифига не смог прочитать. Нет, не подумайте, я не безграмотный. Но хоть и учился в Инязе, к полиглотам меня отнести трудно. Ваня, я по-китайски знаю только одно слово – кунг-фу. К тому же не уверен, что произношу его правильно. И не спрашивайте, как оно пишется. За все сокровища мира не отвечу. Не потому, что это секретная информация. Просто не знаю ни одного иероглифа. А в бумагах, которые мне оставил этот милый человек, кроме иероглифов, нет ничего. Это китайский танк. Не следовало об этом догадаться сразу после того, как отвалился башенный люк. Показатель национального качества. Даже в бронетехнике не гнушаются использовать картонные детали. Не исключено, что пулеметов на нем вообще никогда не было по причине того, что забыли поставить. Такая вот коллизия. Ввиду новых обстоятельств, ко всем прежним заявкам добавляю самоучитель китайского. Очень интересно узнать, что же написал мой предшественник. Наверняка смогу выяснить, как он сюда попал, историю танков и причины их загадочной опасности для окружающих. Кто знает, может на основе этой информации научусь открывать двери между мирами левой пяткой. Кстати, эталон из благородных металлов мне больше не нужен. В планшетке нашлась офицерская линейка. Точности до третьего знака после запятой я с ней не достигну, но всегда можно сравнить с другими источниками. В танке полным-полно приветов от метрической системы. Так что вместо тяжелого платиного стержня пришлите бутылочку чего-нибудь крепкого для моего диктофона. Винный погреб замка не бездонен. И экстрасенса. Или ведьму. Похоже, только они мне помогут. Случай не медицинский. Будто связь души и тела нарушена. И не надо говорить, что ведьму я и здесь найти смогу. Они, конечно, существуют. Вот только живут ровно до того момента, когда о них узнают люди вроде Карающих или нашего милого Конфидуса. После этого здешних экстрасенсов волокут на костер. На современной земле с ними обращаются гораздо гуманнее, так что вам их прислать гораздо проще. Ваш девятый. По скриптум и резиновую грелку пришлите. Донжон отремонтировали, но здешние мастера люди суровые и от потребителей требуют проявления выносливости. Щелей хватает, а камину до русской печи далеко. Сквозняки. Мёрзну. Глава вторая. Инвалид на хозяйстве. Тук сегодня мрачнее тучи. В последнее время он почти всегда такой. Горб не мешает ему носить звание главного бакайского бабника, да только теперь оно скорее почётное. Если раньше при здоровом сюзерене он мог себе позволить по 10 раз на дню устраивать короткие отлучки с целью завоевания очередного женского сердца или иного органа, то теперь малина закончилась. Сэр-страж превратился в скелет, обтянутый кожей. Его того и гляди сквозняком в форточку затянет. Глаз да глаз за таким беспомощным дистрофиком нужен. Всё ходит вокруг, вздыхает, постоянно ищет, чего бы выпить. Это у него сублимация такая. Попугай и раньше его уважал, хотя и своеобразно, а теперь вообще боится на шаг отступить, чтобы без него всё не употребил. Я даже ревновать начал. Птиц-горбуну внимание уделяет больше, чем мне. Раньше я целыми днями валялся в надежде, что постельный режим поможет организму справиться с недугом. Но теперь наконец честно признался себе, толку от этого не предвидится. Болезнь моя необычна. Да и не болезнь это. Странные последствия наложения эффекта от жадного контакта с неведомым банком данных на тело, в котором недавно поселился чуждый разум. А перед этим с ним делали что-то загадочное. Да и пыток в инквизиторском подвале не стоит сбрасывать со счёта, как и ранений в сочетании с непрерывной полосой стрессовых ситуаций. Вот и гадай теперь, в чём именно причина моего нехорошего состояния. Но я по натуре оптимист, и отгоняя совсем уж мрачные предположения, что буду доживать свой здешний век разваленный, делающий по две передышки на пути к отапливаемому сортиру, начал задумываться о ближайшем светлом будущем. Вокруг кипит бурная деятельность. Продолжается ремонт замковых строений, несмотря на заморозки и ненастную погоду. Народ тащит в малярок всё, чем богата округа. Спешат заполнить колодовые под потолочные перекрытия, чтобы протянуть до посеянных озимых. Хозяйственный епископ почти ежедневно зачитывает мне списки трофеев. Он очень переживает по поводу возможного голода, но с каждым днём всё меньше и меньше. Единственное, что его сильно печалит, засилье озёрной и речной рыбы в нашем рационе. Он её уже почти ненавидит. Ничего, как-нибудь перетопчется. Тем более епископ, ему паститься по сану положено. Надо подниматься и начинать что-нибудь делать. Я ведь умный и хороший человек. Нельзя, чтобы такое сокровище отлёживалось целыми днями без малейшей пользы для Вселенной. К тому же мои подчинённые малочисленные находятся в недружелюбной местности. Глаз да глаз за ними нужен. Не справятся собственными силами. Приходится из кожи вон лезть, чтобы выжить здесь со столь неблагоприятным стартовым набором. А я валяюсь, ничем не воздействуя на ситуацию. Тук, да здесь я, не украли. Да и кому нужно горбатое добро? Мой плащ высох. А куда он денется? Будто с бродяги снят. Совсем драный. Где бы новый справить? Кожи доброй никак не могу найти. Неси. И чего это вам плащ понадобился? Чтобы надеть. И хватит лакать эту бурду. Что хоть пьёшь? Чистейшую родниковую воду. Наивно попытался отмазать собутыльника попугай. Даже не смешно. Водохлёбы выискались. Стоит мне вас оставить без присмотра, так сразу вино в погребе начинает убывать. Почему сразу вино? Обиделся Тук. Нам чужого не надо. Правда, птица? Мы люди честные. Так что отдавай нам свои деньги, и у нас они не пропадут. Как-то сомнительно поддакнул попугай. Яблоки уродились неплохо. Продолжил Горбун. Жалко. Сгниют ведь. И ты, значит, спас их, пустив на пойло. Догадался я. Вот всё вы знаете сами, а спрашиваете зачем-то. Пришлось спасать. Куда ж деваться, если надо? То-то яблоками от попугая всё время разит. Я думал, он на фруктовую диету переключился. А вон в чем дело. Долго болтать будешь. Плащ неси. Сэр, страж, вы никак выходить вздумали. Погодка сегодня ахти, ветер сырой. Как бы ни продуло до простуды. В вашем состоянии до беды недалеко. Тук. Мне вот интересно. Сэр Флорис тебя никогда за болтливость не порол? Ну что вы сразу так. Совсем характер испортился из-за болезни. Раньше сама доброта были. Тук. Молчу, молчу. Сейчас принесу плащ. Щёткой только пройдусь по нему хоть разок и сухого мха в сапоги набью. Раз уж вам так не имётся, длиннющими соплями обвешаться. Тук пошёл наверх. Где-то там, под перекрытиями, возле каминной трубы, он сушит тряпьё. Начав потихоньку одеваться, я в который раз уточнил у Зелёного. Твой магистр ничего полезного мне не передавал? Например, рецепт лекарства? Или хотя бы пару слов насчёт того, когда это безобразие закончится? И закончится ли вообще? Попугай, не переставая чистить пёрышки, ответил гнусно. Лекарь велел передать, что ты сдохнешь. Спасибо, птиц. Умеешь ты утешать. Видимо, мой тон попугаю не понравился. Бросив своё занятие, он нравоучительным тоном посоветовал. — Выпить тебе надо, и к бабам сходить. Для начала. С таким началом точно сдохну. Тук, к сожалению, не обманул. Погода и впрямь не способствовала прогулкам дистрофиков. Пронизывающий до костей сырой холодный ветер, сплошная пелена свинцовой облачности, едва не касающейся макушки, мельчайшая водная пудра, пропитавшая воздух. Дождя как бы нет, но постоишь несколько минут, и плащ становится мокрым. На стену я забрался без передышек. Не хотел на глазах у народа позориться лишний раз. Благо, лестницу давно починили, и не приходится карабкаться по сомнительным стремянкам. Наверху был вынужден остановиться для пополнения запаса кислорода. Дышал, будто лошадь загнанная. Арисат, не обращая внимания на моё состояние, не переставал отчитываться, довязь скороговоркой слов. Давненько я оборонительного хозяйства не инспектировал. Стены, как видите, в полном порядке, и верхние перекрытия на башнях тоже восстановили. И внутри работы ещё много. Настилов сплошных нет, лишь площадки у внешних амбразур временные. И лестницы к ним тоже кое-как сколотили. Когда идёт очередь, придётся ломать и делать уже капитально. Лес есть, так что к весне должны управиться. А что с воротами? Вчера смотрел мельком, не понравились. Полосы и листы ребятки Грата уже выковали. Завтра с утра начнут обивать. А с решёткой прям беда. Долго ещё работать над ней будут. А уж ставить её и вовсе упреем. Ведь придётся разбирать часть стены и перекрытий, а потом сверху опускать. Как затаскивать наверх даже сами ещё не поняли. К тому же по холоду. Думать будем. А почему по теплу не сделали? Решётка ведь здесь была готовая. Я видел. Ага, была. Да только артерцы бронзовые кольца, что прутью стягивали, порубили и утащили. И железо часть пропала. Или с собой забрали, или утопили всем назло. Отвернись, так они навоз из-под вонючего козла стащат. Крахоборы. На весу починить её Грат не смог. Пришлось до конца разбирать. А потом, когда ему железо со всего межгория натаскали, вошёл во вкус и начал не пойми, что делать. Говорит, что несокрушимая будет. А по мне и старая хороша. Да к тому же проку от неё поменьше, чем от крепких ворот. Но ему, если в голову взбредёт, то всё. Арисат, Грату скажи, чтобы перестал ерундой заниматься и не растягивал этого дела. Решётку надо поставить как можно быстрее. Гостей ждёте незваных? Насторожился Бакаяц. Не забывай, что это за место. Слишком спокойно живём уже не первый месяц. Как бы не пришлось заплатить весельем грустным. Это вы верно подметили. Чем дольше гадости не выпадают, тем больше в итоге насыплется за раз. На той неделе ребятки наши с юга вернулись. Говорили, что погони следы встречали. У реки, причём на нашем берегу. Далековато, конечно, но всё равно нехорошо. Знаю. Разведчиков надо ещё и на северо-восток послать. Туда, где горы к побережью подходят. Глянуть, что там. В тех краях межгорцев, по слухам, вообще не осталось. Мёртвая земля. Или прячутся от всех. Предположил Арисат. Народ тут почти весь вырезали. А кто остался, те запуганы на совесть. Да, может и так. Что с баллистами? Град говорит, что через неделю-другую две как новенькие будут. С остальными хуже. Дереву для них долго ещё сохнуть. Камней тёсаных много осталось. Делать не к спеху. Ими швыряться одно удовольствие. И стрел хватает. Не только для машин, но и для луков. Или артарцы их не нашли, или некуда брать было. А босс не бочка бездонная. Решив, что силы немного восстановились, я неспешно двинулся в сторону башни. Арисат не обманывал. Стена, похоже, к обороне готова. Хотя и видно, что на скорую руку латали повреждения. Навес, защищающий от стрел и непогоды, имеется лишь местами. Скорее всего, найденной в Мальроке черепицы не хватило на сплошной, а сами её производство пока что не наладили. Артарцы повредили несколько зубцов. Но эти повреждения уже залатали. В глаза бросались светлые пятна свежей кладки. Вообще, по зрелым размышлениям, мне укрепления замка понравились не так сильно, как поначалу. Слишком всё простенько. Нет, я, конечно, не специалист в вопросах фортификации. Но даже мне понятно. Подойди, враг под стены окажется в мёртвой зоне. Лишь с вынесенных вперёд башен есть варианты постреливать из редких боковых амбразур. Да сверху. Практически вслепую. Можно бросать тяжёлые предметы на головы нежелательных гостей. С другой стороны, учитывая природные укрепления Мальрока, на такие мелочи можно не обращать внимания. Атаковать суши получится лишь со стороны перешейка между тупиком Г-образного канала и руслом реки. И там, и там вода стиснута обрывистыми скальными берегами минимум трёхметровой высоты. Это серьёзно затрудняет подвод стенобитных орудий. Сам перешейк защищён исполинской башней со столь крепкими стенами, что ломать их придётся очень долго. А подводить туда подкрепление на случай вылазок затруднительно. Ровное, хорошо простреливаемое пространство, ограниченное всё теми же водными преградами. Поставить наверх пару обещанных баллист, и можно поплёвывать на врагов сверху. Наверное. Но не спец я по обороне древних замков. Так уж получилось. Готовили меня поспешно, не успев научить множеству вещей. В том числе фортификации. Посчитали, что электроника важнее. Остановившись, я указал на несколько стругов и лодок, стоявших в канале. Арисат, почему они не на промысле? Так ветер же сильный. Волну поднял нехорошую. А защиты от неё на причалах нет. Вот и остаётся или в канал, или в реку. В канал, конечно, удобнее. Не надо против течения выгребать. Хорошо, что успели завести в эту теснотищу. Плохо. Надо будет что-нибудь придумать. Волнорезы, волноломы. Как это? Искусственную бухту сделать. Из камней защиту поставить от волн. Это ж сколько работы! Ничего. Мы сюда не на пару дней пришли. Постепенно сделаем. Как там, кстати, с родой дела? Арисат указал вдаль. Где-то там, в районе разрушенной водяной мельницы, поднимался столб дыма. Вон, коптят что-то. Сам вижу, что коптят. Я не о том спрашивал. Об этом вам лучше с епископом поговорить. Я в его хозяйство не лезу. И как же я с ним поговорю, если он опять пропал? Несёт за блудшим душем свет веры, в то время как очень нужен здесь. Мать его. Верно. Ему дай волю, так и будет годами шляться по холмам проклятым. А с рудой, по слухам, медленно дело идёт. Раньше её вроде как дробили на мельнице, а уж потом в огонь сыпали. Сейчас мелют по старинке. Вручную. А это дело не быстрое. Самому, что ли, съездить? При одной мысли о седле поплохило. Может плюнуть на гордость и перейти на тележное передвижение? Устроить фургон с парусиновым тентом, закутаться в тёплое тряпьё. Всадник из меня никакой, так что надо или ждать просветления в этом мраке, или смириться и пользоваться тем, что осталось. Арисату было скучно стоять молча, и он уточнил. А зачем вам столько свинца понадобилось? Пригодится. Загадочно ответил я и продолжил движение в сторону башни. Свинцом межгорья было очень богато, вот только месторождения располагались далековато от Мальрока. Я, правда, ни на одном из них не побывал, из-за состояния здоровья, но рассказов очевидцев наслушался. Да и образцов немало пересмотрел, в том числе и на тех телегах, которые вернулись из похода за рудой. Голенит в них лежал такими глыбами, что в теперешнем состоянии мне подобной не поднять. Примечания. Голенит. Свинцовый блеск. Минерал. Сульфит свинца. Основная свинцовая руда. Часто содержат примеси других металлов. Обычно добывается вместе с осфолеритом, сульфицинка и сульфидами других металлов. Конец примечания. Сам по себе свинец меня не слишком интересовал. Тем более, что я изначально ограничил область его применения. К примеру, разбил женские мечты о кастрюлях из этого чудного металла и обломал епископа, размечтавшегося о водопроводе с отличными трубами. Аборигены не знали о токсичности этого металла, но я об этом не забыл. В нашей истории им злоупотребляли древние римляне, в чем, возможно, кроется одна из причин упадка их империи. Для чего мне вообще понадобился этот яд? Ну, первым делом, это старт местной металлургии. Хоть с чего-то начнем, а там видно будет. Ведь помимо свинца, где-то здесь есть и железо. А еще поговаривали о том, что когда-то на севере добывали медь и серебро. Но затем жилы ушли в глубину, и уровень местных технологий не позволил туда забраться. С одной стороны, просто слухи. Но с другой, меня слишком хорошо подготовили. В некоторых вопросах. И все эти намеки свидетельствовали о наличии в Межгорье перспективных полиметаллических месторождений. С моими знаниями здесь можно неплохо развернуться. Местные, очевидно, сняли только сливки, поверху. Но что делать дальше, не знали. А я вот знаю. К примеру, в том же глините всегда есть примесь серебра. Иногда до 1-2%, но обычно десятые доли процента. То есть из тонны чистой руды, с учетом потерь, реально получить от нескольких сот грамм до килограмма. И больше. Учитывая, что этот благородный металл ценится здесь немногим дешевле золота, соблазнительно. Абригены даже не подозревают, что в обычном свинце присутствует такая приятная добавка. А если бы и знали, то попробуй еще выделить. В принципе, даже египтяне до этого каким-то образом догадались, использовали купеляцию. Так что даже со здешним уровнем технологий я смогу наладить процесс. Примечание. Купеляция. Купелирование. Окислительное плавление сплавов благородных металлов с целью выделения их в чистом виде. Конец примечания. Для чего мне серебро? Для налаживания товара денежных отношений. Я ведь не в коммунизм попал. Если нас здесь не вырежут в ближайшее время, то неизбежно возникнет проблема заинтересованности работников в своем труде. Бесконечно пахать на дядечку под предлогом внешней угрозы не получится. А еще надо планировать закупки во внешнем мире и финансирование переселения новых подданных. Новых? Конечно. Я ведь собираюсь расширяться. После совместных действий нечисти и артарской армии плотность населения в Межгорье упала до Арктической. На сегодня здесь приблизительно 2-3 тысячи человек, из которых лишь около 50% можно считать полноправными подданными. Нет, остальные вовсе не бунтовщики. Просто они испуганы и наотрез отказываются выбираться из лесов и пещер. Пусть там голодно и холодно, но зато безопаснее. Они не пашут землю, не пасут скот. Полностью бесполезны. Принудить их я не могу. Все равно сбегут назад и начнут прятаться еще серьезнее. Теперь уже от меня. Раз уж такие дела, приходится закрывать глаза на тех, кто хотя бы номинально признает мою власть. Крестьяне плодятся быстро. Но и детская смертность здесь серьезная. Естественным путем Межгорье вернется к былой плотности населения очень нескоро. А я не могу ждать. Природа не терпит пустоты. И ничейная земля в пограничье очень быстро оказывается занятой. Потому и подумываю о переселенческой программе. А чем сюда народ завлекать? Вот тут-то серебро и пригодится. Лучшего способа обогащения пока что не нашел. Все остальные требуют внедрения сложных по местным меркам технологий, а значит времени, с которым у меня напряг. Кстати, свободных людей в этом мире не так уж много. Кто к земле прикреплен? Кто крестьянин баронский или королевский? Кто пожизненно в гильдии, кто-то и вовсе раб, бесправный. Остаются надеяться на недовольных жизнью. Такие есть всегда. И процент швали среди них немаленький. Тоже проблема. Но даже шваль надо еще как-то затащить. Я бы на месте простого обывателя хорошенько подумал, прежде чем перебираться из спокойного города в веселое Межгорье. Хоть золотом дорогу усыпь, все равно бы хорошо подумал. Мысли пролетали в голове быстро. Вот я получаю первый путь серебра. Вот встречаю первый караван переселенцев. Сотни телег. Тысячные стада скота. Вот инспектирую тянущиеся по всей долине пшеничные поля и наворачиваю блины со сметаной в попавшейся на пути восстановленной корчме. И в конце концов стою в углове тысячного войска на берегу реки, лениво наблюдая за тем, как по броду мчится лавина сюрреалистических тварей. В какой-то момент бездеятельное созерцание надоедает. Я неспешно поднимаю руку, а затем резко опускаю. Мушкетно-пушечный залп. Вой пуль и кортичи. Разрывы бомб. Десятки тонн мясного фарша уходят вниз по течению. Выжившие монстры поспешно разворачиваются, мчатся назад с целью удрать как можно дальше и больше сюда не возвращаться. Но я сегодня беспощаден. След беглецам бьют лучшие стрелки, вооруженные нарезными штуцерами. А потом небо переполняется воем пороховых двигателей и сотни ракет превращают противоположный берег в филиал ада. Чудом уцелевшие твари, обгадившись от пяток до ушей, сходят с ума и совершают акт коллекционного суицида головами о ближайшую стену. Лишь бы не знать, что у меня там дальше по программе. А дальше... Дальше у меня много чего, но это пока что в перспективе. Далекой. Когда-нибудь так и будет, если доживу. А пока что начинаю с малого. Тащу сюда свинец, посылаю людей искать руду, глину, чистый песок. Закладываю ямы, из которых потом буду добывать селитру. Планирую параллельно с выплавкой свинца начать выделять серу из того же галенита на порох и кислоту. Рисую чертежи машин для водяных мельниц и потихоньку заказываю нашим и без того загруженным мастерам разнообразные детали. Пока что по мелочи, но это только начало. Хорошо бы найти китайские пулеметы и потом научиться их копировать. Само собой, патроны тоже надо выпускать самостоятельно. С пулеметами я стану. Мечтаю быстро. Просто спец. Но все равно не мгновенно. Пришлось прерваться. Дошли до башни. Попасть в нее со стены не получилось. Окованная дверь закрыта изнутри. А Рисотт, стукнув по ней кулаком, довольно констатировал. Крепко сколочено. Если чужой заберется наверх, то внутрь никак не попадет. Мои ребята никому не откроют. После этих слов громыхнул засов. Дверь медленно отворилась. Из недр башни высунулась бородатая морда каменщика и редянина. Завидев нас, он радостно заулыбался. Вот здесь кто. А я-то удивился. Кому это стучать вздумалось? Добрый день, сэр-страж. И вам тоже, Арисат. Говоришь, никому не откроют? Язвительно уточнил я у Бакайца. Тот, многообещающе зловеще покосившись на каменщика, с досадой выдал. Это же эридиани. Как их ни учи, все равно телятами остаются. Я хотел заглянуть в башню, но был отвлечен новым зрелищем. Из коридора перешейка показалась группа всадников. В переднем узнал Конфидуса. Арисат тоже его заметил. Во, епископ вернулся. Может, что интересное привез? Сейчас узнаем. Поговорить мне с ним надо. Заодно и расскажет. Разговор с епископом закончился неожиданно, а поначалу вообще не ладился. Съездил он по большому счету неудачно. В последнее время, пользуясь тем, что руководство над ним практически не стало, он почему-то решил, что Бог возложил на него сразу две важные миссии. Первая. Хотя местное население невелико, но тоже нуждается в свете веры. Причем не какой-нибудь, а непременно иеридианской. Плевать, что в Артаре, и не только там, она считается еретической. Конфидус ведь не сомневался, что его учение единственно верное. Инквизиторов, способных ему прямо сказать, и не только сказать, что он неправ, в Межгорье не было. Если вдруг появится, то вряд ли с ними разговоры начнут вести. Здесь никто не заинтересован в их присутствии. А учитывая легкость, с которой бакайцы хватались за оружие, нет, черные братья и в моем потенциальном графстве пряников не предусмотрено. Вторая миссия тоже непростая. Скверна, целый год пропитывающая и без того несвятую землю Межгорье, должна быть выжжена с корнями. К сожалению, сэр страшно дорвался при исполнении очередного самоубийственного подвига, и пока что в этом важном деле не помощник. А вот и приходится епископу самостоятельно проверять все слухи о деятельности темных сил. Но это так, мелкий приработок. Самое главное, Конфидус свихнулся на ведьмах и колдунах. Они ему мерещились везде, даже на меня иной раскосу поглядывал. Пару раз пытался завести разговор на тему, а что это вы такое мне рассказывали там, в катакомбах под столицей Артара, когда мы в дерьме по уши из каталажки драпали? Оба раза я ему отвечал резко, с долей иронии. Мол, никак не могу понять, почему такие вот неглупые люди погрязают в религиозном мракобесии. Ведь умеет же мыслить здраво. И даже не стопроцентный догматик. Однако иногда на него что-то находит, и тогда уже до рассудка не достучишься. Раньше мне дико было. Наемник, на котором пробы негде ставить. И вдруг в религию ударился. Как так? Но теперь не удивляюсь. Из одной крайности на другую переключился. Жаль, очень жаль. Я ведь назначил его своей правой рукой, потому что не сталкивался с такими неприятными чертами характера. А теперь, столкнувшись, начал думать. А стоило оно того? Похоже, у него на первом месте стоит не вопрос нашего выживания и дальнейшего процветания, а еретически махровая бредятина. Как исправить, не знаю. А кого вместо него? Да некого. Кадровый голод. Хороших и неглупых вояк хватает. Хозяйственники тоже есть. А вот управленца, способного эффективно справляться с вопросами, касающимися всех аспектов как мира, так и войны, не имеется. Пока в голове проносились все эти вопросы, Конфидус рассказал о поездке, перемежая слова доклада нудными религиозными отступлениями и даже отдельными здравыми мыслями, созревшими у него во время поездки. До центрального побережья оттуда всего ничего оставалось, но я постерегся к нему идти. Воинов мало, а места опасные. Местные, которых нашли в пещере, говорили, что галеры там шастают. И не только мимо ходят. Пристают часто. Водой запастись или вынюхать. Как там и что? Где мы? А кто кроме них там шастать рискнет? Дальше на юг и запад людей нет. Затея короля с экспедиции не удалась. Так что некому и незачем туда ходить. Кроме этих богоотступников. Вот не сидится им на юге. Мерзкую темную ересь разносить надо, как заразу моровую. Потому и лезут к нам. Воины у них хорошие. Оружие и доспехи. Нашим не чета. Втрое больше понадобится воинов, чтобы к берегу рискнуть выходить в открытую. Хотя они же без лошадей. Уйти всегда можно, если поклажение применяться. Чем больше на человеке железа, тем медленнее он бегает. Но я решил не рисковать. Не за тем шли. Если уж разведывать так малыми дозорами, чтобы незаметно. Не в том мы положении, чтобы с открытым забралом показываться. Вы насчет пещер спрашивали? Нашли? Да, не врали местные. Много их там. Земля будто сыр. Повсюду дырявая. Как вы просили, мы в парочку заглянули. Из тех, что не узкие, не слишком опасные. В одной повезло. Капище демов нашли. Похоже, недавно там его обустроили. Источник рядом хороший, чистый и сильный. Видать, заходя за водой, одновременные службы богомерзкие исправляют. Но мы там все сожгли, что горит, и порушили остальное. То-то им будет новость, когда опять сунутся. Земля эта под истинным богом останется, что бы ни случилось. Для того нас сюда и послали. Так что пусть не думают, что... А вторая пещера, что там? Перебил невежливо, пресекая в зародыше намечающуюся порцию опиума для народа. Во второй демы не бывали. Или побывали, но им не понравилось. Много там мышей летучих, как местные вам тогда и рассказывали. Все загадили. Дерьма столько, что за век не вычистить. Даже демам свинским не по нраву такая грязища. Эта новость мне очень понравилась. То, что надо. Именно на такой зловонный подарок я и рассчитывал, когда первый раз выслушал рассказ охотников о пещерах возле побережья и живности, в них обитающей. Раз даже зацикленный на возвышенных материях епископ не поленился упомянуть о колоссальных залежах отходов мышиной жизнедеятельности, значит их там действительно много. Наверное. Если верить моим инструкторам, в условиях пещерного микроклимата в экскрементах рукокрылых могут протекать полезные для меня процессы. А именно, выделяются и накапливаются нитраты, то есть селитра. Основной компонент чёрного пороха, сырьё для производства азотной кислоты и разнообразных взрывчатых веществ. Накопление идёт медленно и не без проблем. Но учитывая, что селитра в этом мире даром никому не нужна, можно твёрдо рассчитывать на нетронутость залежей. А я это дело исправлю. Начну с простейших бомб для баллист и ручных гранат. А дальше? Дальше видно будет. В этой пещере народ скрывался, пара семей, точнее их остатки. Уже одичать немного успели, бедолаги. Видели бы вы их детей, зверёныши. Наверху там грот почти чистый, вот в нём они и сидели. Похлёбку из поганых мышей варили в котелке глиняном. Все мы жили. Трудно с ними пришлось, но поговорить всё же удалось. Про демов рассказали. Говорили, что галеры ходят под берегом, ничего не боясь. И высаживаются часто. Потому к морю ходить на промысел опасно. А как тогда быть, если раньше морем жили? Вот и дошли до того, что не топырей едят. Тьфу, нечисть же! Где тьма поганая, там и они. Догадываясь, что дальше последует рассказ, в котором епископ поведает, как с помощью слова Божьего пытался изменить гастрономические привычки несчастных, я поспешно уточнил. Демы просто мимо ходят? Лагерей или поселений не ставят? А кто его знает? Эти кроты, кроме пещеры своей, толком ничего не видели. Думаю, раз капище есть, то и другое непотребство имеется. Им здесь вольготно и удобно. Проливы неподалеку. Поймал купца, ограбил, затем сюда на отдых. И галеру опять же починить надо иногда. Не приходится на юг уходить, а помешать никто теперь не сможет. Вымерло межгорье. Хорошо бы рейд устроить отрядом большим. Да только сил у нас для таких дел маловато. Эх, такую землю сгубили. Раньше тут. Да что говорить. Старик в пещере рассказывал, что помнит самого сэра-стража Буониса. Мне это ни о чем не говорило, но заинтересовало. Все, что касается стражей, дико интересно. Поэтому спросил прямо, не опасаясь, что епископ удивится такому невежеству. С ним всегда можно сослаться на перенесенную амнезию. Буонис? Страж? Не помню такого. Эх, крепко же вас приложило, раз такое позабыли. Великий человек был, а по легенде и сейчас где-то есть. Только от мира удалился и не показывается. Хотя, не веря в такое, даже стражи столько не живут. Век назад именно он остановил погонь на реке. Граница? Его рук дело. И линию морской обороны тоже он держал. Пока Буониса не было, битву за битвой люди проигрывали. В артаре уже было молитвы отходные и начали по стране заказывать. И тут первая победа, затем вторая. А следом и вовсе остановили и отбрусили к воде. Причем силами малыми. Сэр Буонис и тогда уже дряхлый был, а к концу войны и вовсе в развальну превратился. Так говорят. Кенгут ему место почетное при дворе назначил. Да только не захотел он в артаре оставаться. Уехал к морю, в Межгорье. Местные на радостях дом ему там поставили. А он хоть и одряхлел, но еще не раз показывал демон, как из одного человека два делаются, а то и четыре. Ну и погонь отвадил. Сами видите, границ тут по сути, без охраны, но почти не шаля от твари, запоганы чем-то крепко. Говоришь, старик этот стража помнит. Если не врет, то да. По виду не врет, очень дряхлый. Мог и застать. Странно, что зиму пережил. Тут молодым трудно, а уж таким. Говорит, что его отец прислуживал сэру стражу в молодости. В следующий миг я очень сильно удивил собеседника. Люди ваши устали, но выделите двух из тех, что покрепче. Завтра они покажут дорогу к той пещере, где межгорцы прячутся. Мне надо самому на них взглянуть. Вы хотите съездить к побережью? Изумился епископ. Не хочу, но придется. Дан, вы что, дорога трудная, и на телеге лишь половину пути пройти можно, а дальше верхом. По такой погоде и здоровому нелегко, а уж вам. Я понимаю, но придется ехать. Но зачем? У меня там дела, важные. Какие? Я страж, у меня хватает секретов и дел. Да какие могут быть дела в вашем состоянии? Если уж очень надо, так весны дождитесь. Градиша, лучше станет. Вот что сказать, я ведь чувствую, что лучше мне не станет. Хуже, только хуже. Каждый день я теряю очередную частичку жизни. Во мне запущен какой-то непонятный деструктивный процесс. Рано или поздно он меня неизбежно доконает. Но даже если это будет поздно, уверен, весной я уже не смогу и минуты в седле провести. Нельзя терять времени. Если ехать, то сейчас. Зачем? Не знаю. Я вообще мало что знаю. В том числе и про стражей. Но где-то на побережье доживает свой век старик, который про стражей знает больше меня. Слуга это серьезно. Человек, который видел своего господина в подштанниках. Причем Буанис к тому моменту был дряхл. Вот как я сейчас. Но при этом выписывал люлей и демом, и нечисти. Причем так щедро, что и те, и другие дорогу в Межгорье позабыли. Это меня очень заинтересовало. Может старик помнит, какими способами страж поддерживал себя в рабочем состоянии. Наверняка Буанис не был самозванцем вроде меня и знал, что надо делать в столь плачевных случаях. Раз не удастся встретиться с ним, то надо хотя бы со слугой пообщаться. И чем быстрее, тем лучше. Весной слишком поздно. Глава третья Маразм крепчает По непроверенным слухам, некоторые европейцы и американцы до сих пор свято верят, что если в России неосторожно выглянуть за дверь, то можно стать частью суточного рациона бурого медведя. Косолапый это, дескать, русский аналог вездесущих крыс и воробьев. Чувствует себя, как дома везде, в том числе и в мегаполисах, оплодится со скоростью китайцев. Отличается нехорошими повадками, а именно любит кушать людей, подкарауливая их везде, где можно и нельзя. На заднем дворе магазина, торгующего балалайками и матрешками, за углом тюрьмы для политических заключенных, в зарослях голубых елей возле мавзолея Ленина. И еще проводку не забывают вспоминать. Вот это совсем уж лицемерно. Считать, что пьяный и русский слова-синонимы. Я однажды был в Лондоне и случайно забрел в район, куда не возят моих соотечественников туристов. Боятся, видимо, что дикие азиатские алкоголики умрут от зависти, увидев европейских коллег. Было чему завидовать. Народ там валялся на улицах в количествах, не поддающихся исчислению. Передвигаться приходилось как по минному полю. Один неосторожный шаг и подошва в блевотине или отходах жизнедеятельности долоногих млекопитающих. И ведь не бомжи и трудяги в глухих переулках, респектабельно одетые граждане и гражданки на фоне сияющих витрин упивались до выпадения в осадок на тротуары, вымощенные дорогим камнем. Задушевности не заметил даже на уровне «ты меня уважаешь» монотонно хлебают что-нибудь предельно дешевенькое, практически не закусывая. Будто стадо свиней, запущенное в осеннюю дубраву. На родине я, если и встречал подобное, то лишь в упоминаниях о событиях времен Степана Разина или в случаях индивидуального одичания. Возможно, плохо искал и где-то такие массовые явления имеют место быть, но сильно сомневаюсь, что их можно наблюдать в приличных районах. Таксист мне потом поведал об историческом событии Великой Лондонской пьенке. Некоторые тщеславные пивовары соорудили рекордный величинный чан, но что-то не рассчитали и он развалился. Выплеснувшееся содержимое разрушило соседние емкости и на прилегающую территорию хлынуло пенное цунами. Несколько зданий и сооружений было сметено волной, при этом не обошлось без человеческих жертв. Стихия бушевала недолго, но, увы, это было лишь началом. Со всего города в район бедствия набежал народ, и вовсе не для того, чтобы спасать пострадавших, люди пришли за халявой, хлебали из болота, которое образовалось после разлива, смесь всех сортов пива, в том числе недобродившего и бракованного, с грязью, мусором, блевотиной, растекающимся содержимым переполненных уборных и источных канав, ссорясь за лучшие места, захлебываясь в алкогольных омутах, расталкивая тела утонувших, размахивая кулаками и горла неразвеселые песни. Этих страждущих граждан цивилизованной страны набежало столько, что их скопления затруднили работу спасателей. Но на этом праздник не закончился. Пострадавших, а их количество увеличивалось с каждой минутой, начали развозить пациенты, почувствовав притягательные ароматы, начали требовать аналогичного к себе отношения. Все как один почему-то решили, что кого-то здесь угощают пивом, а им почему-то ничего не достается. Видимо, от нестерпимой жажды возмутившиеся люди стремительно растеряли душевное равновесие и выразили свой протест посредством погромов. Несмотря на то, что здоровых среди них скорее всего не было, бунт больных привел к жертвам и разрушением. Из-за него пострадало больше людей и имущества, чем собственно из-за самой катастрофы. Таксист, рассказывая об этом, ничуть не скорбел. Если в голосе его и отмечалась печаль, то лишь по поводу того, что ему не довелось поучаствовать в столь эпическом культурном мероприятии. Что-то я начал с медведей, закончил особенностями национального алкоголизма. К чему все это вспомнил? Мне кажется, что европейцы населили Россию явлениями, о которых сами еще не забыли. А некоторые и забывать не надо, пить они и сейчас профи. Попросту не могут это выбросить из народной памяти, но упорно отказываются считать, что все это не чужое, что вводится из-за ними грешки. Но никак не может цивилизованный человек иметь такие корни, причем не затерявшиеся в глубине веков. Лучше уж приписать весь негатив восточным варварам, отомстив хотя бы за то, что те, благодаря склонности к банным процедурам, ввели в обиход унизительный термин «немытая Европа». Чистая правда, но правда неприглядная. Такого не любят вспоминать. Прославлять надо великое и светлое, а не... Пусть народ помнит подвиги Нельсона и его романтические шашни с Леди Гамильтон, а не то, как матросы вылокали ром, в котором хранилось тело павшего адмирала. Эпидемии, войны, геноцид, перегибание палок во внутренней политике. В истории Европы не раз и не два случались периоды, когда отдельные регионы вымирали, а в остальных жизнь едва-едва теплилась. По улицам опустевших городов и деревень бродили волчьи стаи. Медведи устраивали берлоги в садах, а тупевшие от голода крестьянки относили беспомощных детей в лес, а пережитки людоедства давали о себе знать до начала промышленной революции. Череда апокалипсисов оставила след на генном уровне. Источники страха остались в прошлом, но память о них сохранилась. Невозможно поверить, что кошмар больше не вернется. Лучше считать, что где-то все это, пусть и не в прежних масштабах, но есть. В Бирме, России или тропических джунглях. Интересно, в этом мире будет так же? То, что я видел в Межгорье, напоминало о самых мрачных страницах земной истории. Территория, на которой сохранились считанные проценты от прежнего населения. Вымерший край, от людей остались лишь дома и начавшие зарастать сорняками поля. Еще здесь встречались серые тени, следившие за нашим отрядом с безопасной дистанции. Иногда это были запуганные до животного состояния люди, но чаще волки или одичавшие собаки. Летом, когда мы только сюда перебрались, живности было мало. Даже Люк, охотник от Бога, иногда мог полдня провести на холмах и возвратиться с пустыми руками. Удачным днем считался такой, когда удавалось взять полдюжины голубей, фазана или пару-тройку рябчиков. Но природа не терпит пустоты. Животные, распуганные тьмой и армией, начали возвращаться. И похоже, местные среди них были в меньшинстве. Альра уже не раз жаловалась, что столько волков она за всю жизнь не встречала. Откуда хищники узнали, что место освободилось? У них свой телеграф есть? Или это просто закон природы? Волк сам по себе не такой живодер. При желании может прожить на птичках, мышках, зайчиках и прочей мелочи. Даже лягушкой не побрезгают. А в голодные дни ему и майские жуки за деликатес. Но наибольший интерес у него вызывает наличие в ареале обитания копытных животных. Хватит и обычных косуль, но лучше подайте ему оленей или даже сахатых. Вот тогда начинается настоящая потеха. Стайная охота. Стая это серьезно. Толпа серых может обнаглеть до состояния полной отмороженности. Медведи из берлог поднимают. Миша зверь серьезный, но при таких раскладах даже ему ловить нечего. Порвут и схарчат без малейшего уважения. Но это, конечно, крайние случаи. Для развеселой жизни волку не медведи и суслики нужны. Подавай благородную дичь. Раз серые приходят в Межгорье, значит она здесь есть. Просто из-за природной осторожности и неприспособленности к новым местам старается вести себя тихо и не попадаться на глаза. А вот следов хватает. Оттиски разнокалиберных копыт и лап. Тут и сахатые поработали, и олени, и косули, свинки бегают туда-сюда, в том числе и приличные. Зайцев и летом хватало, как и хитрых лисиц, а вот кошачьих лап не отмечалось. Тигры, рыси, понятия не имею. Можно спросить, но не хочется рот раскрывать. Устал. Тентом, закутанный в тёплую одежду, но всё равно дорога утомляет. Рессор нет, трясёт неимоверно. Сырость до кости пронизывает. Каково тем, кто верхом меня сопровождает? Хотя они-то здоровые, а не такие задохлики, как я. Нет, пусть трудно, но я ни о чём не жалею. Какая у меня альтернатива? Трястись от пронизывающих сквозняков в замке, выслушивая очередного шарлатана и замечая всё новые и новые признаки телесного разрушения? Впервые поднявшись после комы, я смог сытно поесть, посетить баню, съездить на холм. Теперь мне и за три дня не управиться с таким объёмом работ. Процесс не останавливается. Нехороший процесс. Надо что-то делать. Но что? Может, я изглупил, понадеявшись на одичавшего маразматика, который почти всё позабыл, а скорее всего и не помнил, с моим-то везением. Но это шанс. Мизерный, но шанс. И я его не упущу. Хуже всего, что послать к старику некого, а везти его ко мне опасно. Если верить епископу, тамошняя семейка запугана до такой степени, что боится нос из пещеры высунуть. Со временем может и улягутся страсти, но сейчас трогать аборигенов опасно. Дед может помереть от страха по дороге. И с чем я тогда останусь? С шарлатанами и рогами несуществующих волшебных зверей? Нет уж. И так иногда жалею, что не склеил ласты сразу. В том давнем бою у Брода мог ведь остаться в памяти народной молодым и красивым Ания. Поюжившись от очередного порыва сырого ветра, я был собрался задернуть полок, из-за которого выглядывал на дорогу, но заслышал шум разговора. Рослый латник указывал рукой в сторону холма слева от дороги, а молодой, но удалой Мирул, в этом походе назначенный на роль заместителя командира, то есть меня, посматривал туда же. Честно говоря, Мирулу в начальство вбиваться пока рановато. Нет у него авторитета, чтобы держать под ногтем два десятка неслабых вояк. Мал еще, хоть и не бесталантен. Старший выбился лишь благодаря отцу, героически погибшему при эвакуации со ставшего непригодным для жизни покая. Сержант Дирпс чуть колени не стер, умоляя взять его с собой, но я был непреклонен в своем решении. Дескать, поездка недолгая и проблем не предвидится. А вот в замке дел не в проворот, и опытного латника отлучать от них даже на день нельзя. На самом деле я врал. Дирпс, конечно, в роли командира смотрелся бы на сто порядков уместнее, опыт, возраст, ум, уважение. Все присутствует. Единственное, межгорцы его недолюбливают. Даже те, кто не знает о нем ничего, каким-то образом чуют герцогского служаку. А коротарцам здесь отношение однозначно аллергическое, и перебороть его в ближайшее время не получится. Но я оставил его не из-за этого. Кто знает, что со мной дальше будет. Дорога в такую пору и здорового доконать может. А уж такого, как я, перемелет мясорубкой. Достаточно впасть в забытье, и он тут же плюнет на приказ и развернется обратно. А мне этого не надо. Мне надо, чтобы меня довезли до пещеры в любом состоянии, пусть даже мертвым и на такое уже согласен. Я должен хотя бы попытаться что-нибудь сделать, а не оставаться медленно догнивать в замке. Хесков не взял по той же причине. Не сказать, что они меня сильно любят, но могут счесть, что ситуация смертельно опасна. А раз так, то сыра стража надо беречь от самого себя. Они ведь спят и видят, как бы меня спасти. Не место им здесь. И рыжую не взял, как не строил огласки, но не взял. Человек она эмоциональный и непредсказуемый в силу характера и половых особенностей. Зато на умы рядовых солдат влиять мастерица. Может так им мозги прополоскать, что потащат меня латники назад, искренне считая, что делают это по своей воле. А вот Миррол нарушать четко отданного приказа не станет. А хитрить вообще не умеет. Исполнительный боится шаг лишний сделать без начальственного дозволения. Он даже разложившийся труп довезет до места. Если понадобится, забальзамируют. В этом вопросе на него можно твердо положиться. Миррол, что там такое? Да волки оленя задрали прямо возле дороги. В конец обнаглели. Голос дрожит от праведного негодования. Но как же, олень благородное животное. Убивать их лишь аристократам позволено. Крестьянину за браконьерство светит такое наказание, что не каждый маньяк решится приговор исполнять. А вот серым плевать на сословные привилегии. Взяли и задрали. Олень это хорошо. Где один есть, там и другие найдутся. Животные возвращаются в Межгорье, а людей как не было, так и нет. Заночевали мы в брошенной деревне, встреченной на очередном перекрестке. Торопились успеть, так что добрались до нее уже в сумерках. Знали, куда идем, епископ детально описал дорогу. К тому же пара провожатых опытных с нами, да и главный дозор ее издали заметил. Несмотря на заброшенность, жилье оказалось в приличном состоянии. Несколько изб, правда, сгорело, но в остальные можно смело заселяться. Сметье расплодившуюся паутину и живи на здоровье. Жить, правда, некому. Если и уцелел кто, то возвращаться сюда не спешит. А может и вовсе в Малерок перебрался, надеясь, что там будет поспокойнее. Многие так поступили после того, как я покончил с Альриком. Жаль не все, людей мне не хватает. Мирл свое дело знал и не успокоился, покуда воины не обыскали каждый дом и сарай. Лишь затем занялся вопросами караульной службы, а я, наконец, смог выбраться из фургона и направиться в облюбованную избу. Самое лучшее в деревне. Здесь всегда наши старшие останавливаются. Честно признаться, до лавки добрался с трудом. Не согнуться, не разогнуться, а ведь завтра придется верхом ехать. Тук, как назло, умчался с ведром к ручью. Колодец год не чистили, так что пользоваться им чревато. Пришлось раздеваться самостоятельно, благо с сапогами возиться не надо. Пол земляной. Когда-то за этим большим столом обедала немалая семья, сколоченный из тесанных вручную дощечек, без железных гвоздей или иных металлических деталей. Массивный, такой век простоит, и потемневший, будто от горя. День за днем ждущий, когда же изба оживет от гомона детворы и воспитательных встречающий лишь епископа с палатками инквизитора, разведчиков Дирбса, а теперь еще и рассыпающегося на ходу инвалида, не постеснявшегося нагромоздить гору сырой одежды. Потерпи стол, сейчас придет тук, растопит печь, развесит тряпье сушиться. А завтра мы поедем дальше, и в конце пути нам вряд ли удастся переночевать с таким комфортом. И если доживу до этого конца, фургон ведь придется оставить здесь, дальше только верхом. Удивительно, но я дожил. Почему удивляюсь? Да потому, что уже за первые пять минут десять раз пожалел, что ввязался в эту авантюру. Лучше бы изобрел заново телефон, провел бы к пещере линию и поговорил со старым аборигеном без этого садизма. В хорошей форме седло для меня ничем не хуже мягкого кресла, но сейчас все иначе. Ветер, дождь, переходящий в мокрый снег, оцаревшие ветки в лицо, позвоночник в сидячем положении и свою ту тяжесть с трудом держит, а теперь нагруженный отяжелевшей одеждой и беспомощным мясом начал болеть сразу в сорока местах. Копчик и вовсе будто докрасно раскалился. Ощущение точь-в-точь. Я пару раз едва не сверзался в грязь, но затем кое-как приспособился. Ухватился за лук у седла, примотал к ней поводями левую руку, откинулся назад. Копчик начал ожечь еще сильнее, но другие варианты были гораздо хуже. Управлять лошадью приходилось с помощью ног, благо мои чудесным образом приобретенные навыки джигитовки это позволяли. Но навалилась другая напасть, заныли колени, а вскоре бедра и голени одервенели. Я почти перестал их ощущать. В общем, очень быстро вспомнил все то, что пережил в подвальчике инквизиторов. Там, правда, все попроще было и не так жестоко, но ощущения схожие. Через 15 минут я был уверен, что не протяну и часа. Просто вырублюсь от избытка негативных ощущений и усталости. Это лишь кажется, что сидя на лошади сил не теряешь, еще как теряешь, особенно в таком состоянии. Не говоря уже о погоде, ветер такой, что у латников вот-вот шлема с голов срывать начнет. Но я протянул дольше, гораздо дольше. Ехал на автопилоте, тупо уставившись в спину бакайского дружинника, изучив его грязный плащ до мельчайшего пятнышка, скрипя зубами на подъемах и обливаясь слезами на спусках, впиваясь ногтями в ладони при первых признаках темноты подступающего обморока и ловя мокрые снежинки растрескавшимися губами. Мне просто надо доехать до конца, а остальное придется перетерпеть. Я смог это. Я добрался до проклятой пещеры. Я свалился с седла лишь после того, как туг перехватил поводья. Я просто развалена. Обычно, когда я прихожу в себя, первое, что об этом сигнализирует – зрение. Открываю глаза, вижу окружающий мир, понимаю, что выкарабкался в очередной раз. Иногда, впрочем, поднять век не успеваю. Слух доносит слова или иной шум, что свидетельствует о том же самом. На этот раз сработал нос. Глаза закрыты, тишина полная, а вот нос нечто почувствовал. Вонь. Не сказать, чтобы нестерпимое, но достаточно неприятное. И непонятное. Не могу идентифицировать источник столь дивного благоухания. Будто угодил на склад загнившего сыра, под крышей которого сушатся сотни портянок, которых год из солдатских кирзачей не доставали. Но готов на что угодно поспорить, вряд ли я сейчас нахожусь в подобном месте. Похоже, мне не приснилось, что я добрался до пещеры. Наверное, те самые залежи мышиных отходов работают. Великие боги. Я-то всегда думал, что в подземельях гораздо чище и пристойнее. Неужели мелкие нетопыри могут столько нагадить? Открыв глаза, почти сразу понял, что летучие мыши здесь ни при чём. Это вообще не пещера. Это какой-то подвал, облюбованный бомжами. С гигиеной у них дела швах, постираться тоже проблема. Вот и накопились нерешённые вопросы. Под подозрительно ровным потолком на кривых жердочках сушились грязные тряпки, облезлые шкуры и пучки какой-то чахлой травы. Колышки, вбитые в трещины, покрытых многими слоями натёков стен, были увешаны аналогичным благоухающим добром. На краю поля зрения можно было различить чадящий голубоватый огонёк. Принюхавшись, я различил в вонючем букете следы чего-то нефтяного и заподозрил, что источником этого аромата является светильник. Надо мной склонилась кривая массивная фигура, участливо поинтересовалась. Ужинать будете или отдыхать хотите? Ужин. Вечер уже. Да уж не вечер, а ночь. Ох и устали вы. Я же говорил, что зря поехали. Подождали бы до весны и... Где зелёный? В клетке сидит возле входа. Внутрь пытался его занести, так крик поднял. Вони ему не нравится. Вот и сидит всем недовольный. Клюв морозит. Тук. Это пещера? Ну да, пещера. Та самая, в которой местные прячутся. А почему потолок ровный? А кто же его знает? Древнее место, в таких всякое бывает. Погонь в некоторых любит обосновываться, доводилось мне ровные потолки видеть. И стен тоже. Древние? А кто строил такие пещеры? Да разные говорят. Кто язычников вспоминает, кто и вовсе древность немыслимую. Вам бы со стариками пообщаться или просто с ватагами, которые кирт разыскивают по нехорошим местам. Я-то мало что знаю. Неинтересно мне оно. В это поверил охотно. Все, что не имеет отношения к женщинам и выпивке, горбуна заботит мало. Но в чем-то он лукавил. Простодушный тук не умел обманывать, и лицо выдало все эмоции. Ему, похоже, здесь не по себе. Да и мне тоже. Вспомнил убежище Погани, в котором едва не погиб. Видимо, что-то недоговаривает, или на генном уровне въелся страх перед подобными объектами. Раз межгорцы решили здесь обосноваться, значит, то, что творилось снаружи, пугало их гораздо сильнее. Будь я в нормальном состоянии, начал бы исследовать стены и потолок, выдавливать из гробуна информацию каплю за каплей. Но сейчас не до этого. Я прибыл сюда не для археологических изысканий. Тук, где старик? Вы о ком? А ты сам попробуй ответить. Ах, вы об этом. Дальше он, в главной норе, со всеми остальными. Мы вас не стали туда нести, воняет сильно. Здесь тоже запах тот еще. Э, нет, вы там не были и не знаете каково. Там мухи давно передохли. Я как заглянул, так сразу дышать перестал, а потом долго слезами умывался. Духан такой, хоть рыбу копти. Слова Тука мне не понравились. Мысль о том, что в обитаемом помещении воздух гораздо хуже, чем в этой калоаке, не вдохновляла. Этот старик ходить может? А кто его знает? Лежит, поглядывает в потолок. Не видел я, чтобы он поднимался. Ну так сходи и подними. Приведи сюда. Мне с ним поговорить надо. Время позднее. Может, лучше утром? Справедливо заметил. Будить старика как-то нехорошо. С другой стороны, вдруг он не спит? Тук, проверь, если он дрыхнет, то не трогай, а если нет, тогда тащи. Да по нему не поймешь. Глаза открыты, но вроде как и не в сознании. У стариков бывает, если сильно дряхлые. А этот рассыпается совсем, того и гляди, окочурится. Ставлю золотой против дырявого медяка, что до весны не дотянет. Вот видишь, а ты мне доказывал, что надо по весне сюда ехать. Весной было бы поздно. Ваша правда. Да только и сейчас поздновато. Старик этот, похоже, совсем из ума выжил. Приведи его и проверим. Заслышав шум в невысоком узком лазе и заметив там отблески света, я еще не видя тока, догадался, что он возвращается не один. По запаху. Кто бы ни был, его спутник воняло от него тошнотворно. Легкий, едва ощущающийся сквозняк, пронизывающий древний бункер, выдал это издали. Я не ошибся. Горбун, выбравшись из лаза, вытащил за собой весьма колоритного старика. Такой будет иметь успех в фильмах, где присутствуют сцены с восстанием из склепов древних покойников. Покрой бинтами, отличная мумия получится. Выйдет существенная экономия на гриме. Он здесь ни к чему. Сухое существо с грязными седыми волосами, небрежно обрезанными на уровне плеч, обмотанное непонятно на чем державшимся тряпьем. Желтое лицо с носом-клювом, выдающимся над впалами морщинистыми щеками, трясущиеся руки, подгибающиеся ноги. Глаза и впрямь будто неживые. Никаких эмоций. Только бесконечная усталость и тоска. Я не смог поймать его бегающего взгляда, да и не стремился. И без этого понял, что разговор получится непростой. Тук, ты его разбудил? Нет. А чего он скулит? Да кто же его знает? Боится, наверное. Эй, уважаемый, не бойтесь, мы вас не тронем. В ответ старик заскулил еще сильнее. Да что это с ним? Так чужих давно не видел. И вообще думает, что мы его выгоним. Куда выгоним? Да на улицу. Местные, похоже, давно это хотят сделать. Еды нет, а кормить его приходится. Толку с такого? Да уж, порядочки у них. Нет хорошей жизни. Чего еще ждать от тех, кто под землей почти безвылазно сидит? Дедушка, да не тряситесь вы. Мы же вам ничего не сделаем. Просто поговорим. Вы меня понимаете? Реакции ноль, если не считать все тех же скулящих звуков. Мне не по себе стало от такой картины. Я, конечно, знал, что этот мир не райское местечко, но впервые вижу, чтобы человека довели до такого состояния. Голод не голод, а стариков уважать надо. Все такие будем. Или я чего-то в голоде не понимаю? Тук, пошарив за пазухой, вытащил черствую лепешку, отломил кусочек, протянул старику. Держи, болезный, ешь, это вкусно. Тот, прекратив скулить, впервые взглянул на мир почти осмысленно, с немалой толикой настороженности и алчности. С полминуты неподвижно смотрел на угощение, будто гипнотизируя добычу. Затем неуверенно протянул трясущуюся руку, сжал пищу кончиками пальцев, резко выхватил, забросил в рот. Торопливо жуя, заскулил еще сильнее, из глаз хлынули слезы. Да не бойся ты, не отнимем, начал утешать его тук. Вкусно? Еще хочешь? Старик, сухо прокашлявшись, лихорадочно затряс головой. Так и знал, что хочешь. Кушай, кушай, дедушка, а теперь поговори с сэром-стражем. Как только он тебя поспрашает, я всю лепешку отдам. Не бойся, не обману. Сэр Дан, говорите, что хотели. Такие, как пожуют немного, сразу соображать начинают, но ненадолго, так что не медлите. Поднявшись, я присел на какой-то длинный низкий предмет, покрытый ветхой шкурой. Неудобно, похоже, под ней колода сучковатая. Но других стульев в помещении нет, буду удовольствоваться этим. Скажите, вы правда помните стража Буониса? Поначалу старик не отреагировал, но когда тук помахал у него перед глазами лепешкой, скрипучим, шепелевым голосом тихо произнес. Я помню, шара Буониса. Отдайте хлеб. Дай ему. Рано! Тук покачал головой. Для него это много. Как наестся, соловеет и слова не скажет уже. Ладно, вы слышали? Поговорим, тогда получите. Вы хорошо помните стража. Я мало что помню, но я помню, что мой отец служил у него. Буонис был очень стар, наверное, часто болел. Ты помнишь, как он болел? Нет, но он был крепким, но старым. Уважаемый, тук даст вам мешок еды, если вы вспомните, как болел сар-страж. Неужели он всегда был крепким и здоровым? Вспомните, пожалуйста, это очень важно. Он дряхлел. Не так сильно, как я, но дряхлел. А потом это проходило. Проходило? Как? Скинулся я. Я? Я не знаю. Я не могу это знать. В глазах старика опять показались слезы. Вспомни, пожалуйста, вспомни, как это происходило. Я едва за плечи его не ухватил, чтобы потрясти и тем самым запугать окончательно. Успел остановить уже тянувшиеся руки. Ты же видел его? Он что, просто так изменялся? Или что-то делал для этого? Никогда не видел, как он это делает. Страш уходил от всех. Ну, хорошо. Уходил. Куда уходил? Старик, обернувшись, ткнул в сторону лаза. Туда он шел, на юг, к Черному озеру и дальше, по реке. Я уже не помню, как она называется. Никто туда не ходил и не ходит. Проклятые места Тропопогани. Тропопогани? Да, старая дорога к границе, совсем старая. Говорят, она и на дорогу не похожа. Устелье узкое и темное, нечистое место, тьма ядом, кирц древний, всякое случается. Нет там людей, а страж ходил к той реке, сам ходил, только лошадь брал. Если за ним кто-нибудь пробовал идти, то гневался сильно. Его провожали до озера, а затем оставляли одного. Потом, спустя время, он выходил к Марроку и оттуда возвращался домой. Я все рассказал, дайте мне хлеб. Нет, ты не рассказал главного. Вся дряхлость его как пропадала. Уходил он, когда старел. А дальше? Что с ним потом было? Когда он возвращался, когда я начал дряхлеть, то стал жалеть, что не умею делать так, как он. Он становился молодым? Нет, не совсем. Не знаю. Он будто десять лет прожил, но как-то не так. Будто время назад для него текло, но глаза его оставались старыми, у него был очень усталый взгляд, а после того, когда возвращался, усталости в нем становилось больше и боли. Я был ребенком, мне было страшно, но и любопытно, и я отважился его спросить. Он тогда ответил, мы не люди, мы страши, чтобы продолжать шить, мы должны отдавать свою жизнь до последней капли, и только тогда все начинается заново. Я попросил взять меня с собой, чтобы посмотреть, как он это делает, но Бонис отказался, никто не должен был этого видеть. Свой путь надо пройти в жиночку, так он сказал. Мне можно взять хлеб? Я пытался спрашивать по-разному, но старик похоже и в самом деле больше ничего не знал. Картина вырисовывалась простая и непонятная. Страж Бонис прожил на побережье Межгории немало лет. Мужчиной он был крепким, но возраст брал свое. И когда нехорошие изменения накапливались, почти как у меня сейчас, он поступал одним и тем же способом. Брал коня, оружие, небольшой запас продуктов и отправлялся в долину речки, впадающей в самое южное озеро здешнего водного ромба. Проведя там некоторое время, он возвращался через Малерок. Я было заподозрил, что страж ездил еще дальше, в Апоганенные земли. Но старик заявил, что дозоры на границе никогда его не замечали. Пройти мимо них там затруднительно, через обрывы горной гряды существовало лишь несколько узких проходов, как не хитри, но хотя бы след оставишь. После отлучки страж возвращался обновленным человеком, полным сил, здоровым, и в таком состоянии находился несколько лет, до очередного загадочного воежа. Что он там делал? Никому неизвестно, ведь он ходил один. Боги, как же я хочу это знать! Но подробностей из старика выдавить не удалось. Чудо, что он хотя бы это вспомнил. Приказав Тукун наградить его продовольственной премией, я завалялся спать, вместо подушки использовав все тот же кусок колоды, прикрытой дурно пахнущей шкурой. Мне уже плевать на такие мелочи. Слишком трудный день для инвалида. Да и вечер тоже. Глава четвертая. Непопулярное решение. Утро не заладилось. Во-первых, проснувшись, я тут же об этом пожалел. Ведь пока похрапываешь все так замечательно, ничего плохого не чувствуешь. А стоит глаза продрать и наваливается. Болело абсолютно все. Суставы крутили десятки невидимых инквизиторов, простуженное горло резали кривыми ножами. В голове поселился неутомимый садист с электрической дрелью. Похоже, надо было сюда еще раньше выдвигаться. Процесс распада резко ускорился. Во-вторых, его почему-то принято называть сладковатым, но тот, кто это придумал, видимо, ни разу в жизни не видел сахара. Непереносимая мерзость легко перебивала обычную местную вонь, а ее происхождение было загадкой. С перепугу решил было, что от меня нести начало, но, к счастью, или к горю, ошибся. Источник выдал себя податливой мягкостью под головой. Никогда не поверю, что за ночь деревянная колода станет мягкой. Это казалось не колода. Откинув в сторону грязную шкуру, я обнаружил под ней тело безнадежно исхудавшего мальчика лет десяти-одиннадцати. На мой крик показался тук и, уставившись на детское тело, поинтересовался. Что-то не так? Да ты что, не видишь сам? Здесь мертвый мальчишка. Да они мрут, как мухи. Не обращайте внимания. Голод, сырость, холод. Все подохнут, если не уйдут. Но уперлись. Думают, что здесь вольготнее всего. Не достанет ни погонь с демами, ни артарцы. А толк-то такой жизни. Тук, они... Они что, от голода умирают? Дети? Я думал, что здесь только стариков плохо кормят. Да нечего им жрать. Даже мыши отсюда улетели. Осталось несколько, но попробуй их еще найди и достань. Ниже идут большие пещеры. Там до потолков камнем трудно добросить. Вот в них нетопыри полно. Но с другой стороны, разве же это еда? Тьфу! А эти туда ходить боятся. Нехорошее там что-то водится. Уже совались вниз, да только возвращались не все. Оставшиеся решили, что тамошние мыши не стоит такого риска. Я не могу здесь оставаться. Мне нужен свежий воздух. Давайте к выходу переберемся, там поменьше воняет. У костерка погрейтесь, отвары горячего выпьете, покушайте. Хорошо, и старика ко мне приведи. Я тут кое-что надумал, но вопросы к нему остались. Так он уже ничего вам не расскажет. Почему? Так помер он. Как? А молча. Накушался, лег и не встал больше. Зря ему столько как можно так жить? Да что вы за люди? А я-то здесь при чем? Мы на бока и так не жили. И в норы у нас никто не прятался. Это все местные. Здесь возле берега самое межгорское отребье в последние годы жило. Другие ушли, не выдержали. Дея ему покоя не дают, постоянно шастают. Приличный хозяин везде себе дом справит и занятия найдет, а такие как эти нигде не нужны. Они и сами это знают, вот и не рыпаются. Покосившись на тело мальчика, я покачал головой и непреклонным тоном постановил. Ужинаем, потом вяжем всех и тащим за собой, оставлять их не будем. Так сбегут по дороге. Отведем подальше от пещеры, может хоть дороги не найдут, да и не все сбегут. Ваша правда, не все, ох и нелегко с такими будет, бочку в шейф замок притащим, не отмыть и не отстирать здесь. Много людей, а кто ж его знает, справимся как-нибудь. Хорошо, нам надо справиться иначе. Тук, да нельзя так жить, чтобы дети умирали и старики плакали от голода, это в голове не укладывается. Говорите будто церковник, епископ говорил, что мосты на ней целые. Если так, то пройдем, а если нет, трудно придется. Дожди чуть не каждый день, реки раздуло. Дойдем до Черного озера и там меня оставите. В Майрок вернусь сам, позже. Да вы что говорите? Так надо, дело у меня там, важное. Рехнулись? Да здесь одному даже мне боязно оставаться, а вас того и не перечь мне. Так я же для вашего добра. Знаю, потому и не сержусь на такие слова. Раз уж дело важное, так давайте все вместе его сделаем, а потом вернемся в замок. Нет, я должен быть один. Ну хотя бы меня с собой возьмите, один или два, разница невелика. Тук, ты молодец и спасибо тебе за все, но я должен быть один, это очень важно, идти нельзя. Да что же это такое, как я людям в глаза потом смотреть буду, оставил сэра стража больного и немощного, а сам в теплый замок подался, так получается? Скажешь, что я приказал, и скажешь, что это дело касается только стражей, никому кроме них за мной ходу нет. Сэр, да вы сотни шагов не пройдете, да вы подскользнетесь на ровном месте и что-нибудь сломаете, да вас без ветра шатает. Верхом поеду. Ага, и свалитесь к вечеру, если не раньше, как вчера свалились. Сэр, страж, давайте вы в себя немного придете, а потом уж езжайте куда хотите, никто и глазом на такое не поведет. Я знал, что говорить только будет труднее всего. Излишняя демократичность бакайцев играла против меня. Порядочный слуга перечить солдафон я бы ничем не пронял. Быстро выйти не получилось. Для начала доблестные воины часа два выволакивали жителей пещеры на свет божий. Лишь единицы из них при этом не оказывали сопротивления, да и то по причине крайней степени изнеможенности. Глядя на этих дистрофиков, я содрогался. Сами себя довели до предела, добровольно закрывшись в подземном концлагере. Некоторые парочка женщин почти непрерывно завывала, время от времени им начинали аккомпанировать остальные. Плакали дети, ругались чумазые мужички. Несмотря на то, что дело происходило на улице и сидел я на приличном удалении от входа, ноздри улавливали нехорошие ароматы. Смердело от здешних межгорцев будто от веками нечищенного ножника. Это вызывало омерзение и напрягало, наводило на мысли о страшных болячках. Хотя, если верить историкам, на земле существовали целые народы, незнакомые с водной гигиеной, и их представители ухитрялись доживать до глубокой старости. Говорят, одеколоны духи изобрели, чтобы заглушать вонь. Не верю. Подобного духа на никаким парфюмом не заглушить. Или я слишком утончен в сравнении с предками? Опять же, пещерная жизнь может сказываться. Плюс недомогание. Плюс черные мокрицы. Мирл, ошалевший от всего происходящего, отрапортовал без былой бодрости. Сэр Срэш, мы все сделали. 42 человека здесь, считай детей. Вижу. Надеюсь, не все разбегутся по дороге. Их быстреножить, но тогда идти не сможем быстро. Детей на заводных лошадей, женщин, которые послабее тоже, и стариков. Сделаем. Новые миссии и солдаты были недовольны. Нет, удобства. Фургон так и останется у деревни на западе, но эта проблема их не должна волновать. А вот присмотр за толпой полудиких оборванцев напрягает очень даже сильно. Я не сомневался, что в случае попыток побега они не будут выказывать чрезмерного служебного рвения. Чем меньше межгорцев останется, тем чище будет атмосфера в походе. И сам временами начинал жалеть, что связался с этим делом. Но, вспоминая мертвого мальчика, забывал о сомнениях. Пусть взрослые разбегутся, но хоть маленькие дети останутся. Толку от них, конечно, мне никакого, но в данном случае даже такая бессовестная личность, как я, готова идти на альтруизм. Странно, но, несмотря на общее ухудшение самочувствия, Седлея держался получше, чем вчера. И временами на ровных участках тропы даже начинал вести беседы с Зелёным. Попугай ёжись от срывающихся капель холодного дождя не был расположен к общению и угрюмо отмалчивался. На прямые требовательные вопросы скуп ругался или переводил разговор на тему алкоголя. А в общем ценных сведений о болезнях стражей я от него так и не добился. Ведь наверняка знает что-то, но молчит как глухонемой партизан на допросе. Не первый раз пытаю, но всё без толку, а ещё друг я осматривал окрестности. Ничего интересного ни разу не заметил. Холмы с каменистыми склонами и редкими скальными обнажениями, вымершие нищие деревинки в долинах, мутные из-за нескончаемых дождей ручьи, заброшенные поля и огороды, человеческие и лошадиные кости, местами встречающиеся чуть ли не на каждом шагу. Море, которое иногда проглядывало слева, безрадостной картины не скрашивало. После полудня справа пару раз заметил гладь большого озера, второе по величине и самое восточное в Межгорском ромбе. Вид у него был столь же по-зимнему унылый, только льда не хватало. Будь я даже в нормальном состоянии, при длительном созерцании столь веселых пейзажей, захотел бы повеситься, а уж сейчас хоть волком вой. Кстати, о валках. Серые показывались нередко, по одному, по двое, а один раз целую стаю даже не думая прятаться. Особенно запомнился матерый хищник, рассевшийся на вершине лысого холма. Будто изваяние, за все время, пока мы проходили мимо, ни разу ухом не повел. Следят за нами? Или просто показывают, кто теперь здесь хозяин? А лучше бы последнее. Нам такие тамбовские товарищи в соглядатаях не нужны. К вечеру погода немного улучшилась. Низкая сплошная облачность никуда не пропала, но перестала осыпать водяной пылью. Правда, похолодало немного, но это гораздо приятнее, чем почти нескончаемый поток сырости. Уже в глубоких сумерках выехали к рыбацкой деревушке, недлинной полоской растянувшейся возле каменистого берега Черного озера. Его также называли Южным, ввиду того, что это был самый южный водоем Межгорского водного ромба. Самая маленькая, но при этом по слухам, жуткая глубины и неподвижно угрюмая даже в тихий летний полдень. Будь я в приличной форме, непременно плюнул бы в его мрачные воды из чувства протеста перед подчеркнуто невеселым природным явлением. Но сейчас сил хватило лишь самостоятельно спешиться и проследовать в маленький домишко к жесткой лежанке. Даже этот невеликий труд дался с трудом. Не желая я создать в народу впечатление, что со мной все в порядке, попросил бы помощи утука. Кстати, прогресс. Хоть муки и адские, но держусь более самостоятельно, чем вчера. Или просто привыкаю к боли. Глядишь, еще нравится начнет. Прикуплю парочку хвостов и высокие черные сапоги. Спал я будто на раскаленной сковороде. Муки точь-в-точь. Хоть и свыкся немного с болью в каждой косточке и суставе, но благодатно дремать, когда тебя распиливают на сто частей, не получается. Ворочался так, что халупу едва не развалел, но без толку оптимального положения для истерзанного тела не нашел. Так что провертелся далеко за полночь, заодно загружая голову мрачными мыслями. Хоть какое-то отвлечение. Что за бред я опять задумал? Неужели то, что у меня располагается в черепе, окончательно в прокисшую кашу превратилось? Я чуть ли не с первого дня своей новой жизни имел склонность к скоропалительным спорным решениям. Но то, что предстояло теперь, один на этой богами забытой дороге. Если туда не ходят межгорцы, это не просто так. Люди, создания еще те, везде любят нос совать. И отучить их от этой привычки можно лишь с помощью кровавой носотрывалки, которая, очень даже может быть, располагается в заинтересовавшей меня местности. В принципе, мне и без лишних сложностей искать приключений не рекомендуется. В моем состоянии я в одиночку долго не протяну. Замерзну в холодную ночь, упаду с лошади, не смогу отбиться от хищников, я беспомощен как ребенок и нахожусь далеко не в раю. Погода такая, что и здорового легко доконает, а уж меня. С другой стороны, страж Буани сходил туда именно в одиночку, при этом состояние его было схожим с моим. Насколько я понял, одиночество это очень важно, не зря он никого рядом с собой не допускал. Я настолько этим проникся, что даже решился на немыслимое, оставить зеленого. Ведь старик ничего не говорил про попугая, неизвестно, можно ли брать умную птицу с собой. Ситуация не та, где стоит экспериментировать, лучше обойдусь без пернатого. К тому же неизвестно, что будет дальше, я бы на себя ставить не стал. При моем везении минимум 90% вероятности плохого исхода. Если так, зеленый пригодится другим. Живой детектор нечисти, уверен, что погонь нас в покое не оставит. Некому охранять тропы, ведущие на юг. Нет сил для контроля всех уголков долины. Возможно, сохранились островки скверны, не выжженные армией. Попугай в таких условиях будет кстати. Хотя неизвестно, может он без меня бесполезен? Буанис знал, зачем ходил, а я нет. Что он там делал? Неизвестно. Старик сказал, что страж возвращался обновленным, но как он этого добивался, никому неизвестно. В итоге я чуть живой собрался в одиночку идти туда не знаю куда, затем не знаю зачем. Классическая ситуация в сказках, где в главных героях Иван дурак. В сказках дуракам везет, в реальности не уверен. А какая альтернатива? Разрушаться и дальше? До финиша? Нет уж, лучше схожу. Проклятый топчан, он будто создан для занятий садизмом. Кстати, насчет везение. Пока что, несмотря на все неприятности, я в итоге ухитрялся выпутываться. Это породилки фортуны или результат моей неуемной жажды деятельности? Там, где любой опустил бы руки, я продолжаю барахтаться с диким энтузиазмом, как та упрямая лягушка, которая вместо того, чтобы утонуть в сметане, взбила ее в масло. И теперь ж не замысел органично вписывается в стандартную линию моего поведения. Я бы на месте той квакуши довел дело до твердого сыра. Понимаю, что это невозможно. Но ведь в случае со сметаной тоже использовалась натяжка. Если мое упрямство помогало раньше, может, и сейчас сработает? Зеленый, я знаю, что ты не любишь сидеть в клетке, но придется смириться, иначе ты можешь удрать и плететь меня искать, а это нежелательно. Но у тебя по-прежнему есть альтернатива. Подскажи способ вылечиться или хотя бы намекни, как связаться с теми, кто его знает. И тогда мы все переиграем. Мне ведь тоже не хочется в одиночку бродить по этим холмам. Гостиниц теплых там нет. Ну как, договорились? Скажешь? Нахухлившийся птиц воплощал с собой само недовольство. Оцаревшие кончики перьев, взъерушенный вид, затаенная злоба в глазах. Он не любил, когда его закрывали в клетке. Да и сухой закон в походе достал его уже до печенки. И во взгляде еще что-то странное. Пестрая помесь сочувствия и упрямства. Молчишь? Ну, молчи-молчи. А еще друг называется. Тут уж попугай не выдержал. Сходи и утопись по-быстрому. Не заслоняй мне солнце. Я покачал головой. Ну ты и сволочь. Молчи, смерть. Сгною. Зеленый, если я вернусь, то первым делом тебя на бульон пущу. В этом вертепе могут и отравить. Я знаю, что ты тварь ядовитое. Но ради такого дела рискну. Тук, прислушиваясь к нашей милой беседе, насторожился. А чего это вы сказали, если вернусь? Оговорился. Когда вернусь? Горбун недоверчиво нахмурился. А я, переводя мысли этого простодушного человека на другую колею, приказал. И епископу передашь, чтобы организовал перевозку угля от тех ям, что у межгорца в холмах устроили. Там его много уже должно накопиться. И до моего возвращения следить за его поведением. Чтоб ты до смерти подавился! Возмутился птиц. Как это следить? Уточнил Тук. Если волноваться начнет, значит готовьтесь встречать нечисть. Так, если его не поить и держать в заперти, то он весь замок разнесет, а вы говорите волноваться. Все равно следите. И долго вас ждать? Как получится. Два-три дня минимум, а то и неделю. Наверное. Я ведь вряд ли продержусь здесь дольше, но об этом Туку лучше не знать. Эх, зеленый-зеленый, но почему ты молчишь? Ведь наверняка что-то знаешь, гнусная, скрытная тварь. Вот и все. За поворотом дороги скрывается хвост колонны. Всадники, обступившие вереницу устало плетущихся межгорцев. Они уходят в Мальрок, а я остаюсь. С востока и юга все те же каменные холмы. На западе петляет быстрая речушка, питающая черное озеро. Лес здесь сводить некому, дикие места, но приличной растительности все равно мало. Лишь по берегу и в распадках темнеют зимние безликие заросли, да кое-где на склонах зеленеют невысокие, но пышные заросли древовидного можжевельника. Здесь и летом уныло, а уж сейчас. Природа, будто приветствую мое самоубийственное решение, плюнула в лицо порывом холодного ветра, усиленного шариками ледяной крупы. Пару минут как остался один, но уже проклинаю себя за глупость. Ладно, пожалеть себя любимого всегда успею. Что мы имеем? Я один, это плохо. Но мне уже доводилось бывать в одиночестве. Я сумел море переплыть самостоятельно, мною медведь подавился, так что опыт выживания имеется. Я не в самой лучшей физической форме, это тоже плохо. Но и в таких делах у меня тоже есть опыт. Много ли найдется людей, способных на сломанных ногах сбежать из-за стенка, сжечь тюрьму, разгромить обитель инквизиции, отыскать пропавшего друга. Лично мне такой человек известен в одном экземпляре. Будь у меня зеркало, сейчас бы на него полюбовался. Что с вещественным обеспечением? Имеется транспортное средство, лошадь, одна штука. Брать вторую не стал, сил не хватит в сумах запас продовольствия. Овца, сухая одежда, кусок натертый воском парусины. Туг даже позаботился о вымазанной в смоле лучине для растопки костров. При моем аппетите протяну недели две. Коню придется хуже, в основном будет довольствоваться подножным кормом. Ничего, как-нибудь перебьется. Есть арбалет, не слишком сильный, но очень удобный. С таким даже немощный сможет управиться. Два ножа, легкий свинцовая гирька на плетеном ремешке. Не сказать, что готов к серьезному бою, но хлеб нарезать сумею. Если вспомнить мой великий поход по морю, тогда из имущества имелись лишь рубаха и штаны. Однако даже при столь слабом материальном обеспечении я сумел расправиться с медведем. Один раз убил, на второй убежал. Преодолеть десятки километров водных пространств, развести костер и даже нашел себе одни плюсы. Главное не свалиться окончательно, об остальном можно не волноваться. Если сейчас развернусь и направлюсь в Мальрок, скорее всего завтра к вечеру увижу его стены. Но что мне там делать? Я не для того здесь остался. Пора браться за дело. Старую дорогу искать не пришлось. Мой четвероногий транспорт справился с этой задачей самостоятельно. Я просто направлял лошадку вдоль реки и животное, незначительно маневрируя во все стороны, максимальный путь. Через какое-то время стало заметно, что когда-то в этих нехоженных местах было гораздо оживленнее. В природе ровные тропы сами по себе не возникают, тем более такие широкие. Брошенный тракт. Доводилось же по таким бродить в начале своей эпопеи. Как я не старался, но следов человеческих рук не замечал. Просто ровная лента, тянущаяся меж холмов. Ни брусчатки, проглядывающие между островками мха и пучками высохшей травы, ни остатков придорожных строений. Но все равно уверен, я на правильном пути. Это то самое место, о котором рассказывал умерший старик. Я иду по следам своего предшественника. Сворачивать некуда, и это радует, значит, направление единственно верное. Недолго я радовался открытию. Погода серьезно ухудшалась, крупа теперь сыпала почти непрерывно, а иногда начинал валить мокрый снег, причем крупными хлопьями. Затем попалось первое несомненное творение рук человеческих, но я этой находке не обрадовался. Все дело в том, что это были остатки моста, каменные быки, некогда несущие бревенчатый настил, и руины дозорной башенки по левому берегу. Естественно, от настила не осталось и следа, но вот река никуда не делась, все так же бесновалась внизу. Река по закону пенились среди волунов на сплошном перекате. Мысль о том, что надо попробовать перебраться через это безобразие, мне не понравилось. Там и здорового с ног может сбить, а такого доходяку, как я, ждет судьба окурка, угодившего в смываемый унитаз. И лошадь не очень-то поможет. Верхом переправляться нельзя, животине и без ножа трудно придется, а привязываться бесполезно. Буду утопленником на веревочке. Что делать? Хотелось плюнуть на все, спешиться, скрючиться в позе бублик на боку, завернуться в плащ и просто лежать. Говорят, смерть от холода не так уж болезненно, а до утра я точно не дотяну при такой погоде. С другой стороны, сдохнуть всегда успею, так что пока имеются силы, надо продолжать барахтаться. Подставляя лицо порывом злого, холодного ветра, колючим пулем ледяной крупы и влажным снежным хлопьем, я некоторое время озирал окрестности и в итоге направил коня вверх по течению. В принципе, единственно верное решение, так как брод здесь сомнительный, а что творится в другой стороне, знаю прекрасно, ведь оттуда прибыл. Строители дороги не просто так поставили мост. Местность здесь стала совсем уж разрезанной, а берега чем дальше, тем обрывистее. Я не то что брода, нормальных спусков найти не мог. Вернуться назад, а там что? Да ничего, нет альтернативы, но не может же мне все время не везти. Еще чуть-чуть и обязательно найдется удобная переправа, а за ней непременно окажется сухой грот с запасом дров, где можно будет немного отдохнуть и обогреться. Лошадь, недовольная тем, что мы сменили удобную дорогу на сущее безобразие, внезапно всхрапнула и резво дернулась, вознамерившись сигануть в сторону обрыва. Я с трудом пресек ее суицидальный порыв, при этом поневуле полуобернувшись. То, что заметил за спиной, мне очень не понравилось. Волки, четверка хищников. За время похода к побережью я не раз видел этих серых разбойников, но они всегда держались в отдалении, а сейчас все не так. Рядом показались. Выскочили на склон пригорка, испугав лошадку. Можно из лука добить, или моего несерьезного с виду арбалета. Да что там, сильная рука и копье до них может добросить. Странно, почему я называю их серыми? Шерсть темная, почти черная. Нездорово огромные, немногим матерому медведю уступают. Шерсть короткая, лоснящаяся, глаза красные, смотрят без страха и как-то мрачно. Не похожи они на обычных волков, хотя я не специалист, может как раз все нормально? Дыма в округе не было, но ощутимо запахло жареным. Ни за что не поверю, что волки просто так приблизились. Хитрые твари наверняка не один час за мной наблюдали и наверняка поняли, что я сейчас по сути корм собачий, а не вооруженный и опасный человек. Санитары леса совершенно правы. При большой удаче я могу подбить одного из арбалета, но на этом все. В седле перезарядить оружие не получится, даже при удобной конструкции взвода потребуется пара сильных рук. Спешиваться самоубийство налетят прежде, чем за рычаг схватишься. Что остается? Ехать дальше с подчеркнуто безмятежным видом, дескать, все замечательно и прекрасно, а волки мне не мешают. Конь принял решение за седока. Видимо, как и серые, тоже не воспринимал меня всерьез. Заржал и, не обращая внимания на поводья, понесся вперед. Я почти сразу не вылететь из седла. И мне не пришлось оглядываться на волков. Я без того не сомневался, что они в затылок дышат. Лучшая приманка почти для всех хищников это вид улепетывающей дичи. «Давай, родной, ходу!» крикнул я. Коня вряд ли это приободрило, но ничем другим я ему помочь не мог. Сейчас бы по-хорошему обернуться и разрядить арбалет в самого прыткого серого. Стая, потеряв спринт лидера, ослабнет, увеличив наши шансы. Вот только не взведен он и поправить это я не смогу. Даже здоровому человеку заряжать на скаку нелегко. Неровное бездорожье, осложненное россыпями валунов и островками непролазных зарослей местного древовидного можжевельника, превращало нашу гонку в рискованный аттракцион. Меня то подбрасывало вверх, то норовилось снести в сторону, то в седло вжимало. Мотало так, что впору зубами в гриву вцепляться. Ослабевшие руки того и глядя подведут. Отвлекаться на стрельбу никак невозможно. Даже для крепкого парня рискованно, а уж для меня. Вот и подбадриваю лошадку истошными криками. На нее теперь вся надежда. Видимо плохо подбадривал. А может и впрямь высшие силы решили превратить мою полосу невезение в кольцевую трассу. Хотя и без них могло обойтись. На такой местности конные скачки ни к чему хорошему не приведут. Я не видел, что произошло. То ли копыта зацепилась за камень, то ли угодила в норку суслика, или просто рыхлая почва подалась. Да не столь важно. Просто лошадь закричала, мир бешено закрутился, навстречу бросилась земля, а потом стало темно. Странно, но очнувшись, я в тот же миг осознал всю глубину бесперспективности ситуации, в которой оказался, и преодолевая головокружение, смог вскочить относительно бодренько. Потом, правда, тело подвело, даже на адреналиновом подъеме слабость своя взяла. Пошатнувшись, удержался от падения с помощью подвернувшейся под руку ветки колючего кустарника. Сжав ее до крови в проткнутых ладонях, успокоил вестибулярный аппарат и только потом смог обернуться на источник неприятных звуков, располагавшийся, судя по всему, неподалеку. По поводу дистанции я и впрямь не ошибся, действительно, неподалеку, точнее, шагах в десяти. Труп моей несчастной лошадки. Для констатации смерти ветеринар не понадобится, но не может она жить с неестественно вывернутой шеей. К тому же, на совесть обгрызенной. Процесс грызни продолжался. Четверка странных волков, не обращая на меня ни малейшего внимания, набивала желудки кровавым мясом моего несчастного транспорта. Глядя, с какой скоростью их челюсти расправляются с крепкими жилами, я невольно сглотнул. Против таких хлеборезок я и в лучшие дни не выстоял бы, а сейчас... Арбалет, где он? Ну, естественно, так и остался в сумке, причем разряженный. Подойти и забрать? Ага, так они мне и позволят копаться в барахле. Все мои вещички теперь принадлежат им. Да и я могу стать волчьей собственностью, если им не хватит конины. С такими аппетитами это запросто. Как бы прочитав мои мысли, один из волков повернул голову и яростно работая челюстями, покосился оценивающе, будто прикидывая количество мяса и требухи, которые можно из меня получить. Под этим взглядом я почувствовал себя крайне неуютно, инстинктивно шагнул назад, потянулся к рукояти меча. Хищник, проглотив комок мяса, оскалил зубы, утробно зарычал. Остальная тройка будто по команде прекратила пиршество, уставилась на меня. Вот теперь точно хана. Сейчас порвут. Нечего и думать уйти. Так глупо закончить. Выхватить меч и продать себя подороже? Как же? Продам. Хорошо, если хоть одного поцарапать успею. Немощь ходячая, недоразумение безголовая. Вот надо было взять с собой тука, а не выдумывать небылиц. Первый волк напрягся, приседая перед прыжком. Сейчас сиганетые. Но даже в этой ситуации у меня оставалось два выхода. Первый. Погибнуть со стопроцентной гарантией от волчьих клыков. Второй. Удрать, получив шанс на спасение. Да-да, удрать. Нечего и думать перегнать волков. Но это не понадобится. В паре шагов от меня земля обрывается, и там, под высоким обрывом, журчат воды раздувшейся речушки. Вряд ли хищники станут меня преследовать. Зачем тратить силы и время, если у них полно свежей конины? Я им сейчас не нужен, странно, что вообще агрессию проявляют. Умереть всегда успею. Надо драпать, причем срочно. И надеяться, что удача хоть немного смилостливится. Обрыв высок, а река не глубока. Но смерть от удара головой о валун все же лучше, чем от клыков. Не колеблясь, рванулся назад, одновременно разворачиваясь. Краем глаза увидел, что волки, дернувшись следом, тут же замерли. Они не хотели лететь следом. Страшный миг падения. И еще более страшная картина приближения речного русла. Валун на валун громоздится, один больше другого. А ямка, которую я облюбовал, такая крошечная и неглубокая. Глава пятая. Суровая теория и унылая практика. Было это бесконечно далеко во времени и еще дальше по расстоянию. А если точнее, уже не знаю где. Забездный, земля, родной дом, типичная жизнь обычного человека. Ну, разве что чуть-чуть выбивающегося из среднестатистических показателей. Почему бесконечность? Я не знаю, сколько прошло с той поры, когда нормальная жизнь осталась в прошлом. Около полугода назад, если сложить земное время и местное. Но, как знать, не исключено, что здешнее мгновение равно тамошнему веку или наоборот. Ведь все относительно. С расстоянием еще проще. Даже умники, сумевшие меня сюда забросить, на такое никогда ни за что не ответят, потому что ответ невозможен. Новая жизнь началась в тот миг, когда в кабинете с высоким потолком они сообщили неприятную новость существовать вам, молодой человек. Осталось не так много, как вы рассчитывали, а именно два-три месяца, потом мучительная смерть. По сути, почти так и вышло. Я уже не один раз умирал, а уж намучился-то как. Есть такая поговорка, ищет на свою задницу приключения. Про меня сказано, но слишком скромно. Складывается такое впечатление, что нижних частей спины у меня не меньше трех, и каждая прямо-таки переполнена талантами в области поиска неприятностей. Те, кто меня готовил к миссии, видимо, это подозревали и пытались научить подопытного неудачника беречь талантливую часть организма в любой ситуации. Хоть и наспех, но я нахватался немало полезной информации, а кое-где и практикой успел закрепить. Был там один дедушка. Словами не описать, но уверен, если заморозить его в жидком гелии, затем проехаться по ледышке асфальтовым катком, а потом выбросить то, что останется, в яму с голодными хищниками, он сделает лопату из собственных ногтей, прокопает подземный ход с электрическим освещением и выберется на поверхность живым, здоровым, в идеально отглаженном костюме из тигренных шкур. Это был настоящий гений. Куда там интернет-воживальщикам? Этот динозавр вряд ли когда-нибудь прикасался к клавиатуре. Он просто начинал это без суеты, выбирая самый эффективный вариант и в самые острые моменты оставался тоскливым стрякашкой с потухшими глазами. Нам скучна обыденность, а ему скучно всё. Его не удивить и не напугать. Он всегда готов ко всему. Ни одна уважающая себя неприятность не рискнет сталкиваться со столь расчетливым субъектом. А вот его ученика они почему-то обожали. Ещё минуту назад у меня была лошадь, сухая одежда, запас продовольствия и оружия. А теперь лошадь грызут волки переростки. Одежда вымокла до последней нитки. Продовольствия нет, а из оружия лишь два ножа и меч. Причём последним я и помахать как следует не смогу. Сила не те. Хотя купание в ледяной воде взбодрило серьёзно. Придя в себя после неуклюжего падения в реку, я подняв голову над поверхностью шумно вдохнул и на один миг почувствовал себя почти что прежним ловким данным. Лишь на миг. Потом опять немощь навалилась. Но всё равно приятно. Значит, в стрессовой ситуации можно рассчитывать на резервные возможности. Прежде всего надо осмотреть ноги. Им больше всего досталось при ударе. Холодная вода штука коварная, может сгладить боль даже от серьёзной раны. Хотя и плюс имеется. При понижении температуры сосуды сужаются и кровь вытекает в дырке просматривается добротная садина. Видимо валун задел. Не так страшно. Ноги действуют. Руки тоже. Спина распрямляется. Будем считать, что серьёзных травм нет. С медосмотром покончено. Надо сматываться отсюда, пока льдом не покрылся. Да и волки могут не полениться спуститься. Кто знает, чего можно ожидать от этих чёрно-серых мутантов. Только выбравшись на камни, понял, насколько холодна вода. При падении она обожгла, но шок от удара заглушил первое впечатление. А сейчас даже в мокрой одежде чувствовал себя как в бане. Это, конечно, ложное ощущение. В нынешнем состоянии свалюсь от гипотермии через несколько минут. Фигушки не на того напали. Вперёд, к противоположному берегу. Проваливаясь по пояс, падая под напором течения, хватаясь за скользкие валуны. Двигайся, Дан, шевелись, быстрее. Последний рывок. Всё. Выбираюсь на мелководье с ровным дном, сложенным мелкими разноцветными камешками. Будь ситуация другой, не поленился бы остановиться, чтобы, как обычно, изучить каждый на предмет обнаружения полезных ископаемых. Но сейчас хоть золотыми самородками усыпь всю округу, нет мне до них дела. Берег. Река осталась за спиной. Топиться как можно быстрее не сбылось. Хоть какой-то плюс. А замёрзнуть пернатая скотина мне не пожелала? Не помню, но я к этому близок. Холод такой, что кости льдом покрываются. Зубы стучат с шумом работающего перфоратора. Небось эмаль вся растрескалась. Дальше здесь нельзя оставаться. Волки близко. Хоть они и заняты лошадью, не стоит дразнить хищников зрелищем обессиленного человека. С обрыва высокого берега они меня видят прекрасно. Вламываюсь в заросли зимних кустов. Кое-где остались болтаться засохшие листья, но всё равно видимость прекрасная. Понимаю, что по этим дебрям мне придётся топать не одну сотню метров. Идти тяжело. Мокрая одежда будто свинцом залита. В сапогах чавкает вода. Трясущиеся колени подгибаются от слабости. Тело колотит от холода. Мне бы сейчас в парилку, а не экстримом заниматься. Сбоку пронзительно заорал испуганный фазан. Бросился удирать бегом будто карликовый страус. Совершенно зря. Я сейчас даже букашки обидеть не способен. Очередные кустарниковые дебри сцарапали лицо. На колючки нарвался. Выбравшись из зарослей, увидел впереди склон холма. Чуть правее его обрезало узкое неглубокое ущелье. Хотя мозг почти отмерз, но остатков разума хватило, чтобы понять, там продолжается та самая трижды проклятая дорога, которая завела меня в эти неприятности. А еще там видны следы недавнего оползня. Деревья на его краю стоят вкрив и вкусь. Некоторые склонились до земли. Среди них есть и сухие. Это шанс. Идти пришлось в быстром темпе, на грани бега. Медленнее нельзя, окоченею. Так тоже долго не протяну, загнусь от перегрузки. В моем состоянии даже в халате и легких тапочках такой темп развить трудно. Но я делаю это через не могу. С хрипом с загнанной лошади, с полем зрения, свернувшимся в узкий туннель, направленный высохло на корню, сбросило кору, белеет голым стволом и сучьями. Меч изножен и резкий удар. Да уж, резким я его назвал преждевременно. Раньше такую палку играючи перерубал, а сейчас начал расшатывать засевший клинок. Сук не выдержал издевательств, затрещал. Освобожденное оружие вырвалось из рук, покатилось по земле, а я плюхнулся на пятую точку, заработав упавшей деревяшкой по голени. Удар был силен, но боли даже не почувствовал. Окоченевшая кожа потеряла чувствительность. Непослушными пальцами вытащил из-за голенища нож. Начал строгать ветку. Поначалу процесс продвигался относительно легко. Внешний слой, размягший от нескончаемых дождей, поддавался будто пластилиновый. Но потом дело дошло до незатронутых влагой слоев, и вот тут моим замерзшим рукам пришлось не сладко. Отвлекая голову от безнадежных мыслей, начал вспоминать дедушку инструктора и его рассказы о миллионе способов разведения костров. Жаль, что этого старика сейчас рядом нет. Ему плевать, что весь мир вымок на три метра вглубь, что нет сухой травы или бересты на растопку. Он из тех людей, которые на дне моря шашлык приготовят, моих проблем даже не заметят. Быстрее, Дан, быстрее! Надо успеть добыть огонь, пока с неба опять не полило. Тогда все твои приготовления вмиг оцареют, и это конец, сил на новую попытку не осталось. Как нетрудно было, но кучка чистой стружки разрослась до габаритов небольшой горки. Все, этого должно хватить, теперь нужны дрова посерьезнее. Будь у меня силы, наколол бы мечом. Не топорик, конечно, но за неимением стюардессы любят пилота. Сил нет, придется импровизировать. С пояса снял второй нож, боевой. Толстое лезвие сужается к острию, образуя стальной клин. Хорошая штука, если надо проверить, нет ли чего-нибудь интересного под ребрами недруга. А вот хлеб резать таким неудобно. Приставил кончик ножа к изрезанной палки. Заехал по рукоятке булыжником. Еще раз и еще, забивая в древесину, раскалывая по волокнам. От камня отлетел осколок, до крови ужалил в щеку. Но я не обратил на это внимание. Успокоился лишь заготовив кучку колотых сухих палочек. От них разгорится сорятина, которой под деревом полно. Даже такой доходяка, как я, легко насобирает. А теперь самый сложный пункт программы. Это и к лучшему. Промокнув, они приходят в негодность в отличие от огнива. Огнива. И еще до того, как взялся за дрова, отцепил от пояса кожаный мешочек с приспособлениями для разжигания огня. Разложил на сухом камне. Вода в него толком попасть не успела, но и пробравшихся единичных капель хватило, чтобы вызвать у меня нехорошие предчувствия. Пора проверить, повезет ли мне хотя бы в этом. Полоска железа с насечками. Кресала. Грубое подобие напильника. И увесистый камень, подозревая, что это перит. Клочки обугленных тряпок, комок высушенного мха, непонятный пористый кусочек черной массы. Очень легкий. Все это барахло называется труд. В теории попадание искры на него приводит к немедленному возгоранию. На практике напильник кресала в левую руку. Пальцем прижать к железу колбаску из завернутого в обгоревшую тряпицу мха. Перит в правую ладонь. Прицелиться. Ударить. И огласить округу выражениями, свойственными специфическому слою пласта русского языка. Даже замороженным конечностям больно, если по ним стучат камнем. Вторая попытка. Блин, Дан, ты же ловкий парень, попадай по кресалу, а не по себе. Есть. Но бестолку. Не еще. Вот теперь пошло. Раздуть труд. Бросить в кучку стружки. Прикрыть ладонями от ветра. Огню мое угощение понравилось. Занялся лихо. Труд вытаскивать и тушить не стал. У меня еще остался. А сейчас не до экономии. Теперь колотые палочки. И побыстрее. Стружка сгорит в одну минуту. Когда под деревом с ревом задымила солидная куча сырых веток, я на остатках сил подтащил тройку трухлевых бребнышек. Установил так, чтобы прогорала середина. Таким несложным способом из трех сделаю шесть, а потом выберу парочку по суше, использую как основу для примитивной лежанки. Не на мокрой же земле валяться. Скинул тяжелую одежду. Присел. Протянул руки к теплу. Прикрыл глаза. Чувствовал я себя так, будто мне понадобилось заниматься такой ерундой, но уверен, что сделал это в одиночку и без остановок. А теперь надо отдохнуть. Отдых. Блаженный отдых. Стоп. Дурак. Не расслабляться. Так и уснешь сидя, а потом инстинктивно придвигаясь к теплу завалишься в костер. Надо потерпеть еще немного. С неба опять сыпануло крупой. Погода решила, что можно продолжить издевательство. Поднялся со скрипом в коленях и хрустом в обдуваемой ветром спине. Разрушающееся тело вело себя как чугунный корпус несмазанного робота. Перетащил к костру все крупные палки, которые оказались мне под силу. Толку от них будет больше, чем от мелочи. В таком состоянии я не смогу следить за огнем непрерывно. Тройку увесистых веток поставил на манер каркаса вигвама, скрепил поверху размочеленным гибким прутиком. Не сказать, чтобы получилось уютное жилище, но крупа будет меньше на макушку сыпать, да и жар от костра кожа и шерстяная ткань отражают на озябшее тело, заодно подсыхая. В мокрую землю вбил пару сучков, вверх тормашками повесил на них сапоги. Воды в них столько, что их у камина сзади не высушишь, но хоть что-то. Длиннополая рубаха осталась на мне. Вскоре жар от костра стал нестерпимым. Хоть крупа и снег продолжали сыпаться, помешать накоплению раскаленных углей они не могли. Устроив под плащом навесом несколько огрызков пережженных бревнышек, навалил на них веток с сухими листьями, разлегся почти как король. Левый бок дымится от стремительно высыхающей одежды, правый покрывается гусиной кожей. Приходится вертиться. Я был уверен, что не смогу уснуть и минуты спокойно не пролежишь в такой обстановке. Но когда в очередной раз продвинул в пылающее нутро костра прогоревшие дровишки и стал подумывать, что надо бы подложить под руку порцию свежей сырятины, начал подремывать. Клюнув носом первый раз удивился. Решил, что время еще не позднее, чтобы отрубаться и надо еще много чего сделать. Силы, конечно, в минусе, однако, если поискать, должно замерзнуть можно, да и волки где-то неподалеку бродят. Не готов я к серьезной ночевке. Но все эти мысли бесследно растворились в бездне отупевшего от усталости мозга. Холод, боль, нытье в натруженных суставах, неудобные ложи, ничто не помешало. Я, без пяти минут граф Мальрока, привыкший спать на единственной замковой перине, неподалеку от никогда не гаснущего камина, вырубился на кучу сырых сучковатых веток перед дымным костром, трещавшим сырыми дровами. Сверху доставал мокрый снег, сбоку поддувал холодный ветер. Но, честное слово, с самого лета не спал так комфортно. Странно, но я ни о чем не жалел. Как бы мне не было хреново, подспудно подогревала непонятно откуда взявшаяся уверенность. Все, что делаю, правильно. Ну, или почти пытаюсь барахтаться. Однако, до утра эта уверенность не дожила. Проснувшись, я едва не застонал. Холод сковал левый бок, а все остальное оккупировало ноющая боль, доходящая до острой в местах, куда впились неровности неказистого ложа. Мрак кромешный, костер прогорел, кольцо тлеющих веток, уцелевших по краям, освещает лишь присыпанный пеплом пятачок выжженной земли, отделенный черным кольцом прогоревшей почвы от тонкого белого покрывала выпавшего снега. Ветром нет, с неба тоже ничего не сыплется, но назвать обстановку безмолвной нельзя. Где-то за сырой стенкой моего шалаша раздаются странные утробные звуки и шум сминаемой сухой растительности. Там кто-то бродит и, судя по всему, не в одиночку. Я давно уже не верю в хорошее и сразу заподозрил, это не Дед Мороз со Снегурочкой и не стая зайчиков. Черно-серые приятели доели лошадку и решили навестить ее хозяина. Вряд ли они раскаялись и захотели принести мне свои извинения. Похоже, тварям не хватило конины и они не прочь закрыть продовольственный вопрос человечной. Я, разумеется, как раз против, но что могу поделать? Пик вечерней активности остался в прошлом, деградировал еще круче. Убить несколько волков не смешите, но издаваться рано. Что мы имеем? Имеем мы, по всей видимости, все тех же четырех тварей, очень похожих на крупных волков. Не они только что умяли лошадь, но и назвать их стопроцентно сытыми язык не поворачивается, ведь сюда они пришли не просто так. Что из этого следует? Отсюда следует, что животы у волков набиты, и звери вряд ли будут столь же агрессивны, как днем. Но и смотреть на меня влюбленными глазами не станут. Надо действовать, если не хочу оказаться там же, где но такой почему-то боюсь гораздо сильнее, чем гибели, допустим, от попадания проглоченной сосиски в бронхи или приземления головой в бетонный козырек подъезда. Я почему-то совершенно точно знаю, что так мне помирать нежелательно. Удивительно, как много бредов всплывает в стрессовых ситуациях. Но одна польза есть. Истощенный организм напрягся и выдал порцию адреналина. Лучший допинг, по счастью, не запрещенный Олимпийским комитетом. Даже мертвого способен поднять, что частенько используют реаниматоры, делая укол в сердце. Звери пока что не разобрались с устройством моего шалаша или просто опасаются приближаться к остаткам костра. Но это не затянется навечно. В любой миг могут заняться мной всерьез. Поднявшись все с тем же хрустом, не сдержал болезненного стона и перепугавшись еще больше, бездумно ухватил охапку заготовленных с вечера веток и швырнул на тлеющие угли. И тут же проклял себя за тупость. Сырые дрова окончательно погасили и без того скромное сияние, выдав вместо огня облако удушающего дыма. Шум за шалашом усилился. На фоне снега я отчетливо различил тень, пробирающуюся по направлению ко мне. Ухватив тлеющую деревяшку, с яростным криком ткнул огоньком в морду самой любопытной твари. Волки, существо опасное, но это просто звери. Вот и этот не исключение. Испугавшись крика и огня, пулей отскочил назад, рыкнул, растворился в кустах. Недалеко ушел, несколько шагов, но в этом мраке разглядывать его бесполезно. Раздув огонек на конце деревяшки, описал ею круг в воздухе, злобно заорал во тьму. «Ну, сюда! Я один! Вперед!» Никто не последовал моему призыву. И правильно, нормальный зверь не станет рисковать, нападая на бешено орущее существо, вооруженное кусачим огнем. Голодный или перепуганный может и не на такое решиться, но это не тот случай. Рано или поздно волки до меня доберутся, но пока что я заработал отсрочку. Когда дымящиеся ветки наконец вспыхнули, я испытал ни с чем несравнимое облегчение. Если зверей пугала тлеющая деревяшка, то такая иллюминация может до икота двести. Еще охапку сверху! Пусть пылает! Подкармливая костер, едва не рухнул в огонь, ноги подогнулись. Проклятие! Я конченая развалина! Мне без волков недолго жить осталось. Вот зачем еще они на мою голову свалились? Звери не рисковали высовываться Я собрал в округе все легкодоступные запасы дров. Куча вышла приличная, но на вечно ее не хватит. Что будет, когда останусь без огня? Нетрудно догадаться. Погладил рукоять меча. Похоже, без драки не обойтись. Учитывая, что я сейчас и от зайца не в состоянии защититься, бой выйдет забавным. Запоздалый зимний рассвет застал меня над еле теплящимся костерком. Ловя измученным телом жалкие крохи тепла, я с тоской косился на то место, где вечером возвышалась груда дров. Сейчас там было чисто, даже пучков прошлогодней травы не осталось. Когда хищники высовывались из кустов, я подкидывал в огонь это мгновенно сгорающее топливо, пугая волков вспышками пламени. Но с каждым разом они все меньше и меньше боялись этого безобидного представления. В отличие от страха, аппетит их усиливался. Обернувшись через плечо, в очередной раз убедился, ничто не изменилось. Четыре твари нетерпеливо притоптывают в зарослях, поглядывая на меня как-то нехорошо. Сейчас огонь догорит, и придет пора подводить жизненные итоги. Шансов отбиться у меня нет, укрыться негде, помощи ждать неоткуда. Выходов из ситуации не вижу, да и не ищу их. Устал. Вот стоило забрасывать человека в другой мир, чтобы он закончил так глупо. Погодка зато радует. Восток почти очистился от туч, солнечные лучи слепят, отражаясь от белоснежной поверхности присыпанной земли. Теплеет, к полудню все таять начнет, но я этого уже не увижу. Еще раз обернулся, но, увы, все та же беспросветная задница. Волки ждут, недолго им осталось. А вон где-то вдали тоже огонь горит. Наверное, мелкая группа межгорцев прячется в холмах. Они это дело любят, чем укромнее уголок, тем больше шансов на них нарваться. Похоже, уверены, что чужих в округе нет, иначе бы не стали так демаскировать свое убежище. Как ни тошно мне было, но мозг еще что-то соображал. Встрепенувшись, я уставился на столб дыма, поднимающийся над холмом. Не сказать, чтобы густой, наоборот, просто расстояние невелико, да и на фоне ясного неба, спасибо погоде, рассмотреть легче. Враги это, друзья, я не знал, но готов променять компанию из четырех волков на что угодно, хоть на всех чертей ада. Мокрая, заиндивилая одежда трещала в руках и не желала занимать своего места на плечах, а тяжелела так, что для моих измученных рук стало сущим наказанием. Кожаный колет в одиночку и здоровому не просто одеть, а уж мне пришлось прилагать героические усилия. Забрался в него будто гусеница, после чего с хрипом и еле слышными проклятиями затянул все, что смог. Покосившись на кольчугу, отвернулся. Не греет, но даже будучи почти шедевром местного кузнечного дела, весит не меньше полупуда. Будет возможность, вернусь и заберу. А не будет, так пусть ее ржа съест. Брюки. Но почему аборигены не додумались до молний и нормальных пуговиц вместо этих неуклюжих приспособлений? Они будто специально решили домучить то, что от меня осталось. Выбрал две самые длинные головешки, взял в руки, кое-как поднялся, ветра нет, а шатает будто тополь в ураган. Эдак я вряд ли сумею добраться до чужого очага, тем более с такими спутниками. Волки, как ни странно, вели себя прилично, молча взирали на мои сборы, не предпринимая попыток подобраться поближе. Но и не особо скрывались, охотно демонстрировали свое присутствие, что наводило на неприятные предчувствия. Погрозив им дымящийся головней, пригрозил «Глаза выжгу, если сунетесь». Вряд ли они понимают человеческий язык, но угрозу должны почувствовать. Хорошо, если поверят, что я и впрямь опасен. Сам я в такое не верил. Первый шаг. Боги. Для меня и одного много, а сколько же их придется сделать еще? Колени при малейшей попытке согнуть сводило нестерпимой болью, суставы хрустели будто под ржавой пилой палача, щели ввалившихся глаз заливало слезами. Похоже, я слишком оптимистично решил, что у меня еще сохранился резерв сил. Ничего нет и уже не будет. Свалюсь, не пройдя и половины пути. Ведь не меньше двух километров надо преодолеть. Пустяк для здорового и бесконечность для меня. Боль, черные мысли, обреченность, а все равно продолжаю идти. Тот механизм, что позволяет человеку не думать о мелочах, вроде координации движений, начал давать сбои. Я усилием воли по очереди переставлял ноги и поднимал падающую на грудь голову, чтобы через перенос слез рассмотреть далекую цель. Теряя равновесие, упирался в землю головнями, из-за чего они быстро растеряли огонь, перестав дымиться. Но я этого уже не замечал. Не знаю, сколько продолжалась изощренная пытка, но обходя замшилый валун, преградивший путь. Я в очередной раз, упершись в землю потухшей головней, расслышал треск и, не встретив опоры, рухнул на бок, крепко приложившись ребрами о камень. От нестерпимой боли парализовало дыхание. Утробно замычав, приподнялся на колени, обхватил живот, жадно начал хватать ртом воздух. Но тщетно, в горло он не проходил. Когда в глазах уже начало темнеть, легкие все же набрали сил для последнего рывка. Воздух пошел, от спазмов я застонал, а потом закашлялся, рожая снег алыми брызгами. Не надо быть доктором, чтобы осознать серьезность происходящего. Но не время обращать внимание на новые неприятности. Надо дойти, а уж там расслаблюсь. Как бы не так. Позади, совсем рядом, хрустнула веточка под звериной лапой. Оглянулся. Так и есть, знакомая стая. Подобрались на десятых шагов, смотрят внимательно, прямо как вчера. Хорошо запомнил я эти милые взгляды, после них без лошади остался. С трудом приподнял уцелевшую головню, попытался погрозить, но наконец понял, огня у меня больше нет. Волки, похоже, тоже догадались об этом, потрусили вперед с Данильзи уверенным видом. Вряд ли собирались обнюхать мои сапоги, все гораздо хуже. Ухватился за рукоять меча, с натугой вытащил клинок из отсыревших ножен. Неловко взмахнул, зловеще осклабился. То ли морда моя выглядела многообещающе, то ли в жизни волков уже бывали ситуации знакомства с кусачей сталью, но зверей проняло. Замерли, самый прыткий опустил голову к земле, глядя из-под лобья, оскалил клыки, утробно зарычал. Направив на него острие кривого меча, хрипло пообещал. Просто так вам меня не взять. Хоть одного, но отоварить успею. Пошли вон! Шагнуть в сторону настороженных хищников передумал. Вряд ли мое движение покажется им слишком уж угрожающим. Походка у меня сейчас будто у бревна контуемого бригадой упившихся грузчиков. Обернувшись, увидел, что дым редеет. Осторожные межгорцы не поддерживают костра или очага при свете дня. Проклятие! Если не пошевелюсь, то не смогу видеть, куда мне надо идти. Я сейчас в таком состоянии, что других ориентиров не в силах воспринимать. Еще и волки на петки наступают. Что там инструкторы советовали для подобных случаев? Забраться на дерево, вырезать деревянное копье и подколоть сверху самого прыткого? Хотел бы я посмотреть, как они проделают такой фокус без рук и ног. Это будет даже немногим лучше моего теперешнего состояния. Вскоре я вновь упал и опять неудачно. Разбил лоб о камне. Вожак стаи, воодушевившись зрелищем человеческой неуклюжести, рискнул приблизиться. Но от боли и ошеломлений я на миг стал чуть сильнее изможденного дистрофика и сумел так ловко взмахнуть мечом, что едва не задел звериный нос. Блеск стали хищника и впрямь пугал. Он пулей отпрыгнул назад и, не сводя с меня взгляда, начал торопливо опорожнять кишечник, верный признак душевного разлада. Хорошо, что он не знал правды. Эта неуклюжая вспышка была последним приветом от былого Дана. Дальше тело и разум начали отказывать всерьез. Смутно помню, что брел уже не видя куда. Завывая на волков, не в силах угрожать членораздельно. Падал, полз на какой-то склон, ломал ногти каменистую почву, скатывался по мокрой глине. В какой-то момент потерял плащ, и это помогло. Ползти стало веселее, а хищники приотстали, изучая брошенную часть гардероба. Вряд ли это надолго их задержало, но в моем случае во благо даже минутный отдых от звериного присутствия за спиной. Почему они меня не разорвали, не знаю. Может и впрямь опасались, что я способен пощекотать их сталью. Звери не голодные, идти на риск даже такой мизерный сочли необязательным. Или решили, что жертва сама вот-вот упадет окончательно, избавив их от хлопот с умерщвлением. Медлительность их погубила, а еще вероятно сильно увлеклись, не заметив, что приблизились кое-чему более опасному, чем почти мумифицированный сэр-страж. К тому моменту я дошел до состояния мычащей скотины, передвигающейся вперед на голых рефлексах. К теплу, к людям, к отдыху, а может и к лечению. И подальше от волков. К они на их желудках не вечно и на место переваренного мяса они быстро определят мои жалкие кости. Когда впереди послышался шум, я не смог разглядеть его источника. Глаза показывали лишь свет и какое-то темное пятно в нем, стремительно приближающееся странными рывками. Решив, что один из волков преградил мне дорогу, я только тут понял, что продолжаю сжимать в руки меч, и даже удивился этому немыслимому явлению. В моем состоянии странно, что головы не потерял, не говоря уже об оружии. Я даже сумел сделать большее, попытался поднять клинок, достойно встретив приближающегося хищника, но куда-то ставший неподъемным меч упал, а следом рука проломилась, и лицо зарылось в пожухшую траву. Где-то впереди то ли ворона прокаркала, то ли человек странно хриплым голосом прокричал, но тень, до того момента летевшая прямо на меня, внезапно изменила курс, жабьями прыжками обогнула мое беспомощное тело и пропала из поля зрения. А потом за спиной началась бойня. Я не видел, что там происходит, но звуки не оставляли простора для неуверенных предположений. Моих волков убивали. Деловито, без угрожающих криков и звона стали. Удары, треск ломаемых костей, сочно отвратительный шум, с которым разрывается плоть. Отчаянный виск улепетывающих хищников, неожиданно превратившихся в дичь. В угасающем сознании билась лишь одна мысль. Кто-то в одиночку вышел против четверки матерых волков. Не знаю, друг он мне или враг, но если последнее, то нечего и думать о сопротивлении. Все, Дан, ты окончательно приплыл. Но упрямство мое было безграничным. Я слепо шарил в траве, пытаясь найти потерянный меч, но тщетно. Земля тут, похоже, под уклон идет, и он скатился вниз. Попытался свалиться следом, но и этого не получилось. Чтобы добраться сюда, я выложился без остатка. Ноги на месте, руки тоже. Вот только опираться на них невозможно. Они просто отказываются шевелиться в нужных мне направлениях. Это финиш. Шум схватки затих. Если победили волки, то теперь моя очередь. Если звери проиграли, то как бы ни пришлось об этом пожалеть. Когда за волосы грубо потянули, задирая голову вверх, я даже не смог моргнуть, чтобы прогнать влажную пелену из глаз. Веки опустились и поднять их уже не получилось. Глава шестая обещали принцы Асо. Когда-то, не столь уж давно, в моей непростой жизни был благодатный период прекрасных пробуждений. Когда нехотя подтягиваешься, неспешно поднимаешься, лениво зеваешь до хруста в нижней челюсти, торопиться некуда. Или подскакиваешь по звонку и чертыхаясь, натягиваешь штаны, потому что замедлять процесс не позволяет лимит времени. Или даже ругаешься, если досматривая сон про самого себя в компании с парочкой легкомысленных блондинок, не сумел найти в себе сил, чтобы оперативно отреагировать на дребезжание будильника. Сладкое времечко осталось в прошлом. Теперь мои пробуждения сродни восстанию из гроба. Так же мрачно, страшно и неубедительно, особенно сегодня. Но не могу поверить, что дожил до сегодняшнего дня. А может это не день? Вечер? Ночь? Открывать глаза не спешу, да и не уверен, что веки исполнят приказ. Что нам говорят органы слуха? Ничего не говорят. Или оглох, или тишина мертвая. Оно что подскажет? Тоже ничего. Похоже забит цементной пробкой. Стоп, я не оглох. Звук, какое-то непонятное дребезжание, потом треск деревянный, и похоже бормочет кто-то. Не понять, далеко или близко, уши работают безобразно. Впрочем, как и все остальное. Господи, ну как же мне хреново. Вики поднялись со второй попытки, от натуги в голове болезненно хрустнуло. Зря старался, ровным счетом ничего не увидел. Унылая серая пелена. А слеп может и так. Одно сейчас волнует. Жажда. Дикая жажда. Есть старое проклятие, чтобы тебе никто воды умирающему не подал. Начинаю понимать его смысл. Хотя это казалось невозможным, но я сумел разлепить спекшиеся губы и пробормотать. Само собой подражать косноязычной корове не хотел, но произнести воды не получилось. Треск затих. Затем серая марева перед глазами осветилась от огонька на кончике деревянной щепки. Горящую лучину сжимала костлявая рука с узловатыми пальцами, увенчанными заскорузлыми ногтями. Я заподозрил, что физиономия обладателя столь безобразной конечности вряд ли усладит мой привиледливый взор, но зажмуриться не успел. В поле зрения вплыло лицо, которое я меньше всего ожидал увидеть. Не являюсь поклонником поп-музыки и всего, что с ней связано, но эту певицу знаю. Вечно молодая, вульгарная старушенция, украшенная прической времен давно ушедшей социалистической моды, с грузом неугомонных амбиций, разрушающих все то хорошее, что, возможно, в молодые годы сделала из нее звезду. Еще пикантная черта характера, из-за которой я, даже забредая на относительно серьезные сайты, пробегая взглядом по заголовкам, поневоле узнавал все новости, касающиеся ее личной жизни. Пресса обожает все необычное или извращенное, и эстрадниц, питающих нежную привязанность к юношам, годящимся им во внуки, ни за что не пропустят. Нет, хоть я такой музыки не слушаю, но ничего не имею против этой исполнительности в частности и особенностей современной эстрады в общем. Попса живет своей жизнью, я своей, и сейчас мне не ясно одно, как эта корга здесь нарисовалась. В следующий миг стало понятно, что обознался. Старуха улыбнулась. Нет, я все могу понять. Кризис, демпинг пиратских альбомов и халявных сайтов, откаты музыкальной мафии, пришедшие во время еды и аппетит. С деньгами даже у матерой звезды может быть туго. Но не настолько плохо, чтобы поп-дивы щеголили слюнявыми деснами, кое-где украшенными обугленными пеньками сгнивших зубов. Да и маникюр странноватый даже для рокера-сатаниста. И к созданию прически стилиста непричастны. На дни, похоже, ураганный ветер поработал. Обманулся я из-за сумрака и вывертов подсознание, ищущий знакомое там, где его нет. И даже не от секонд-хенда. Нечто до умиления самобытное. Такое впечатление, что бабушка бегала по лесу, пока не собрала на себя всю паутину. Получилось нечто вроде мерзко выглядящего кокона, в прорехах которого проглядывало давненько немытое тело. Король, гляди, кажись, мужчинка очнулся, глазенки вытаращил. Ну что мычишь, болезный? Поди, по девкам скучаешь. Если и было в данный момент что-то, о чем я скучал меньше всего, то это как раз девушки. Но старуха, похоже, в мои невинные помыслы не поверила. Вот, вижу, все зло от девок. Всегда так. Вот почему ты здесь очутился. Скажи, безутайки, баба виновата. Король, чего он опять мычит? Дам-ка я ему воды. Может, заткнется или чего приятного скажет? Душа моя тут же переполнилась благодарностью к странной старухе. Пусть чудит, как ей заблагорассудится, лишь бы напоила. Воды мне дали неудобным способом, выжали в рот мокрую тряпку. Выглядела она так, будто ею не меньше года драили полы в туалетах общежития для африканских студентов, но сейчас не тот случай, чтобы привередничать. Кашляя и рыдая от раздирающей горло и бронхи боли, я довелся упоительной влагой, стараясь не потерять ни капли. Старуха при этом продолжала разговаривать с невидимым собеседником. Король, а ведь он не старик, просто потасканный какой-то. Где ж нашего парня носила, а? Здесь ведь никто никогда не появляется с севера, ну, кроме бородяг морских мимолетных, но это точно не из-за моря пришел. Вон, глазки будто у теленка, и немощь у него непростая. Ох, непростая. Король, а может он из ваших? Нет? Вот и я так думаю. Сомневаюсь, что в пещере, а я уже понял, что нахожусь в каменном гроте, присутствует особо королевской крови. Весь мой жизненный опыт подсказывал, что одиноко живущая женщина слегка, а может и не слегка, тронулась умом, и теперь может разговаривать с кем угодно. В лучшем случае с собакой или ночным горшком. В худшем, с одноругим демоном, который ведет ее по жизни с помощью разнообразных полезных советов. В частности, любит рекомендовать умерщвлять приходящих северопутников самыми жестокими способами. Я, в принципе, уже не против упокоиться, но хотелось бы не мучиться, и без того натерпился. Дай мне волю, пил бы, пока не лопнул, но, увы, не дали. Вожделенная тряпка исчезла, а затем старуха деловито разобралась с завязками на поясе и непринужденно заглянула в штаны. Свои действия она прокомментировала нерадостно. Смотри-ка, король, стручок у него и впрямь, как у молоденького. Мясистый, сочный, да только какой нам от него прок, если разлегся дохлым червяком? После этих настораживающих слов бабка с надеждой подергала за предмет своего интереса и разочарованно добавила. Совсем плохо, чую я не поднять червяка на дело. И как же мы с ним поступать будем, а? От него ведь получается пользы вообще никакой. Король, думаешь, он пойдет на поправку? Или не стоит браться за зряшное? Я вот даже не знаю, как тут быть, но стручок уж больно хорош, даже спокойный, очень охота его в мужском деле посмотреть. Эй, ты, я не дала тебя волкам сожрать и напоила, и помочь могу, ведаю, как людей лечить, но только службу придется сослужить, мне службу приятную. На последних словах старуха попыталась игриво хохотнуть, но вместо этого прокаркала столь гнусно, что услышь этот смех сексуальный маньяк на пике своей озабоченности вмиг бы превратился в неоперабельного импотента. Хозяйка пещеры и сама поняла, что быстрого положительного ответа от меня ждать не стоит. Молчишь, не мочишь даже, вот все вы такие гуляки, молоденьких вам подавай, вот скажи честно, хоть капельку я тебе нравлюсь, а? Молчишь, ну да мы не гордые, нравится или нет, а за службу отплатить все равно придется, и если не хочешь, чтобы король твой стручок под корешок оборвал, то думай, как бы быстрее мужскую силу набрать, ведь место тут тихое, парней мы давно не видели, соскучились, и если думаешь, что с королем шутить можно, то посмотри на него как следует, но... Понимая затруднения гостя, старуха без нежностей завернула мою многострадальную голову на бок, перед глазами мелькнула стена пещеры, загроможденная связками хвороста, рассохшимися бочонками, корзинами, какими-то досками и ящиками, а потом я увидел короля, выседающего на каменном полу, и вырубился. Слишком серьезная картина для человека в моем состоянии. Не знаю, долго валялся в отключке или как, но когда вновь пришел в себя, подозрительных звуков не услышал. Полная тишина. Рискнул приоткрыть глаза. Без зубой старухи в поле зрения тоже не оказалось. Полный мрак. Или ночь, или без источников света здесь всегда так. Надо прикинуть, куда я на этот раз угодил. Хоть и развалился до состояния полной немощи, но мозг почему-то работает относительно здраво, и грех этим не воспользоваться. Что мы имеем? Имеем обжитую пещеру. Ничего странного, в современном межгорье это обычное дело. Обитает здесь как минимум один человек. Та самая озабоченная старуха. И при ней король. Если мне не померещилось после всего пережитого, то столь титулованные особо относятся к обширному семейству абразин, именуемых аборигенами погонь. Местная нечисть. Стоп. А почему ты так решил? Может, просто зверушка пещерная? Ага. Ну как же? Зверьё, в каком бы мире ни обитало, подчиняется общим законам биологии. Если что-то и нарушает, то по мелочи. А здесь налицо бред в особо крупном размере. Вот возьмём обычных позвоночных. Кистепёрая рыба зачем-то выбралась на сушу, словила кайф от кислорода и назад не вернулась, превратилась в амфибию. В итоге земноводные бегают на четырёх конечностях, эволюционировавшие плавники. Но и жираф тоже на четырёх саванну топчет. А ведь он про рыбу знать ничего не знает. Слишком далеко от неё ушёл. Человек вроде как на двух передвигается. Но это потому, что он в ходе эволюции взвеялся на дыбы и стоял так до тех пор, пока передние ноги не превратились в руки. А у птиц они стали крыльями. При этом и у рыб, и у жирафа, и у канарейки по два глаза. А вот с королём всё не так, как должно быть. Пухлая подушка из непрерывно колышущейся желеобразной белесой массы, четыре многоколенчатые паучьих лапы по углам и единственный здоровенный круглый глаз на тонком подвижном стебле, располагающийся строго посредине конструкции. Размер у твари журнальный столик. Понятия не имею, куда такого урода можно записать. Канарейке или жирафу он вряд ли родственникам приходится. Мне уже доводилось однажды краем глаза видеть нечто столь же сюрреалистическое. Громадный монстр, именуемый в простонародье Бордюк. Отряды Пугани с его помощью проделывали бреши в защитных сооружениях. Не сказать, что он сильно похож на этого одноглазого, но что-то общее между ними есть. Кстати, затейница-старушка недвусмысленно намекнула, что если я не подарю ей энного количества романтических ночей, король сделает со мной нечто неприятное. С одной стороны, есть плюс. Она с пониманием отнеслась к моей нетрудоспособности и вроде как собиралась подлечить. К гадалке можно не ходить, передо мной та самая ведьма, какую искал. Возможно, она знает что-то как раз для таких случаев. Даже если не вернет былой силы, может хоть на ноги ковылять поставит. С другой, чем бы ни обернулось лечение, бабка плату потребует непременно. Хотя знаком с ней всего чуть, но ни капли не сомневаюсь, эта корга свою из пасти крокодила вырвать способна. Чуть что не так натравит короля. И что он со мной может сделать? Не знаю. Но хотя любовался на него недолго, запомнил когти на суставах лап. Особенно бросались в глаза похожие на ножи роговые лезвия серпами, загнутые кверху, чтобы не мешали при ходьбе. Таким можно слона парой движений выпотрошить. Наверняка это не все смертоносные сюрпризы. Теперь понятно, кто меня от волков спас. Боги, да что это я о ерунде думаю? Меня сейчас не то, что порождение погони, дважды упомянутая канарейка легко заклюет. Позиционный тупик. Ночь любви я сейчас даже прекрасной принцессе не смогу организовать, а уж этой престарелой нимфоманке, в сравнении с которой даже баба яга топ-модель. Ладно, все равно альтернативы нет. Удрать я не могу, да и никуда. Буду валяться и дожидаться результатов лечения. Глядишь и поможет, а там и о побеге можно будет подумать. Я не нанимался подозрительных бабок ублажать. Мне вообще-то по сюжету принцесса положена. Спать дан. Не грузи голову, все равно польза от этого пока что не предвидится. В пещере не было ни дня, ни ночи. Или полный мрак, или мрак, слегка рассеиваемый тусклым огоньком лучины. Я выпал из времени, лежал часами, а может сутками, страдая от жажды и нестерпимо болезненных судорог в беспомощном теле. Как избавление принимал появление старухи с ее грязной водянистой тряпкой, унизительными осмотрами и даже попытками эротического стимулирования, проводимыми параллельно со сменой памперсов из древесной стружки и мха. Иногда тряпку окунали в парящий травяной отвар, из-за которого во рту прочно прописалась нестерпимая горечь. Несколько раз ведьма ставила иглы из рыбьих костей, делая это со сноровкой китайского целителя. Пару раз окуривала чем-то настолько едко вонючим, что даже отключившееся обоняние просыпалось. Бывало, что после этих процедур отступала боль, временами возвращалась подвижность в руки, но чаще всего результата не наблюдалось или даже наоборот, меня накрывало еще сильнее. Я разучился спать. Большую часть суток проводил в полудреме, наполненной болью, отрывками воспоминаний и неистовым желанием устраниться от безрадостной действительности, надеясь когда-нибудь подняться и уйти. Зачем и куда не представлял. Наверное, просто привык куда-то идти. Не знаю, как долго длилось это растительное существование. Может, пару дней, а может, вечность. Но однажды в замкнутый мирок, забытый всеми пещерой, вторгся внешний мир. Привычно пребывая на границе между сном и явью, я не сразу понял, что происходит. Счел безобидным элементом бреда. Подумаешь, всего-навсего голоса. Незнакомые голоса. Мужские. Да что здесь за вонь такая? Ох, и грязищу ты развела. В таком хлеву и свинье жить брызгливо. А это что? Лень было закопать или хотя бы подальше тащить. Голос жесткий и требовательный, но отдает дешевкой. Складывается впечатление, что его обладатель сильно преувеличивает свою цену и пропорционально преуменьшает чужую. Так чего оттаскивать, если живой он? А этот скрип мне знаком. Бабушка затейница отзывается. Голосок у нее сегодня возбужденный как никогда, но одновременно и чуть заискивающий. Живой? А с виду не скажешь. Ох, это щи, кожу небось втроем на скелет натягивали. Откуда взялся? Ты же вроде без мужика тут обитала. Сама-сама, зачастила старуха. Ну вот на медне король волноваться начал. Так я от греха наружу его спровадила. И сама следом. Мало ли что там глянуть не мешало. А он прямиком за холм к старой дороге. А уж там, когда я за ним ковыляя поворот миновала, увидала этого болезного. Полз он без сил, а пятки уже грима недоделки покусывать собирались. И так они этим делом озаботились, что король исхитрился близко подобраться и наброситься. Он если дело не в полдень ловко умеет охотиться. Крепко порвал пару черных едва ушли от него, а болезного я сюда притащила. И нахрена он тебе сдался? Так это выходить хотела, глядишь и сгодится в хозяйстве для чего-нибудь. Тьфу, старая, о смерти думать давно пора, а все туда же. Ага, Стайрис говорил, что ее раньше брали с собой, когда в проливы ходили малые стаи. Она поругали раз за вечер могла обслужить. В охотку ей это дело. Правда, старая? Опять незнакомый голос. Тоже мужской, но спокойный, добродушный. Не похоже, что его обладатель считает себя хозяином всей земли. Вообще амбиция незаметная. Хорошие были деньки, неопределенно ответила старуха. Кончай языком трепать, мечи все на стол. Потребовал первый. Клоша горячим отца моряки мечтает, да и я тоже. Даже не знаю, чем и подчивать вас. А чего здесь знать, жидко в живот просит, горшок хоть есть на похлебку? Для хороших людей посуду всегда найдем. Так ищи давай, и вымой ее хорошенько. Коренья есть, или хотя бы травы, что сама тут жрешь? Есть коренька мыша и лопуха, рыба подвяленная с дымком, орех водный, лук и капуста. А чеснок есть? Нет, король его запаха не любит. Жаль. Люблю сало с чесноком пожевать, да только свой закончился. Но если жрать одно сало до сухари, как мы целую неделю, то золотом готов за жидкую юшку заплатить. А сало осталось? Да куда оно денется? У гоба в мешке шмат нетронутый. Построгать в похлебку хорошо бы, наваристо выйдет. Жей ради им, ну ладно, главное поторопись, а то может подстрелю что-нибудь повкуснее, если всю дичь твой уродец не распугал. От полученной информации глаза сами собой раскрылись, а захлопнуться не успели. Надо мной внезапно склонилась бородатая мужская морда. Сверля колючим взглядом она высказалась угрожающе. О, скелет, заиркает, нехороший у него взгляд, умный больно, хоть и болезный. Откуда он здесь взялся, такой хитрый? А я почем знаю, по следам от реки пришел, но по следам я далеко не ходила, дошла до плаща брошенного и назад вернулась. Плащ хороший, не из дешевых, да и остальная одежка непростая, только очень грязная и подранная местами, но не ветхая. Может украл? Может и так, согласилась старуха. Но сдается мне, что из благородных он. Да в Межгорье через одного благородного встретить можно. Старые кенгуды, когда их ублажали, на титулы не скупились. Где еще увидишь, чтобы дворянин, завернувшись в отрепья, драных кос пас? Медяк цена их благородству. Чего встала? Тремись, а то эта ведьма до ночи копаться будет. Сражаясь с апатией и подступающим забытьем, я ухитрился продержаться до обеда, не сомкнув глаз. Пришельцы готовку и прием пищи устроили у входа в пещеру. Это было недалеко от места, где располагалось мое ложе, и можно было прислушиваться к размеренным беседам. После голодухи или тяжких испытаний, за едой у многих языки развязываются. Эта парочка не являлась исключением. Тело бездействовало, но мозг иногда радовал меня здравыми мыслями. Я все больше поражался бездонной глубине той зад, неоднозначной ситуации, в которой оказался. Заносчивого бородача звали Марош, а второго, спокойного увольня Гоп. Может, клички, может, имена, не знаю. Но одно знаю наверняка, оба они демы, те самые дети могил, о которых я слышал много плохих вещей и ни одной хорошей. Предатели рода человеческого, прислуживающие нечистой силе. Обитатели южных заморских земель, в которые нет дороги нормальному человеку. Пираты, чьи непобедимые галеры наводят ужас на все цивилизованные побережья. Жестокие вандалы, сметающие города и деревни, страшно убивая стариков и забирая остальных в рабство, из которого нет возврата. Демы не занимаются дипломатией. Демы и лицемерных оправданий. И делают это с великим удовольствием и дурной привычкой затягивать муки жертв. Не будь погони, аборигены ни за что не стали бы терпеть такой напасти. Забыв о дрязгах, объединились бы и выжгли гнезда ублюдков. Но с такой крутой защитой ренегаты могут чувствовать себя в безопасности. Ни одна армия не сунется в земли, давно контролируемые темными. А вот для них весь мир открыт. Перепуганные владыки туземных государств позволяют инквизиторам делать все, что им заблагорассудится, лишь бы не допускали засилья вражеских шпионов. Но по слухам, черные братья демам не слишком мешают. Они всегда все про всех знают, а вот про то, что творится на их берегах, можно лишь гадать, довольствуясь сомнительными байками. Ни Марош, ни Гоп ни разу не признали вслух своей принадлежности к силам тьмы. Но мне это не требовалось, олиг хватало. К примеру, они упоминали о галерах и проливах, к которым ходили их корабли. Я мало что знаю о местных флотах, но наслышан о морских засадах демов. Да и посудины они свои называли характерно. У нормальных людей слышал лишь про струги и коги. Ручной монстр к пришельцам отнесся индифферентно, а это интересный штрих. И пусть я не знаток тонкости психологии погоня, но зато хорошо представляю реакцию нормального человека при виде такого создания. Крики, хватание за оружие, паническое бегство или яростная атака. А эта парочка восприняла присутствие уродца как должное. Хотя все это, конечно, ерунда на фоне главного. Главное, что выдало их гнилую античеловеческую натуру салу. Местные жители анекдотов про пристрастие хохлов к подкожному жиру свиней не поймут. Для них выслушивать подобное так же неприятно, как для нас, допустим, внимать рассказам о пожирании заживо грудных младенцев под соевым соусом. Свинина здесь не просто продукт животноводства. Это жестокое табу, которого нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Можешь человека съесть, если сильно припечет, но к хрюшке не вздумай даже пальцем прикасаться. А эти ребятки неоднократно жаловались на то, что целую неделю питались только салом и сухарями. Испытанная временем солдатская диета. Но это на земле. Здесь первая часть подобного пайка доступна лишь демам. Я лежал и слушал. Больше мне ничего не оставалось. Демы, к сожалению, не унижались до детальных объяснений причины их появления здесь, но имеющему уши достаточно легких намеков. Картина складывается простая, хотя и нуждающаяся в пояснении отдельных моментов. Марш был офицером, командующим высадкой на берег. Главный морской пехотинец на корабле. Гоп один из его рядовых. Их галера зашла в какую-то реку, чтобы потеребить Кенгу дозовыми. Первоначально я думал, что речь идет о рейде за добычей, но когда услышал, что река называлась Ибра, понял, что ошибся. Пиратствовать на границе Артара невыгодно, мирных поселений там вообще нет. А брать добычу с крепостей себе дороже. Скорее всего, разведка. Я не люблю королевских солдат, но в этот раз они не оплошали. Во время очередной затянувшейся высадки налетела кавалерия, втоптав в береговой песок всех, кто не успел добраться до галеры. Оставшиеся с трудом отвели корабль от берега и на всех парах ушли вниз по течению. Мараш с парой бойцов в это время находился на вершине горы, куда забрался с целью осмотра дальних окрестностей. Полюбовавшись сверху картиной разгрома, пираты пришли к неутешительному выводу. Галера вряд ли вернется. Местность недружелюбная, кишит негативно настроенными солдатами, которые, если и берут демов в плен, то ненадолго. После случившегося землю носом рейдь будут в поисках уцелевших, так что оставаться здесь нежелательно. И тут они вспомнили, что целая армада галер как раз в это время собиралась устроить рейд по Межгорью с целью захвата ключевых замков. После этого флот обзаведется отличными базами, безопасными стоянками и прочими приятными вещами. Причем все это было под боком у северян. Демы считали, что хозяина там больше нет, и не грех это дело исправить. Их разведка доложила, как и население. Но что будет дальше неизвестно. Так что затягивать с походом не должны. Уцелевшая тройка ночью совершила переход по горам, добравшись до древней дороги, рассекавшей прибрежный хребет. По пути один из пиратов сломал ногу и сам попросил, чтобы его добили. Понимал, что тащить его не смогут, а если оставят, солдаты быстро найдут. Местность возле реки в том районе патрулировалась серьезно, тем более после стычки, зато в сторону Межгория артарцы шага боялись сделать. Даже для опытных воинов поход оказался нелегким испытанием. Дождь и мокрый снег, сильные заморозки по ночам, пронизывающий ветер, отсутствие убежищ от непогоды. К счастью, они вспомнили, что где-то на дороге обитает старая ведьма. Демом она в помощи не откажет. Да и как откажешь таким крутым здравикам? В итоге они нашли хоть и невзрачный, но кров, а заодно и горячую похлебку. Пираты намеревались сидеть здесь до момента подхода эскадры, после чего присоединиться к своим. Подслушивая их разговоры, я остро жалел, что у меня нет автомата Калашникова и набора дееспособных конечностей. Одна очередь по мужикам, вторая в короля. Потом допрос ведьмы, старуха наверняка знает немало интересных вещей. Затем бегом в малярок, готовиться к вторжению, надеясь, что врагов окажется незапредельно много. Но я мог только бессильно слушать и утешать себя мелким злорадством. Парочка громил даже не подозревает, что в руках находится беспомощный страж. Насколько я знал, даже за мертвого у них воздаются немыслимые почести убийцам, а уж за живого сидят, хлебают вонючую похлебку из грязного горшка и мечтают о том, чтобы их не наказали каким-то загадочным прибавлением за срыв разведывательного рейда. «Ну, дура, ну, старая, не плащ надо было показывать, не плащ, неужели все забыла?» кричали так близко, что пришлось проснуться и приступить к процедуре натужного поднятия век. Вряд ли увижу, в чем дело, но рефлексу это не докажешь. Чего это Марош разоряется? Ни разу еще он таких воплей себе не позволял. Обычно, отправив Гоба на дальний холм следить за водным путем в центральное межгорье, он быстро удовлетворяет старуху, прикрыв ее лицо тряпкой, эстет, после чего или храпит, или жрет сало. Другие занятия его не привлекают. Не знаю, сколько дней прошло, но похоже, не один и не два. У демов сложился распорядок, который ничем не нарушается. И вдруг такой концерт. Я только-только начал приоткрывать глаза, как грубая лапа вцепилась в волосы, потянула с треском до сверкающих искр перед глазами. Вторая рука ухватила за плечо, тело мое взмыло в воздух, а затем отправилась в свободный полет, завершившийся ударом о стену пещеры. Неровности камня вызвали вспышку боли в левом уже было потерял сознание, но опять достали жестокие лапы. За волосы, под руку и далее в полет к другой стене. Затем цикл повторился и в конце него я вылетел на белый свет. Тоже свинцовое небо, мокрая земля, камни впивающиеся в ребра и сильное недоумение. За что? Бьют ведь всерьез, могут и убить. Не сказать, что сильно уж больно, нервные окончания барахлят, как и все остальное, но все равно чревато, чем это я так ухитрился насолить марошу. Пинок вбок и почти сразу еще один и крик. Забью, как гвоздь, говори, где остальные? И рад бы сказать, но умею лишь мычать, да и не понимаю, кого этот псих имеет в виду. Старуха, спасибо ей, вступилась. Да ты чего взбеленился? Один он, я же рассказывала. Бабка раздражена. Похоже, Марош сегодня не успел уделить ей внимание. Теперь обижается, что он променял женскую ласку на избиение коллеги. Очередной удар наконец приносит темноту, выбившую глупые мысли. И правильно, пусть нервные окончания сгнили напрочь, но во время избиения надо думать о чем-нибудь серьезном, а не об позабоченных старухах. Затем последовала череда провалов в памяти, перемежаемых сценами одна хуже другой. Вот Марош продолжает расчетливо избивать. Старается делать это больно, но без серьезных увечий. Вот он мочится на мое безвольное тело, а я даже брезгливости не ощущаю. Лишь отупение и апатию. А вот он опять орет, требуя выдать все, что знаю, трясет перед лицом моим легким мечом, кричит, что это матийское оружие, никто, кроме них, его не использует. Вряд ли я пришел один, значит, остальные где-то в Межгорье, и Дем очень хочет узнать, где именно. Даже умея говорить, промолчал бы. Нет здесь никаких матийцев, нет, и возможно никогда не было. Но не поверит он, что меч достался от покойного сэра Флориса. Тот у него без дела валялся, как забавная бесполезная безделушка, годная лишь на сырье для кузничных работ. Сталь отменная. Оправдываться бессмысленно. Марош в ярости. Он уже составил в голове свою версию событий, и тупо упрямый характер не позволит никому ее разрушить. Я всего лишь часть схемы, и даже признание не требуется. Он считает, что узнала обо мне почти все. Остались жалкие мелочи, которые следует выбить кулаками. Я его понимаю. Видимо, матийцы чем-то серьезно не по душе демом. И Марош считает, что информация о них может помочь ему реабилитироваться после неудачной разведки. Странно, что я вообще еще в состоянии думать в промежутках между чернотой беспамятства и градом ударов. С очередным Марош перестарался, опять угодил в многострадальный бок. Хруст, волна боли, прошедшая по всем костям, помутнение в глазах и жалкий хрип при попытке вдоха. Наверное, сумел улыбнуться при мысли, что вот-вот все закончится. Жажда жизни не вечна, длительные испытания ее убивают. Дем, видимо, подумал что-то неправильное. «Скалишься? Смеешься? Матитс, ты слишком далеко ушел от теплого моря. Сейчас я тебе напомню о нем». Меня подняли, подтащили к круглому бассейну, выложенному из замшелых тесаных камней. Очередной привет от некогда процветающей здесь провинции. Когда-то в нем, наверное, умывались путники или лошадей поили. Сейчас его затянуло илом, вода мотная, на поверхности слой половучего ссора. Когда мое лицо зарылось в эту жижу, понял, что хоть перед смертью напьюсь нормально. Пусть не родник хрустальный, но не сравнится постыливший грязной тряпкой. Меня уже пытали водой, инквизиторы. Теперь этим занялся один из их злейших врагов, Дем. История повторяется, просто полярность изменилась. Плевать, я уже на той стадии, где даже удушье не напрягает. Лишь палаческие уловки Мароша не дают отключиться надолго. Умеючи жмет на какие-то точки, растирает уши, а потом опять головой в бассейн и держит, четко успевая вытащить на воздух в последний миг. Где они? Говори! Слово даю, тебя пощадят! Говори! Чем-то сильно ему насолили эти матицы. Надоело. Хочется, чтобы все закончилось. Сил нет, но это обычное состояние. Привык уже. Опять шевелятся почерневшие губы, пытаясь изобразить ехидную улыбку. Вряд ли получится что-то путное, но хоть попытаюсь. Замысел удался на славу. Меня награждают ударом по почкам, а потом опять вода, причем серьезнее, чем раньше. Рука дема давит до тех пор, пока голова не достигает поверхности слоя ила, взрываясь лицом в скользкую жижу. Холод, мрак, боль и, наконец, долгожданная темнота. Странно, я все еще мыслю, и место знакомое. Мрак. Здесь нет света и звуков, но есть кое-кто другой, тот самый, союзник мой и проклятие мое в одном лице. Видимо, это смерть, ведь все попытки попасть сюда, которые предпринимал после боя на языческом холме, были неудачны. Гипоксия, критически низкий уровень кислорода в камех. То ли голос, то ли образы, то ли чистая, безликая информация. Здесь нет органов чувств, и ни в чем нельзя быть уверенным. И правда, старый знакомый. Не объясняй, я знаю, что такое гипоксия. Кстати, привет, давно не виделись. Пытался сюда попасть, но ничего не получалось. Зависание системы коммуникации, статический режим функционирования, некорректные действия, высокая вероятность аноксии, необратимые процессы, разрушение биологической системы, некроз, перечисленная цепь последствий нежелательна, альтернатива недоступна ввиду отсутствия резервов и краха системы. Для активации был нестандартно задействован механизм репликации системы. Запуск произведен автоматически в условиях высочайшего уровня внешней угрозы. Механизм репликации системы работает некорректно, активация неполная, пошаговые действия невозможные, многочисленные сбойные кластеры, перегрузка вспомогательных систем с полным отсутствием отклика, коллапс основной системы, зависание симбиотической системы, некорректная работа автономных модулей, режим коммуникации нештатный, прогноз негативный. Я так понимаю, ты хочешь сказать, что дела у меня сейчас идут не слишком хорошо. Угроза для ценного тела, вероятность потери ценного тела стремится к бесконечности, состояние ценного тела критическое. Хотя по математике у тебя твердая двойка, я понимаю, что ты имеешь ввиду. Исправить можно? Критический уровень резервной базы. Активация основных модулей возможно на существующей резервной базе. Полноценное функционирование невозможно. Мне бы хоть какое-то функционирование надо, иначе помруть. Сделаешь? Устранить зависание симбиотической системы невозможно. Рекомендую выполнить перезагрузку. Это поможет? Существует вероятность запуска симбиотической системы в режиме близком к штатному и последующий кратковременный период форсированной работы. А не будет как в прошлый раз, или еще хуже. Лучше сразу умереть, чем так жить. Шанс не нулевой. Точный прогноз невозможен. Угроза ценному телу. При сохранении ценного тела рекомендуется не доводить симбиотическую систему до критического состояния. Корректная работа основных модулей системы способствует сохранению ценного тела. В текущих координатах обнаружена остаточная активность санитарных модулей. Антитела первого порядка. Дополнительная внешняя угроза ценному телу. Необходимо снижение вероятности контакта с санитарными модулями. В случае успешного перезапуска рекомендую удалиться от текущих координат. Ладно. Хоть время здесь течет по-другому, но терять его не надо. Давай, начинай. руку работать, а лучше обе. И ноги тоже. При удачном запуске системы рекомендую немедленно приступить к поиску резервов и смене координат. Да понял я. Давай. Доступ получен. Принудительное отключение автономных модулей выполнено. Принудительное отключение вспомогательных систем выполнено. Сброс текущих настроек выполнен. Старт перезагрузки симбиотической системы. Глава седьмая. Ранняя стадия мании величия. Нестерпимая боль в правом боку, тошнота, подкатывающая горло горьким комком, острые камни, впившиеся в посиневшую от холода кожу. И общее состояние полной хреновости. Прекрасно, Дан. Ты в очередной раз выбрался с того света ради новой порции мучений. Мараш достаточно молод, чтобы успеть совершить еще немало нехороших поступков. Но он сделал ряд ошибок, поставивших на будущем косой демский крест. Если уж начал топить стража, то изволь закончить. Но нет же, вытащил из воды и бросил на землю, стоит над телом и ругается так, что черти краснеют. А рядом с несостоявшимся утопленником валяется тот самый меч, с которого началась вся заваруха. Я лежу на боку и вижу его прямо перед глазами. Тонкий, узкий, легкий, с хищным обратным изгибом и шершавой черной рукоятью, созданный, чтобы прирастать к умелой ладони, превращая клинок в послушное продолжение руки. При попытке пошевелиться, сжал зубы от дикой боли. На миг решил, что ничего не вышло. Но нет, пальцы начали двигаться, нехотя, будто ломая слой льда, в котором их заморозили для последующей продажи в супермаркете. Вперед, родимые, вперед, к рукояти! Мараш все так же продолжал кричать в сторону пещеры, что-то требуя от старухи. Наверное, хотел, чтобы она привела меня в чувство для продолжения задушевного разговора. Вниз он не смотрел, а зря. Я не только смог обхватить рукоять, но и оторвать меч от земли. Было больно до слез, но к этому я давно привык. Главное, тело заработало, а остальное мелочи. Глядишь, и нравится начнет. Тело Дема было защищено кирасой, расширявшейся на манер юбки колокола. Снизу его ничто не прикрывало. И правильно, враги не черви, чтобы из-под ног нападать. Это неблагородно и вообще неправильно. А мне плевать. Резкий выпад. Острие легко пронзило кожу штанов, дальше чуть замедлилось, входя в жесткую плоть. А потом, будто пробив преграду, пошло как по забытому на солнце пёке броску масла. Решив, что оно, пожалуй, уже до желудка достало, я крутанул ладонью, из-за чего лезвие выполнило пироэд в брюшной полости. Заточка меча позволяла в случае безвыходного положения использовать его в качестве бритвы даже для многодневной щетины. В один миг кишечник мароша превратился в комок иссеченной требухи, перемешанный с дерьмом и кровью. Вытаскивая клинок из тела врага, я не опасался ответа, скверная рана. Человек, заработав подобную, не умирает сразу. Но шок настигает его одновременно со сталью. Только в кино человек, получив автоматную очередь в брюхо, способен продолжать бой. На деле, не убивая мгновенно, такая рана выключает любого, почти со стопроцентной гарантией. Раны, которую заработал Дем, автомат не нанесет. Здесь нужен как минимум пулемет, крупнокалиберный. Я едва успел приподняться на колено, когда марош начал падать, прижимая руки к животу. Рухнув, он утробно замычал, сворачиваясь в позу эмбриона. Все, об этом морском пехотинце можно забыть. Старуха, стоявшая перед пещерой, отреагировала быстро и нехорошо, завизжала, а потом и вовсе неприятное выдала. Король, убей его. Мне уже не раз доводилось сталкиваться с погонью. Я знал, чего от нее можно ожидать и не хотел устраивать ближнего боя. Эта странная тварь против четверки волков вышла, что ей я. Король летел ко мне, стеляясь по земле будто паук, перебирал многокаленчатыми лапами, пощелкивал подвижными серпами, сверкал бычьим глазом, ронял слюно из приоткрывшейся такие раны, что кровью и зайду и с трудом запущенное черное сердце не поможет. Отвел руку назад в широком замахе и отправил окровавленного матьийца в свободный полет. Вращаясь вертолетным пропеллером, он стальной молнией промелькнул над землей, пройдя в считанных миллиметрах над плоской спиной короля. Можно сказать, что почти не задел. Так, мелочи, стебелек по пути срезал. На стебле этом размещался единственный глаз твари. Потеря зрения принесла устраивающий меня результат. Ослепленный король со всего маху налетел на камень. Столкновение было столь сильным, что его отбросило назад. Не дожидаясь, когда нечисть придет в себя, я склонился над агонизирующим телом Мароша, вытащил из ножен меч Дима, простое и серьезное оружие. Ослабевшая рука удерживала его с натугой, так что пришлось помогать второй. Осторожно приблизившись к слепо шарившей по сторонам твари, я незатейливым ударом перерубил ей лапу в суставе. Король, среагировав, дернулся ко мне второй, но я уклонился, хоть и не совсем удачно, после чего догнал промахнувшуюся конечность, тоже подломив ее в суставе. Потом было легче, наполовину обездвиженная тварь могла сопротивляться лишь символически, так что я быстро перебил подушка ходуном ходила, будто и впрямь желе набито. Кожа пружинила, как непробиваемая резина, но сталь оказалась крепче. Наверное, я нанес не меньше двух десятков ударов, проделав в короле несколько зияющих отверстий, сочащихся белесой с укровицей. Мог бы и дальше бить, на полминуты такого темпа остатков сил должно хватить, но был вынужден отвлечься на новую угрозу. Старуха, безумно заорав и выхватив из своего вонючего тряпья длинный нож, помчалась на меня. Пришлось оставить нечисть в покое, обернуться, выставить меч на изготовку. Я не собирался ее убивать, не потому, что сильно добрый, просто накопилось немало вопросов, а жизненный опыт подсказывает, что труп ни на один толком ответить не сможет. Пусть подбежит, просто оглушу, уж с бабкой как-нибудь управлюсь без кровопролития. Но судьба решила за меня. Ведьма, наверное, была сильно привязана к своему кошмарному любимцу. Не удивлюсь, если спала с ним в отсутствии пойманных инвалидов и проходящих по древней дороге демов. При виде того, как его убивают, она и впрямь будто безумелая, мчалась, не глядя под ноги, запнулась, а камень рухнула, и со всего маху приложилась об острый выступ другого валуна. Все, не отложку вызывать бесполезно. Я за десяток шагов расслышал отрывистый хруст и увидел, как деформировалась голова, брызнув красным. Покосился на марше. Тут все еще хрипит, но уже еле-еле. Отходит. Истерзанная туша короля вздрагивает. Из безвольно разинутого безгубого рта упыря вытекает поток слизи. Не удержавшись, ударил его еще раз. Потом еще и еще. Не стоило тратить силы, но накипело на душе. Тварь, даже меня задело. На левом бедре краснел короткий разрез, давая начало тонкому кровавому ручейку. Отбрусив резко потяжелевший клинок из обессиленной руки, доковылял до дымящегося очага. Поднял горящую головню, прижег рану. Даже не поморщился, настолько привык к боли, что казалось, будто жил с нею со времен рождения. Ноздри раздулись, впитывая притягательный запах. Рядом, под скальным козырьком, стоял жердевый столик с парой чурбаков вместо табуретов. На нем виднелись остатки чужого завтрака. Деревянные тарелки с ломтями сала, кусками рыбы, печеными корнями. Посреди в высоком глиняном стакане белели длинные тонкие палочки из струганой древесины. Почувствовал тень позабытого чувства. Почти удивился. Мне не доводилось видеть, как демы принимают пищу, но нетрудно догадаться. Похоже, пропустил интересное. Они используют палочки, как китайцы, а сами типичные европейцы. Ничего азиатского в чертах лица незаметно. Присел на холодный чурбак, забросил в рот тонкий ломтик сала, сдавил зубами. Запрещенная еда. А мне все равно, для меня здесь запретов нет. Это всего лишь пища, причем с высокой энергетической ценностью. Немногим наступает сливочному маслу, но за неимением последнего сойдет. Уплетая сало, покосился на палочке для еды. Подумал о Гобе. Тот не будет сидеть на холме до ночи, а мужик он не слабый. Мароша я прикончил в силу удачного стечения обстоятельств, а с этим бугаем может не повезти. И вообще, не стоит рассчитывать на нескончаемую полосу удачных стечений обстоятельств. Будь я в нормальной форме, не проблема устроить драку, но сейчас обернулся, внимательно изучая обстановку. Скальная стена, нависающая над ущельем древней дороги. Устье пещеры заложено камнями, но оставлен проход, прикрытый драной циновкой. Слева очаг, между ним и скалой стоит старый покосившийся фургон, расползающуюся парусину треплет ветерок. За спиной возле злосчастного бассейна все еще случат ногами в шагах неподвижно лежит старуха. А если посмотреть в ее сторону дальше, то можно разглядеть груду отесанных камней, оставшихся от какого-то серьезного строения. Это мое поле боя. Здесь я должен встретить второго Дима и победить. Бежать рискованно, хотя бы денек надо отсидеться в тепле. Пусть даже голос в темноте рекомендовал бежать отсюда как можно быстрее, без отдыха я ни на что не годен. Какие у меня шансы в схватке? Если враг не сглупит, то никаких. Парочка трупов, тело твари, окровавленный живой скелет, пожирающий сало. Я бы на его месте при виде такой картины расслабляться не стал. Значит глупить он не будет, а если и будет, то в рамках приличий. Покосился на остатки фургона и голые гибкие ветки высокого кустарника, вымахавшего возле повозки. Затем на палочке в стакане и кольчугу губа, развешанную под скальным козырьком у входа в пещеру. Получается Дем ушел, не взяв доспехов, налегке. Опять взглянул на повозку, вытащил из стакана одну из палочек, осмотрел. Сухая древесина, твердая. Из такой хорошо деревянные копья делать, примитивные. Маловато, конечно, для подобных целей. Хотя, кажется, у старухи был неплохой Погода опять начала портиться. С неба не лилось и не сыпалось, но начало стремительно холодать. Лужи подернулись литком, мороз щипал кожу, стремительно вытягивая жар из углей очага. Ночью придется прятаться в вонючей пещере, иначе можно околить даже у огня. Гобу, видимо, надоело мерзнуть. На лысой вершине холма защиты от ветра не было, а костер там разжигать нельзя. Решив, что на сегодня с него хватит, он поспешил к пещере. Там теплый очаг, горячая похлебка, любимое сало, задушевные разговоры с маршем и сексуальные развлечения с женщиной, единственное достоинство, которое заключалось в том, что дымящимся очагом и употреблял сало, неспешно, предварительно нарезав его тончайшими ломтиками и присыпав душистой острой травкой, мешочек с которой нашел на столе. Спереди меня грел огонь, спину прикрывал плащ марша, в желудке тепло от простой и сытной еды. Жизнь, если не прекрасна, то налаживается. Я не видел, как приближался губ, но по невнятному звуку, непроизвольно вырвавшемуся из его горла понял, что он оценил открывшуюся картину. Дальнейшие слова, произнесенные голосом предельно ошеломлянным, подтвердили первоначальные предположения. «Шлюхи новыми! Что это? Марш! Что с ним?» Проглотив очередную порцию пережеванного сала, я, прислушиваясь к приятным ощущениям в желудке, лениво и четко пояснил «Я его убил». Губ не производил впечатление человека, мгновенно реагирующего в запутанных ситуациях. А вот и сейчас он сделал паузу, после которой задал нелепый вопрос. «Ты притворялся калекой?» Игнорируя его любопытство, я теми же раздельными словами описал все, что случилось с остальными обитателями пещеры, а также заглянул в ближайшее будущее. И ведьму «Я убил». «И пупсика ее тоже я». «И тебя тоже убью». «Да кто ты такой?» Марош называл меня матийцем. Уж не знаю, что демы не поделили с этими самыми матийцами, но относились они к ним не лучше, чем кошки к собакам. Губ отреагировал правильно, как я и надеялся, не стал громко произносить нехорошие слова, в бешенстве топать ногами по замерзающей земле или иным смешным способом демонстрировать все глубину охватившего его негодования. Достаточно один раз услышать звук, с которым меч покидает ножны, и ни с чем его никогда не перепутаешь, даже если сидишь спиной к источнику. Губ может и не гений, но и не дурак. Пусть и зол на всех матийцев, но понимает, дело нечисто. Перед ним противник, расправившийся с сильным воином, ведьмой и тварью из-за поганенных земель. Может он и не выглядит чересчур угрожающим, но это не умаляет его опасности. Губ приближался осторожными и уверенными шагами, наверняка с занесенным для удара мечом, а я продолжал сидеть все в той же беззащитной позе. Не оборачивался, не хватался за меч и даже не шевелился, если не считать челюстей, расправлявшихся с очередным ломтиком сала. Мне не было нужды оборачиваться, подойти губ мог по единственному пути, между стенкой злосчастного древнего бассейна и трухлявым фургоном. Он уже близко, совсем близко, вот-вот взмахнет сталью. Под ногой демы хрустнул ледок в луже. Все, пора. Левая рука, до этого расслабленно упиравшаяся в бедро, коротко дернулась, резко потянув замаскированную бечевку, связанную из полосок тряпья. Миг сопротивления, а потом ступор вырвался, механизма. Треск, удар, звон выпавшего из руки меча. И все. Губ перестал приближаться. Проглотив очередную порцию сала, я продолжил начатую беседу. Марыш ошибся. Я не матейц, и не межгорец, и не артарец. Я вообще не с этой планеты. Ты спросишь, с какой? Отвечу, не суть важна. У меня был выбор, умереть или стать диверсантом из другого мира. Ты не знаешь значение слова диверсант? Да откуда тебе знать? Диверсант это человек, которого отправляют на вражескую территорию с заданием устроить противнику как минимум единичную пакость. Те, кто меня сюда послал, не желают вам зла, но и добра от них не жди. Если задание будет выполнено, вам придется туго. Всеместные разборки ничто против лавины развитой технической цивилизации. Новый лом тиксала. Разговор не должен отвлекать от процесса пополнения резервов. Гоп, ты испугался видения поступи моего мира? Не бойся, тот мир, посылая меня сюда, сделал ошибку. Цивилизация, разговаривающая с природой на языке механизмов, по сути своей, слишком уязвима. Отбери в нее технику и все, коллапс. Я сейчас филиал этой цивилизации в ситуации, когда техники нет и не предвидится. Для катушки радиального контура мне нужно 5,5 метров медной проволоки диаметром 0,6 мм. Всего таких катушек 48. Итого, 264 метра тонкого провода выдержанного сечения, покрытого диэлектрическим лаком. Причем, толщина лака должна быть одинаковой по всей протяженности, иначе витки будут неравномерны. И это только на радиальные контуры. Если посчитать все катушки индуктивности реле, то мне надо найти около 2 километров медной проволоки диаметром менее миллиметра. Если с толстой что-то можно решить и в этих условиях, то кто мне вытянет провод в 0,18 мм? Есть такие уникумы? Можешь не отвечать. Сам знаю, что нет. Для подобной работы необходимо специальное оборудование. Я в общих чертах представляю какое. Меня учили. Но лишь в общих. В голове четко засело слово фильер. И даже кое-какие мысли насчет того, что же это такое. Но этого мало. Примечание. Фильер. Фильера. Рабочий орган волочильных станков. Конец примечания. Сюда нужен гений, знающий о проволоке все. Но даже он окажется в тупике, когда, потратив не одно десятилетие, сделает свою проволоку и очередь дойдет до всего остального. Установку проектировали максимально простой, но это лишь с точки зрения развитой технической цивилизации. Для местного уровня она по сложности то же самое, что лазерный принтер для древних египтян. Необходимы сплавы с заданными свойствами, химически чистые материалы, прецизионная обработка многих деталей. Много чего сложного понадобится, невозможного. Не утомил тебя деталями? Гоп не ответил, но я на него не обиделся. И правильно, чего это как раз то, что мне сейчас нужно. Накипел он душе. Ты уж извини, подошла пора переосмысления своих действий и перспектив, а обсудить это не с кем. Идеальный собеседник попугай, но его нет. Это, кстати, плюс, можно разговаривать на местном, почти не используя русского, как делаю с ним. Знаешь, я привык к этому телу, вот только оно не привыкло к моему родному языку. Говорю, и будто таком в горле не лезут слова. Не привыкли связки к такому сочетанию звуков. Ваш язык мелодичнее, мягче. В сравнении с ним наш похож на окопный лексикон немецкого фельдфебеля. Извини, отвлекся. О чем я вообще? О своих перспективах? С ними я, похоже, определился. Сейчас доем сало и начну захватывать ваш мир. Понимаю, что послали меня не за этим, но не суди строго. Ведь с первого дня все идет плохо. Меня бьют, пытают, убивают. Я куда-то зачем-то бегу, ищу что-то, сам не знаю что. То мечтаю зарыться в норку, то тянет на тупые подвиги ради этой самой норки. Гоп, это все от растерянности. А растерянность от отсутствия цели. Сборка установки хорошая цель, но делать ее первоочередной не совсем удачная идея. Даже в ближней перспективе мне грозит технологический тупик. Но вот с ресурсами этого мира, глядишь, что-нибудь и придумаю. Так уж получилось, что захватить планету проще, чем протянуть несколько километров тонкого провода. Смешно. Но не в установке дела. Мне надо что-то менять в своей жизни, иначе так и останусь мишенью для тумаков и неприятностей. Я бацилла в теле чужого мира, или ваша иммунная система меня доконает, или превращусь в вечно трясущегося зайца, отупив до животного состояния. Надо не прятаться, надо, чтобы от меня прятались, нападать, а не лелеять паранойю. Брать инициативу в свои руки, а не бегать от полуграмотных аборигенов. Завоеванный мир, покорный мир. Мне придется добиться от него покорности или хотя бы заставить со мной считаться. Ты, конечно, скажешь, что я далеко не супермен, чтобы в одиночку справиться с целым миром. Склонен согласиться, но заодно укажу на один нюанс. Вот уже около полугода я здесь протянул, а ведь восемь моих предшественников не продержались и нескольких минут. Везение? Может и так, но уж слишком длинная у него полоса. Ненормально длинная. Или я гений удачи или здесь что-то другое. Будет свободное время? Подумаю над этим. А пока что надо начинать действовать. Завоевание мира дело серьезное. Чем быстрее возьмусь, тем раньше закончу. Ты со мной согласен, Гоп? Из всего моего монолога до дема не дошло ни слова. Да я и не надеялся. Привык к отчетам, которые регулярно диктую попугаю, вот и воспользовался первым попавшимся заменителем. Разумеется, врагу доверять нельзя, но в этом человеке я уверен, он никому ничего не расскажет. Распрямившаяся плеть вьетнамской расчески угодила в пах воина парой граненых колышков, вытесанных из сухого дерева. Будь надеме кольчуга, все бы обошлось, но он оставил ее у пещеры, занимаясь наблюдениями налегке, за что и поплатился. Как и в случае с Марышем он не умер сразу, но по болезненности ранения в пах, пожалуй, лидируют. Губ застыл статуей, разинув рот в безмолвном крике. Изо рта не вырывалось ни звука, но он кричал. Боги, как же он кричал! Боль лилась из его помутневших глаз, из скрюченных пальцев, вонзивших ногти в ладони, из задыхающихся легких. Почему он не падает? Человек, как бы ни был силен, не может терпеть это вот так, почти бесконечно. Или «Где мы? Кто они?» Граница рядом. Более того, граница отсюда ведет хоть и заброшенная, но удобная дорога. Будто приглашение для обитателей темного берега реки. Не зря здесь нет межгорцев, не хотят они жить в таком интересном месте. Вся аредирующая погонь в первую очередь оказывается здесь. У старухи ведь была ручная тварь, прижилась видать. Бабка ведьма, ни ее, ни демов монстр не трогал. Что-то с этими людьми не то, а это чревато. Как неприятно сидеть возле очага, поедая сало и неторопливо беседуя с живым мертвецом, но пора браться за дело. Завоевание мира и впрямь серьезная задача, затягивать с этим нельзя. Для начала выполним грязную, но очень нужную работу. Надо четвертовать тела, обложить обрубки остатками фургона и устроить хороший костер. В пограничных землях иначе нельзя. Потом придется обыскать пещеру. Надо найти одежду, собрать все продовольствие, вооружиться и вообще хорошенько все осмотреть. Уж больно местечко любопытное. А затем ночлег в тепле. И на утро, если погода позволит, выступление в сторону малярока. К тому времени, надеюсь, сил наберусь. Сейчас хоть и двигаюсь, но ветром шатает. Ослаб я, но полноценное питание это быстро поправит. Опыт уже был. То-то мои подданные удивятся, когда вернусь к ним живчиком. Ну или почти живчиком. А уж когда узнают про вероятное появление незваных поднявшись, обернулся ко все так же безмолвно кричащему губу. Убил быстро, одним ударом. В сущности, ничего плохого он мне не сделал, да и не садист я по натуре. Хорошо бы оказаться в замке побыстрее. Надо успеть подготовить теплую встречу. Для улучшения имиджа будет полезно начать карьеру завоевателя мира с разгрома эскадры непобедимых демов. Глава восьмая Пещера Алибабы и прочие будни начинающего завоевателя В пещере воняло. Нет, здесь и раньше не сказать, чтобы благоухало французским парфюмом, но сейчас даже после морозного воздуха загрязненного дымом погребального костра контраст сразительной. Меня даже шатнуло после первой попытки вдохнуть. Хоть с аквалангом ходи. Это что же ведьма вытворяла в своем логове? Травила колопов протухшей вытяжкой из прокаженных скунсов? До триста лет нечищенный толчок весеннее фиалковое поле в сравнении с этим газообразным протухшим гноем. На Сатурне атмосфера более пригодна для жизни, чем здесь. Помимо нестерпимой его не имела места темнота. Лучина в руке освещала саму себя и скромный шар окружающего пространства, сдавленный мраком, в котором услужливое воображение рисовало разнообразных неприятных созданий, лелеющих в отношении меня деструктивные замыслы. Поняв, что от такого освещения толку не будет, вернулся на улицу, хваля себя за предусмотрительность. Когда устраивал погребальный костер, обнаружил подвешенное на задке ведро с загустевшей колесной смазкой. Пожалуй, стоит проверить ее альтернативные свойства, а именно горючесть. Когда через полчаса вернулся в пещеру, стало гораздо веселее. В правой руке чадил яркий факел, в левой болталась связка запасных. Не сказать, что стало светло, как днем, но воображаемым чудищем иллюминация не понравилась, отступили в дальние углы. Не знаю, как сюда попала эта старуха и чем занималась, но ее усилиями пещера превратилась в гибрид запущенного склада и свалки. Вдоль стен груды бочек, ящиков, корзин, связки каких-то палок и досок, рулоны прелой холстины, расползающиеся мешки, трохлявые сундуки. На первый взгляд полный хлам. Но, учитывая экстравагантность ведьмы, не очень удивлюсь, если наткнусь в этих завалах на тонну золотых слитков. Слитки пока что не попадались. Из разбиваемых ящиков вместо сокровищ сыпались какие-то землистые камни и полосы ржавого железа. Бочки в лучшем случае одаривали смолой, в худшем трухой. В сундуках я находил лишь убитое временем тряпье, поточенные мышами бумаги и пергаменты, рассыпающиеся в руках книги. Возможно, любой археолог пришел бы в восторг при виде этих сокровищ, но меня они не радовали. Я человек практичный, ищу конкретные вещи. Мне, к примеру, завтра, видимо, придется идти на север, а в окрестностях полно волков. Стрела или болт – лучший способ держать хищников на расстоянии. Не могла же старуха обходиться одним ножом? Или могла? А почему нет? С королем ей можно было вообще к оружию не прикасаться. Кстати, о короле. Эта тварь спокойно шастала при дневном свете, не проявляя признаков недовольства. Видимо, где-то над тучами разыгрывается очередное небесное шоу смутных дней. Моих познаний в астрономии хватило понять, это нечто на Земле неизвестное. Но дальше понятейный тупик. Знать не знаю, что это такое. Понимаю лишь одно. В такие дни погонь активно круглые сутки. Так что находиться на подконтрольных ей территориях нежелательно. Впрочем, там в любые дни находиться нежелательно. Очередной ящик разлетелся от пинка. Опять бесполезный хлам. Я так не играю. Есть ведьма, есть чудо-юдо прислуживающая ведьме. Есть разбойники, посещающие логово ведьмы. Так где же сокровища, которыми обязана быть набита пещера? Краем взгляда засек на стене некую несообразность. Повернул голову. Так и есть надпись. Желтоватые буквы на сером известняке. Написано коряво, с ошибками, причем давно. Отдельные знаки почти что смыло потеками или затерло. Местами приходится догадываться о смысле, а местами остаются совершенно непонятные пробелы. Молодости больше нет и никогда уже не будет. Но есть надежда. Стражи почти вечные. Стражи умеют молодить. Страж находил здесь и возвращал. И нашел смерть. Охотники могут вернуться. Тогда я загадка я буду искать. Меня торопит жизнь. здесь не бывает понижений. Фем я буду ждать даже после смерти. Не оставляй рядом с врагом или найди свою. Бичи молодой так тоскливо и так. Уж не старуха ли это писала? И что бы это значило? Помнится, демы тоже упоминали про понижение или повышение, но не соблаговолили объяснить суть термина. Что-то явно нехорошее. Какое-то наказание. На досуге подумаю сейчас некогда. Надо продолжать поиски. Лук и арбалет мечты запредельные. Но я готов довольствоваться минимумом. Едой и одеждой. Своё родимое тряпьё найти, а не ходить в этом бренде от пугла. Сало закончилось, как и всё остальное. А тело требует ещё и ещё. Где же старуха держит припасы? Или было бы печально. Охотник из меня и в хороших условиях аховой, а уж в упустевшем межгорье и опытному люку туго приходится. Других людей в округе нет. Даже в лучшие времена эта местность не пользовалась популярностью. В здравом уме ни один не захочет жить рядом с тропой погони. Значит рассчитывать придётся только на себя, а точнее на нычки ведьмины. Завершив разгром основного грота, я проверил боковое ответвление, где самое прокрустого ложа, на котором покоился до того, как Дем принял меня за мотийца. Здесь удача наконец обернулась ко мне нефилейным органом. Наконец-то нашёл свою одежду. Состояние у неё было ужасающим. Такой даже полы стыдно мыть, не то что носить. Пришлось выйти на улицу, замочить всё в том же бассейне. Вечером попробую выстирать залой из очага. Остался неисследованным ещё один грот тупиком им не являлась. Узкий проход тянулся шагов на сорок, дальше резко расширяясь. По мере продвижения вонь усиливалась до совсем уж невозможных величин, вот-вот глаза начнут слезиться. Проход вывел к новой пещере, ничуть не меньше первой и такой же захламлённой. Но было здесь и нечто новенькое. Поначалу я даже не понял, что за чёрный тюк лежит у стены. Лишь подойдя и различив скрюченную руку, догадался. Мумия, потемневшая кожа, обтянувшая скрючившийся костяк. Остатки одежды, клобук пыльных волос на голове, мох короткой бородки. Мужчина. Присев, занялся изучением находки. В последнее время к трупам во всех проявлениях привык, но этот чем-то заинтересовал. Поначалу даже не понял, чем, и лишь изучив тело повнимательнее, догадался, что передо мной воин. Не так просто это определить. Мумия мало того, что сохлась, так ее еще и покрывал слой экскрементов летучих мышей. Стальной наруч отмечен следами вражеских ударов. Под остатками куртки темнеет на совесть проржавевшая кольчуга. Широкий пояс с массивной бронзовой пряжкой, парочка пустых ножен, короткие и длинные. Осмотрев пол не нашел оружие. Или воин попал сюда без него, или кто-то утащил. Возможно, старуха поработала. А что это за перевес идет наискосок? И пухлые футлярчики на ней, будто патроны в ленте. Потянулся к одному, с натугой потащил за торчащий край полоски из черного металла. Изучил извлеченный предмет, покачал головой. Однако метательный нож, легкая полоска проверил баланс, то, что надо. Странное оружие, впервые здесь подобное вижу. Сам знаком с ним лишь благодаря земным инструкторам. И вряд ли они проводили аналогичные занятия для аборигенов. Подвинувшись к телу поближе, начал освобождать его от перевези. При этом задел босой ногой длинную палку, валяющуюся на полу. Деревяшка оказалась странно увесистой, и это не могло не привлечь внимания. При первом осмотре, только взяв в руку, отметил не только нездоровый вес, но и другие особенности. Насчет палки я сильно поторопился. Скорее шест. Из очень твердого дерева, будто кость слоновая. Такого я здесь никогда не встречал ни в естественном виде, ни в изделиях. А насмотрелся я немало, те же бокайцы на свои копья, что зря не пускают. Тяжесть действительно необычна для древесины, но шест неплохо сбалансирован. Это не посох дорожный, это оружие. Свинцом залито? Проверил один торец. Глухо. Не похоже, чтобы здесь его рассверливали. На втором картинка интереснее. Почти на весь диаметр темнеет узкая щель. Гм. Странно. Все предметы в этом гроте запачканы машинами экскрементами, а эта вещица будто из стерильной лаборатории. Ни пятнышко не пристало. Скорее по наитию, чем обдуманно, изучил середину шеста, сдвинул в направлении торца со щелью еле заметный ползунок, свободно ходивший в узкой врезке. В тишине пещеры отчетливо щелкнуло, шест дернулся, свет факела отразился на серебристом металле узкого, чуть изогнутого лезвия. Присвистнув, озадаченно почесал затылок. Нет, я и раньше слышал про клинки, маскируемые в предметах вроде тростей и зонтиков, но это была халтура в сравнении с тем, что имело место здесь. На конце шеста будто абордажная сабля выросла, слегка расширяющийся кончику клинок с плавным изгибом лезвия и заточкой, немыслимо острый даже на вид. Таким страшно бить, не выдержит никакой металл, слишком острый угол и зубриж мгновенно, бритва гипертрофированная. Самое странное, лезвие таких габаритов не могло выскочить из щели, ширина клинка даже в самой узкой части была больше раза в полтора, а у конца все три. Да что там щель, даже у древка диаметр скромнее. Может это не сталь, а хитро окрашенная резина? Сам себе не веря, потрогал пальцем сталь. Поднявшись, неуверенно взмахнул, стукнул по грязному полу пещеры, осмотрел лезвие, чистое и ни одной зазубрины, ударил сильнее, тот же эффект, еще раз, аж руки загудели, а в стороны брызнула каменная крошка. Но легкое лезвие с нереально тонкой заточкой будто издевалось над законами физики и металлургии, ни малейшего ущерба. Дан, поздравляю, похоже ты нашел свой эскалибур. Уставившись на лезвие, призадумался, никогда не встречал ничего подобного ни здесь, ни на земле. Слышать про волшебное оружие, конечно, доводилось, но на уровне сказок. А здесь, надеюсь, реальность, а не бред разрушающегося сознания. Откуда взялась такая вещь? Непонятно. С другой планеты? Почему бы и нет? Я лично наблюдал крупногабаритный предмет, попавший сюда с земли, так почему бы этот трюк не повторить лёгкой алебарде? Несомненно, продукт высоких технологий, причём продукт абсурдный. Но не укладывается у меня в голове высочайшая технологичность оружия с его архаичностью. Цивилизация, создавшая жидкую сталь, способную застывать острейшим клинком, должна воевать бластерами, аннигиляторами и прочими футуристическими штучками, а не банальными клинками. Может, просто сувенирная поделка или изделие неведомых реконструкторов? Да какая разница? Всё равно лишь гадать могу. Главное, что теперь эта штучка у меня, и я обязательно найду ей применение. В голове у меня имеются знания, оставшиеся от одной давно погибшей японской девушки. Она неплохо управлялась нагенатой, подрубая самураем ноги. Надо лишь немного потренироваться, приучить тело к непривычному оружию. Это того стоит. Примечание. Нагената. Японская разновидность гляфы. Оружие с длинной рукоятью и изогнутым клинком. Конец примечания. Если раньше я считал, что лучшей стали, чем в матийских мечах, здесь не найти, то теперь так не думаю. Глубокая царапина на клинке тому подтверждение. Наконечник странного оружия, если чему-то и уступает по твердости, то алмазу, хотя даже это сомнительно. Страшно представить, на что способна эта штучка в умелых руках и в условиях неразвитого мира. Кожаный доспех вообще против такой неприятности не рулит, да и кольчуга вряд ли сохранит здоровье. А уж против погони вообще идеально, я ее на дальних подступах порежу, не позволив близко подойти. На лезвие можно смело ставить штамп анти-нечисть, лучше не придумаешь. При мысли об эффективном использовании нового оружия против сил тьмы, я вдруг призадумался об его бывшем хозяине. Очень вероятно, что передо мной его останки. Интересный человек, с интересным оружием. Присев попытался уложить мумию на спину. Не тут-то было. Слой мышиных экскрементов крепко приклеил ее к полу и к стене пещеры. Несмотря на все усилия, тело не шевельнулось, лишь с треском осыпались комки засохшего помета. Один из самых крупных комков, размером не меньше футбольного мяча, показался мне каким-то неправильным. Скрывал себе что-то. Немного его очистив, я ошеломленно замер, затем заработал с удвоенным усердием. Еще одна мумия, только не человеческая, птица, обесцвеченная, свалявшаяся в помете перья, скрюченные веточки тонких лапок, массивный кривой клюв. Попугай, волшебная птица этого мира, атрибут стражей. Зимы в Межгорье, как правило, мягкие, и это не было исключением, по крайней мере, до последнего времени. Сегодняшний мороз скорее редкость, чем обычное явление. Землю он сковать не успел, лишь сверху прихватил тонкой курочкой смершейся с рятины. Но копать все равно было очень трудно, слишком много камней. Я не верю, что страж по своей воле упокоился в пещере. Слишком грязно это место для добровольного выбора. Что там произошло, не знаю. Просто он умер, и его птица тоже. Убиты? Возможно. А может, попугай просто не смог пережить смерти того, с кем делил непростую жизнь. Видимо, это и был тот самый Буанис. Не поверю я, что в одном и том же месте сошлись сразу три стража. Даже два перебор. Хотя не такой уж и сильный. Я ведь стремился сюда сознательно, думая на следах предшественника найти ответы и лекарства. С лекарством все получилось просто замечательно. А вот с ответами не очень. Вопросов только добавилось. Я почти не сомневался, что Буанис приходил сюда перезапускать систему черного сердца тем же методом, который помог мне. Доводил организм до критической черты, заставляя срабатывать предохранительный механизм. По непроверенным предположениям, у каждого стража есть симбионт погони, как я иногда называю эту штуку. И, вероятно, некорректно он работает не только у меня. Вот и приходится время от времени заниматься экстримом. Почему бы Буанис шел на такие сложности? Это ведь рискованно. Устраивать чуть ли не суицид в такой опасной местности. Загадка. Может, ему жить надоело и оттого любил идти на риск? Или скрывал от всех тайну стражей? Или просто опасался, что увидев его восстание из мертвых, народ подумает нехорошее? Хотя, кто осмелится обвинить такого человека в опоганивании? Где он взял такое фантастическое оружие? Вопрос не праздный, а вдруг там еще что-нибудь подобное осталось? Мне бы не помешало. И вообще, учитывая технологичность изделия, хотелось бы пообщаться с мастерами, его создавшими, и посмотреть на их оборудование. Буанис уже ничего не ответит. Я не стал хранить его возле пещеры. Слишком мрачно там и погонью отдает. Нет, не место ему рядом с ведьмином логовом. И без того слишком долго там пролежал. Хватит. Могилу я вырвал на склоне холма. Хотел на вершине, чтобы со всех сторон простор, но передумал. Слишком далеко подниматься, что в моем состоянии нелегко. И слишком много камней, чуть ли не сплошная скала еще на полдороге начиналась. Сойдет и здесь. Думаю, Буанис на меня не обидится. Мне и так пришлось бросить все и остаток дня убивать на борьбу с неподатливой землей. Несмотря на физический труд, я сильно мерз, руки и ноги гудели от натуги, желудок настойчиво требовал своего. Но я копал и копал, разрыхляя грунт мечом старшего Дима, выгребая его же шлемом. Мумия почти что ничего не весила, и я легко пустил ее в могилу. На грудь Буаниса положил тельц попугая, возле правой руки оставил меч гоба. Молитвы я не знал, да и не настолько лицемерен, чтобы, будучи атеистом, устраивать религиозные обряды. Закопал без церемоний, в холмик вместо креста воткнул меч Мараша. Замер рядом, отер с олбах холодный пот. Нет, нехорошо как-то, надо хоть что-нибудь сказать, так принято. Сэр Буанис, сожалею, что не могу оставить вам ваше оружие, мне и самому пригодится. Не знаю, как оно называется, поэтому придумал ему новое имя. Теперь это просто штучка с большой буквы. Я чувствую, что дел с ним наделаю немалых. Вы будете довольны. Без обид. Я вот, когда придет мое время, не обижусь, если кто-нибудь возьмет мой меч для хорошего дела. А если этот человек еще и похоронит меня в таком красивом месте, буду рад вдвойне. Не знаю, сэр страж, как вы умерли и как жили, не знаю, но знаю, что погонь выгоняли в хвост и в гриву. Наверное, вот этой самой штучкой. Спите спокойно. Я намерен заняться тем же самым. Может, я и самозванец, но с нечистью мне не ужиться. Будьте уверены, проблем я ей добавлю. Вспомнив, что в могиле страшный одинок, добавил для его спутника. И ты, попугай, тоже будь в этом уверен. Твой коллега погонь чует хорошо, от нас она не спрячется. Хоть он и последняя скотина, но скотина полезная и лично для меня дорогая. Прощайте, страж и его птица. Не оглядываясь, направился вниз. Темнеет, а надо успеть хоть немного простернуть свою одежду и заняться сушкой. А еще сварить все коренья и водные орехи, которые нашел в нише с припасами. До завтра набить брюхо хватит, а там что-нибудь найду. Искать буду по пути, какая бы ни была погода, утром надо уходить. Нельзя здесь отлеживаться, дема возможно уже на полпути к маляруку. А еще мне не нравилась настойчивость, с которой голос во тьме рекомендовал как можно быстрее отсюда убираться. Один страж уже нашел здесь могилу. Что с ним произошло, не знаю. Не хочу стать вторым, но до утра придется подождать. Ночью к пещере пришли волки. Странно, раньше они вроде бы не рисковали приближаться, вероятно их отпугивал король. Теперь почуяв, что темной твари нет, осмелели. Копались в головешках оставшихся от фургона, что-то грызли. Скорее всего обгоревшие кости демов и ведьмы. Ничего другого там не было. В пещеру звери соваться не рискнули и правильно сделали. Я просто горел желанием испытать штучку в деле. Не судьба. Ну да ничего, шанс обязательно предоставиться. И не один. Утром хищники исчезли. Наскоро досушив над огнем одежду, я доел остатки старухиных припасов, закинул за спину набитый полезными вещами мешок губа, повесил на пояс меч, на грудь почищенную перевесь с ножами. Штучка пристроилась в руке, со спрятанным жалом она выглядела обычным дорожным посохом без рукояти. Все, пора в путь. Я благодарен этому месту за то, что оставил здесь свою немощь, но тем не менее назвать его санаторием не могу. Надеюсь, что никогда больше сюда не вернусь. Если уж припечет опять, то найду уголок посимпатичнее. Чего там мне желал зеленый? Утопиться? Чай не в пустыне живу. Не обязательно искать такую возможность в грязном бассейне на богом забытой дороге. Глава девятая Перекресток Волки Умнейшие твари Не так давно они не раздумывая напали на всадника вооруженного до зубов, в том числе и арбалетом. Понимали, что беспомощный доходяга не может аргументированно возражать против знакомства с клыкастой пастью. А вот сегодня следили за мной издали, даже не пытаясь сократить дистанцию. Догадывались, что хотя путник и не в лучшей физической форме, но связываться с таким себе дороже. Три хищника, вряд ли остатки той самой стаи. Их король, если не порвал, как тузик грелку, то отводил от этих мест навсегда. Территория освободилась и теперь осваивается новичками. Нападать не пытаются, но и в покое не оставляют. Кружат невдалеке, суетливо бегая с разных сторон. Чего-то выжидают. Наверное, надеются, что опять силу потеряю или сломаю ногу. Кстати, тоже вариант. Настоль кардинально пересеченной местности остаться без нижних конечностей легче, чем высморкаться. Волун на волуне, рытвины, промоины, крутые, не просыхающие из-за непогоды склоны, ударившим морозом превращенные в ледяные горки. Еще и ветер старается двинуть в лицо с такой силой, что пару раз едва на спину не опрокидывал. Реку я ухитрился перейти, не коснувшись воды, прыгая по камням. Они почему-то не обледенели. Видимо, просохнуть успели до холодов, течение слишком ленивое, чтобы забрызгивать их до макушки. На другом берегу пришлось остановиться. Путь преградил высокий и крутой обрыв. Местами он даже нависал над водой, там и обезьяне не пробраться. Где-то здесь я тогда сверзился вниз, спасаясь от волков. Точно не запомнил, но, думаю, легко найду, лишь бы попасть наверх. Так и получилось. Цепляясь за корни и ветки многочисленных корявых кустиков, почему-то решивших, что на крутом обрыве расти будет вольгоднее, я выбрался чуть ли не туда же, откуда не так давно прыгал. Отогревая замерзшие ладони, повернул голову и уткнулся взглядом в рассыпь крупных костей. Чуть в сторонке пустыми глазницами таращился обглоданный череп. Все, что осталось от бедной лошадки. Волков не было. Да что волков, здесь даже вороны не крутились. Все съедобное давно уже разорвано, склевано, переварено. К счастью, хищники и падальщики не соблазнились сидельными сумками. Комплект запасного белья оцарел, но это не беда. Высошу у костра и буду щеголять в нормальном тряпье, а не в этой грязной рванине. Еда. Когда-то здесь было копченое мясо, тонкие лепешки, напичканные орехами, балык, фляга с вином. Увы, эти деликатесы пришлись по вкусу здешним обитателям. На мою долю они не оставили ничего, кроме содержимого фляги. От горя я тут же сделал щедрый глоток, пока зеленый не видит, и продолжил заскание. Торба с овсом набита бесполезной трухой. Мелкие грызуны добрались. Ладно, все равно я не лошадь, чтобы зерном питаться. Топорика никто не тронул. Прихвачу, в хозяйстве пригодится. А вот и главное сокровище – арбалет. Не сказать, чтобы супероружие, но человек моей эпохи чувствует себя гораздо увереннее, если сжимает в руках что-нибудь, способное испортить здоровье дистанционно. Еще сокровища есть? Только седло и упряжь. Запрягать мне некого, так что оставлю. Разве что ремешки срежу. Они в хозяйстве тоже могут пригодиться. И торбу надо немного переделать, чтобы носить через плечо вместо рюкзака. Покончив с обыском остатков волчьего пиршества, пошел дальше уже более-менее знакомой дорогой. Несколько дней назад меня, отчаявшегося, разочаровавшегося во всем, едва шевелящегося от загадочной немощи, гоняла здесь стая хищников. А теперь я почти уверенно шагаю на практически твердых ногах и на будущее взираю, если не с оптимизмом, то не с безнадегой. Вскоре показались остатки разрушенного моста. Здесь я устроил длительный привал, до былой формы мне еще очень далеко и приходится часто останавливаться. Ничего, дальше пойду по древней дороге, а там шагать легче. Хоть и затянуло ее, но все равно по-ровному, а не по буеракам. Потихонечку доковыляю до малярока дня за 3-4, но в крайнем случае за неделю, черепашьим ходом. Плохо ориентируюсь в здешних масштабах, да и здоровье под вопросом. Если погода не улучшится, то быстрее продвигаться не получится. Хоть мороз и не свирепый, но на ветерке, да в одежде несерьезной. Даже сидеть некомфортно, приходится прижимать колени к груди, стараясь не растрачивать тепло. Здоровенная ворона, заметив издали суету волков, наматывающих круги вокруг скрюченной человеческой фигурки, нанесла визит с целью проверки наличия перспективы сытно пообедать. Присев на дереве, нависающем над речным обрывом, она некоторое время наблюдала за мной и, видимо, пришла к тем же выводам, что и волки. Разудалые пирушки в ближайшее время не намечаются. От досады она уныло каркнула и, взъерошив перья, застыла в медитации, ожидая, когда или я сдохну, или альтернативный вариант подвернется. Прочти ворона моей мысли, улетела бы тут же, обделавшись от ужаса. Я, косясь на арбалет, всерьез подумывал пульнуть в нее разок, чтобы потом съесть. На земле меня учили, что кушать можно все, лишь бы не было ядовито. Главное, предрассудки отбросить. Мы ведь цивилизованные люди, так что нечего обременять себя дикарским табу. Насекомые богаты протеином, в червях полно микроэлементов. Змеиная кровь повышает потенцию, а человечина вкусна и легко усваивается. Мой живот, требующий еще и еще, про предрассудки не вспоминал, но вот мозг сопротивлялся. Наверное, не мог смириться с тем, что будущий завоеватель мира мало того, что шастает фиг знает где, одетый в грязное тряпье, так еще и погаными птицами питаться вздумал. Пока брюхо сражалось с разумом, ворона, окончательно разочаровавшись в перспективах отведать мясца стража, с карканьем унеслась вдаль. Ну вот, упустил свой шанс. Уверен, Чингисхан на моем месте раздумывать бы не стал, а я ломаюсь, как монашка на сеновале. Покосился в сторону волков. Вот они точно мысли читать умеют, с точностью до метра знают ТТХ моего арбалета. Будто циркулем круг обвели, ни на шаг не пересекая границы, за которой начинается дистанция поражения. Видимо, знают, что являются родней собак, а собачатину очень даже можно употреблять, не отравишься. Будь у меня монстр вроде тех, которыми вооружены некоторые ребятки сержанта Дирбза, я бы, может, рискнул. Но оружие, созданное Гратом, рассчитано не промахиваться шагов на 40-50 мимо ростовой фигуры, а с десятка шагов попадать в любой глаз на выбор. Альтернатива ближнему бою, когда видишь, что противник решил тобой заняться вплотную, а драться с ним честно неохота. Волки больше, чем на сотню не приближались. С такой дистанции я, если и попаду, то чудом. А промах почти гарантированно оставят без болта. Запас коих невелик. Хотя однажды у меня такой номер выгорел. С артерским солдатом в амбразуре приграничной крепости. Ладно, до вечера еще далеко, а путь долгий. Глядишь, подвернется что-нибудь поинтереснее. Вскоре дорога вывела к лощине между двух каменистых холмов. Если смотреть вдоль нее, то не так уж далеко просматривались озерные воды. Это место я хорошо помнил. Если пойду направо по той же дороге, то доберусь до пещеры, в которой разговаривал со стариком. Мои люди забрали оттуда людей, но многие вещи оставили. Не исключено, что еда найдется. С другой стороны, местные жители могли сбежать, если не все, то часть, и тогда я с ними повстречаюсь. Уверен, они не горят желанием продолжать знакомство с человеком, приказавшим вытащить их из Клоаки, которую они привыкли считать домом и крепостью. Имеется далеко не нулевая вероятность столкнуться с черной неблагодарностью. Меня не встретят хлебом с улью, не станут кормить даже воронами, и что совсем уж никуда не годится, попытаются убить. Хотя бойцы они не важные, но и я сейчас не пойми кто. То ли заржавевший терминатор, то ли мастер ниндзюцу, перенесший инсульт и променявший свой черный синобиси дзоку на дешевое сало. Примечание. Синобиси дзоку. Маскировочное одеяние ниндзя. Конец примечания. Не хотелось бы сталкиваться с этими почти дикарями в пещере, где они знают каждое пятнышко плесени. Да и на свежем воздухе неприятности мне могут устроить. Навалятся толпой и забьют дубинами. Расстреляют из луков. Чиркнут ножом по горлу, когда усну. Кстати, а я действительно немного поумнел. Ведь когда придумывал свой гениальный план идти в одиночку по следам Буониса, даже не думал о пещерниках. А ведь знал, что часть из них наверняка сбежит. И мог догадаться, что у них есть уши. И они знали, что сэр-страж, будучи чуть ли не при смерти, на юг пойдет в одиночку. Чего им стоит догнать его и убить? Ведь у них, помимо острого желания покончить с тем, кто не дает им жить запуганными кротами, имеются и другие мотивы. Можно разжиться оружием и одеждой. Сплошные соблазны. Причем грабеж легко объяснить благородными побуждениями. Ни о чем подобном я в свое время даже не подумал. А теперь вот пришло в голову и сам удивился недавней тупости сэра-стража. Исправляюсь на глазах. Нет, не хочу идти направо. Потом как-нибудь наведаюсь с отрядом мрачных бакайцев или латников Дирбза. Повернуть налево? По идее, это кратчайший путь в Мальрок. Вот только проходит он по одному из самых глухих уголков Межгорье. Люди здесь не селятся по целому ряду причин. Во-первых, из-за сильно пересеченной местности здесь мало удобных троп и нет серьезных дорог. Во-вторых, почва скудная и каменистая. Весь перегной из крутых склонов сносит дождями. Не лучшие условия для выращивания сельскохозяйственных культур. Конечно, можно разводить овец, но здесь вмешивается третья. Дальше, к югу, холмы становятся все выше и выше, перерастая в неширокий хребет, протянувшийся почти строго с запада на восток по левому берегу Ибры. А на правом берегу этой реки начинаются владения погони. Среди тамошних обитателей встречаются любознательные непоседы – рейдеры. Они имеют нехорошую привычку, сбившись в небольшие стаи, перебираются через водную преграду для нанесения недружественных визитов соседям. Нормальные люди стараются от подобных гостей держаться как можно дальше, так что желающих заниматься животноводством найти нелегко. Итого, дикая местность, в которую даже мои разведчики еще не совались. Дичи там вряд ли много, деревень, в которых можно найти съездное, тоже. Прячущихся межгорцев не найти. Зато есть риск встретить гостей с юга или подруг пещерной ведьмы. А оно мне нужно так же сильно, как в миске дырка. Хоть камень ставь на этом месте с предостерегающими надписями. Налево пойдешь – и забьют. Направо – тумаков заработаешь. Прямо – по шее получишь. Так что не надо никуда ходить. Сиди себе, помирай с голоду. Может, все же через пещеру? Обойду ее десятой дорогой, и никто не заметит. Ага, обойду, как же? Тамошние межгорцы – настоящие профи в вопросе выживания. В окрестностях мышь не успеет пискнуть, а они уже меры принимают. К тому же я слишком плохо знаю местность, чтобы сложные маневры устраивать. Кроме этой дороги ничего не видел, да и был тогда в не лучшем состоянии, чтобы запоминать детали. Пробраться по южному берегу озера и дальше на запад? По глухомане? И чем я буду питаться на этом коротком пути? Кстати, идти по дебрям на деле выйдет гораздо дольше, чем по дорогам обжитой части долины. Бедные мои ноги. Как же им не хватает коня? Стоп. Я ведь диверсант из высокоразвитого мира. На такие должности безнадежных идиотов не берут. Собрался завоевателем стать? А сам замер на ветру и рассуждаю тем местом, которым нормальные люди стулья полируют. Зачем бить ноги, если вся центральная часть долины вдоль и поперек покрыта водными путями? Если я продвинусь чуть дальше, в сторону пещеры, то вскоре миную озеро. Дальше слева будет вытекающая из него река. Все, что мне надо, это найти лодку, что вряд ли станет проблемой в разоренном погонью и артарцами краю. А возле Мальрока их было полно. Там даже корабли остались. Хоть значительную часть пути придется бороться с течением, все равно лучше, чем двигаться по суху. Вот, начал правильным местом думать. Кстати, можно вообще без лодки? Главное переправиться на другой берег реки и дальше топать вдоль воды. Там всегда есть тропы или дороги. Встречаются рыбацкие деревушки, где можно что-нибудь выкопать на заброшенных огородах. Велик шанс наткнуться на межгорцев, лояльно относящихся к новой власти. Потихоньку выйду к мосту перед главным озером долины, а там уже до замка рукой подать. Крюк, конечно, выйдет изрядный, но это тот случай, когда он в помощь. Солнце показывается раз в неделю и ненадолго, так что заблудиться в непроходных дебрях – плевое дело. А при этом варианте с пути не собьешься, вода приведет куда надо. Опять же удобство передвижения, безопасность, высокий шанс разжиться продовольствием. И смотря на плюсы, которые сулил новый вариант, я не торопился срываться с места. Не доверял себе. Внешне удачные идеи слишком часто в итоге оборачивались нешуточными приключениями для тех мест, в которых у меня нередко протекает мыслительный процесс. Не спеши, Данн, подумай еще. Вроде подвохов не видать. Нет у меня лучшей альтернативы. Решено. Двигаюсь в сторону пещеры, но на полпути делаю резкий разворот к реке. Дальше или лодкой, или переправлюсь и топаю по берегу. Деревня обнаружилась в истоке реки. Дома частью тянулись вдоль берега Черного озера, частью вдоль ленивого потока, переваливающегося через край переполненной природной чаши. Строений было немного, что неудивительно. Я еще ни разу не видел, чтобы рыбаки устраивали крупное поселение. Поговаривали, что самый южный водоем Межгорского ромба одновременно и самый холодный. На первый взгляд странно, но если вдуматься, то все логично. Ведь ручьи, которые его питают, берут начало и протекают по северным, наиболее обделенным солнцем склонам. Черное озеро лежит в котловине, прикрытой от ветров, и воды его перемешиваются слабо. Из-за того, что светило прогревает верхний слой, потихоньку перетекающий в реку, вода в потоке теплая в любое время года. Разумеется, все относительно. Сейчас и солнца давно нет, и сезон далеко не купальный. То, что вода в реке на градус другой теплее, чем в среднем по озеру, не утешает. Лезть в этот жидкий холодильник совершенно не хочется. Но закон подлости не подкачал. Лодок не было. Точнее, я нашел одну, но такую старую и рассовшуюся, что лучше уж на решете переправляться, чем на этом тихом ужасе. Еды в деревне тоже не нашлось. Она была обчищена дочисто. Даже соли в сушилках не осталось. Скорее всего, поработала та самая банда бомжей, пещеру которых я решил обойти десятой дорогой. И что делать, прикажете? Мне надо на другую сторону. Хоть речка и горная, но по камешкам ее не перейти. Серьезный поток. Что остается? Дальше по дороге должен быть мост. Именно им намеревались воспользоваться мои люди, которым из-за чудачества Сюзерена пришлось возвращаться южной дорогой. Идти туда? Не хотелось бы. Это слишком близко к пещере, а местность там слишком открытая. Что остается? Остается тяжелый физический труд на голодный желудок. На сооружение плота у меня ушло около часа. Рубить деревья не пришлось. Все материалы позаимствовал от домов и сараев. Похвалил себя за предусмотрительность. Топорик пригодился. Не сказать, что получился второй ноев ковчег, но через реку переправиться хватит. А дальше пусть в труху рассыпается, или в море споловляется самостоятельно, и дальше до местного арарата дрейфует. Мне безразлично. К штурму водной преграды отнесся ответственно. Связал вместе штучку и ножны с мечом. Прикрепил их к сумке. Все вместе пристроил за спиной. Не слишком удобно. Зато не уроню в воду. Руки должны быть свободны. В них придется держать шест. При попытке забраться на плот, понял, что он слишком неустойчив. Стоять на нем во весь рост рискованно. Не пристало будущему владыке мира на коленях устраиваться. Но раз зрителей нет, можно поступиться капелькой величия. Тем более, что без свидетелей я не слишком гордый. Так в колено преклоненной позе я и начал переправу. Речка узкая, полминуты дел максимум. Увы, не успел до середины добраться, как случился опаснейший форс-мажор. Длинный шест, которым я отталкивался от дна, ухитрился там застрять. Наверное, меж камней больших угодил. А вытащить его дело нетрудное, но здесь мешалось течение. Оно не желало ждать. Продолжало тащить плот, будто упряжка упрямых быков. Шест изогнулся, а затем мне пришлось выпустить его из рук. Иначе пришлось бы остаться здесь, провожая взглядом уходящий ковчег. Случившееся поставило меня в затруднительное положение. Я не заботился изготовлением запасного шеста, преждевременно себя в умные записал. Огрести руками или ушами – затея бесперспективная. Течение иногда начинало тащить плот к берегу, но там он рано или поздно наталкивался на камни, после чего его опять отталкивало на середину. Застревать на рифах он не желал, а речка чем дальше, тем веселее наращивала ход. От идеи использовать вместо потери штучку отказался. Велик риск ее лишиться, да и коротковато. Мало где до дна сможет достать. А в сущности, чего я разволновался? Несет меня именно туда, куда хотел. Даже если не получится добраться до левого берега, просто дождусь, когда занесет в озеро. Там течение не такое беспощадное – выгребу штучкой. Или придела на миг к бестолковой голове ушами. Мысли были хорошими и правильными, вот только комфорта маловато. Мало того, что сижу в унизительной позе, так еще и конструкция, сбитая наспех, демонстрировала последствия оставленных дефектов. Бревна разъезжались, из-за чего едва не провалилась правая нога. На брунах плод начал предсмертно трещать. Холодная вода ухитрилась промочить штаны. Прикинув расстояние до озера, я приуныл. Даже с такой скоростью добираться до него придется не один час. К тому моменту я превращусь в отупевшую от холода ледышку. Вкупе с голодом – слишком серьезное испытание для ослабленного организма. И аллергию на речные прогулки могу заработать. Не, ну его. Надо к берегу выбираться, пока мой ковчег не стал титаником, повторив печальную участь своего знаменитого предшественника. Осторожно, стараясь не развалить и без того на последних соплях держащийся плод, снял со спины связку барахла, достал из нее штучку. Коротковат шест, и двух метров не наберется. Ничего, до дна я загадочной красавицей тянуться не буду. Поработает веслом, а вось не обидится. Нащупал паз, потянул вверх ползунок. На конце вспыхнуло нереально отполированное лезвие. Жаль, что размеры его столь скромны. Сейчас бы не помешала лопасть побольше. Надо выговор объявить неизвестным мастерам. Могли бы предусмотреть регуляторы длины и ширины. Теперь остается дождаться, когда течение в очередной раз понесет к левому берегу. А там начну ему помогать. Если не с первой попытки, то с десятой все получится. До десятой попытки дело не дошло. Уже на третьей я удачно оттолкнулся от вовремя подвернувшегося валуна. Затем избежал столкновения с другим. После чего течение выбросило плотик на тихую воду прибрежной полосы. Здесь я уже не опасался лишиться штучки. И пришлось изящному продукту неведомых технологий поработать вульгарным шестом плотогона. Впрочем, после издевательств с попытками грести лезвием ее, наверное, уже ничем не смутить. За пару шагов до береговой полосы плот, хрустнув о валун, встал намертво. Ноги от долгого сидения в неудобной позе одеревенели. И поднимаясь, я едва не рухнул в воду. В принципе, уже не страшно. Разве что макушка до сих пор ухитрялась сухой оставаться. Выбравшись на сушу, первым делом энергично размялся. Живот при этом скрутило болезненной судорогой. Бедолага как бы намекал, что без приличного продуктового довольствия не стоит плясать ошпаренной макакой, расходуя и без того невеликие силы. Я сделал вид, что глух к намекам продолжил разгон крови по жилам. Уж очень замерз. И тут случилось маленькое чудо. Через огромную прореху в сплошной облачности проглянуло солнце. Даже вспомнить боюсь, когда я видел его в последний раз. И хоть ясное небо при такой погоде обычно свидетельствует о продолжении заморозков, или даже их усилении, все равно счел это хорошим предзнаменованием. Высшие силы будто благословляют на продолжении пути, поздравляя с удачным исходом нелегкого этапа. Задерживаться здесь не стоит. Местность открытая, просматриваемая со всех сторон. Разогнал кровь по жилам и ходу отсюда. Надо найти местечко поинтимнее. Отойдя от берега, нашел среди кустов полянку, поросшую высокой травой. Она, естественно, засохла, зато при желании здесь можно было сток сена заготовить голыми руками. Сток мне не нужен. Не настолько еще голодал. А вот маленькая хапка пригодится. Сбив ее в подобие подушки, уселся на мягкое и предался странному занятию. Начал разглядывать штучку. Дело у меня не в проворот, причем одно важнее другого. Но все равно нужен отдых после веселой переправы. Да и солнышко, даже зимнее, хоть немного влагу из одежды должно убрать. Разжигать костер средь бела дня нежелательно. Опасная пещера недалеко. Сухих дров нет. Дым заметят и подумают нехорошее. Так что надо терпеть до вечера, растрачивая остатки энергетических запасов на дополнительный прогрев организма. Как стемнеет, где-нибудь в овраге устроит теплый ночлег. Нельзя сказать, что до этого я не изучал оружие Буаниса. Но впервые выпала возможность сделать это при ярком свете. Да и вопросы дополнительные накопились. Когда монотонно шагаешь, стараясь не думать о голоде, в голову иногда разные мысли лезут. В том числе и умные. Вот почему старуха не забрала штучку себе. Если ей не нужна, могла бы обменять на что-нибудь полезное у гостей Димов. Или просто им отдать. Нет же, оставила валяться в самом вонючем углу пещеры. То, что гости к ней забредали ни один раз, это факт. Убиенная мной парочка в разговорах между собой давала понять, что о бабке и ее жилье знают многие, причем с подробностями. Значит, место, если и не пользовалось бешеной популярностью, то было хоть изредка посещаемым. А вот мечей у Буаниса не осталось, и при обыске я их тоже не нашел. Не могли же рассыпаться в пыль. Забрал кто-то. А тут такое чудо. На полу просто так валяется. Да увидеть гоп или его командир это оружие? Нет. На глаза она таким, как они, точно не попадалась. Может, старуха думала, что это простая палка? Может и так. А вот только есть одна странность. Мумия стража была покрыта слоями мышиных экскрементов, будто коркой. Мне пришлось долго очищать перевязь, которую приватизировал. А чтобы обыскать одежду, потратил не меньше часа. Дерьмо, окаменев, по твердости немногим уступало цементу. А еще оно, видимо, по едкости приближалось к кислоте. Кольчугу сожрало до сплошной ржавчины, и одежду обесцветило. Кожа перевязи плохо гнулась и выглядела так, будто я нашел ее на задворках помойки, что на удивление близко к истине. А метательные ножи не коррозировали лишь потому, что были сделаны из бронзы, да и та местами позеленела. И во всем этом разгуле дерьма штучка лежала абсолютно чистой, будто обнаженная девственница в кабине озабоченного дальнобойщика. Я во многое готов поверить, но только не в то, что летучие мыши, движимые любовью к прекрасному и загадочному, старались гадить мимо оружия стража. Щедро вывозив древко штучки, я положил ее на сухую траву и занялся наблюдениями. Надолго это занятие не затянулось. Нет, не потому, что надоело. Просто в какой-то момент понял, что на оружии не осталось ни пятнышка, а я даже не заметил, как это получилось. Повторил опыт. Так и есть. Секунд двадцать-тридцать, и грязи как не бывало. Не пристает она, будто испаряется, или потихоньку осыпается. С лезвием аналогично, точнее, еще круче. Его даже на секунду нельзя было испачкать. Значит, мышки на штучку гадили, только безрезультатно. Очень удобно. Я по натуре не последний лодырь, но рад, что обзавелся оружием, не нуждающимся в чистке. Вернемся к главному вопросу. Почему такую странную, бросающуюся в глаза вещицу, не приватизировала старуха? Она не могла ее не заметить. В ту часть пещеры наведывалась постоянно, устроив в одном из углов нужник. Рано или поздно обязана была заинтересоваться необычным шестом. Забрать, спрятать среди остального хлама. Но нет, оставила на полу, возле тела стража. Стоп. Как лежала штучка? Аккуратно. Параллельно стене. Бабка специально так положила? Зачем? Откуда мне знать? Если у обычных психов не все дома, то у старухи, похоже, вообще весь народ оттуда свалил безвозвратно. Надо быть таким же сумасшедшим, чтобы понять логику ее поступков. Ладно, спишем все на ведьмину шизофрению. А откуда вообще бы они смог достать такую прекрасную вещицу? Глядя на волшебный клинок, жаба, давясь слюной, рисует воображение картины огромных складов, набитых еще более полезными вещами. Мне много не надо, хотя бы несколько тысяч мечей из этого металла, и миллион наконечников для стрел и болтов. Для заработка стартового политического капитала хватит, а там я уже без подарков судьбы развернусь. Так и вижу, как на пути разогнавшегося серебряного лезвия оказывается шея ненаглядного инквизитора. А потом иду в гости к палачам. Я человек не злопамятный, но зла не забываю. Из сладких грез вырвал грубый, сразу непонравившийся голос. Да этот блаженный здесь яйца вызиживает. Глава десятая. Опасная штучка. Перед заброской в неизвестное я прошел достаточно приличную подготовку. Среди инструкторов встречались интересные люди, а иногда и откровенно чудаковатые. В то время меня это удивляло. И лишь здесь понял, человек, готовящий добровольцев для столь странных миссий, должен быть хоть немножко сумасшедшим. Среди них запомнился один, не знаю, как называлась его должность. Мне его представили как психолога, специализирующегося на кризисных ситуациях. До знакомства с этим субъектом у меня сложилось о специалистах-психолога шаблонно неверное представление. Интеллигентные дядечки с добрыми глазами, которые ни на миг не переставая улыбаться, с помощью тактичных умных слов легко докажут, что все твои жизненные проблемы проистекают из того, что ты считаешь себя обделенным размерами некоего органа, или испытываешь подавленное влечение к двустворчатым моллюскам. Тот инструктор на интеллигента похож не был. Уверен, что робкие люди, сталкиваясь с этим красномордым бугаем на тихой ночной улочке, рефлекторно тянулись к кошелькам и мобильным телефоном, намереваясь расстаться с ними добровольно, чтобы не обогащать стоматологов. Взгляд у него был недобрым, и улыбок я за ним ни разу не замечал, чему не удивлялся, ведь бульдозеры не улыбаются. Говорил этот человек коротко, не заботясь о такте и интеллектуальной глубине сказанного. Лекции его были короткими и запоминающимися, а на практических занятиях я неоднократно зарабатывал негативные эмоции. Инструктор был уверен, что без этого допинга материал усваивается гораздо хуже. Его многозначительная фраза, применимая к этой ситуации, глубоко засела в моей ранимой душе. «Парень, если кто-то незаметно подкрался к тебе сзади, то в лучшем случае это армянин». Говоривший находился за спиной, и это говорило о многом. Он сумел приблизиться бесшумно, что непросто. Пожухлая трава, пропитанная влагой многодневных дождей, на морозе обледенела и громко хрустела под ногами. Чтобы не выдать себя этими звуками, надо сильно постараться или быть призраком. Чтобы выйти на дистанцию, за которой все старания бесполезны, надо быть чертовски уверенным в себе человеком. Ведь люди, как правило, не любят тех, кто к ним подкрадывается сзади, и могут неадекватно отреагировать, когда заметят. Он наткнулся на меня не случайно, увидел издали. Случилось это, скорее всего, на стадии высадки. Ведь теперь я был неплохо укрыт среди кустов, разросшихся стеной у подножия пригорка. Любитель подкрадываться разработал способ приблизиться, не вспугнув. После всех мер предосторожности он, подойдя, громогласно объявил о своем присутствии. Это важный штрих. Незнакомец считает, что первый этап своего неведомого замысла выполнил, и таиться больше не стоит. Ничего не имею против армян, но в этом мире ни разу с ними не сталкивался, и очень сильно сомневаюсь, что в данном случае имею дело с их представителем. Значит, это не лучший случай. Что он будет делать дальше? Это мне неизвестно, но точно знаю. Я все же недалеко ушел от прежнего дурака, коим являлся. Вот зачем расположился неподалеку от реки? Сам ведь прекрасно знаю, что здесь всегда протягиваются дороги или звериные тропы, по которым могут передвигаться все желающие, в том числе и настроенные не слишком дружелюбно. Засветившись на переправе, я должен был исчезнуть отсюда. Но нет же, обрадовался солнышку, расселся, воткнул глаза в штучку, почти не следя за окрестностями, за что и поплатился. Ведь вода поневоле притягивает взгляд. И если кто-то был неподалеку от берега, то не мог не заметить моей героической высадки. А увидев, что я, вместо того, чтобы сделать солидный марш-бросок подальше от опасного места, плюхнулся на первой попавшейся полянке, сделал вывод, что перед ним, как минимум, безобидная личность, как максимум, идиот, что ближе к истине. Лавина мыслей промчалась через голову в одно мгновение, но не смутила, не залила волнами паники, не заставила суетиться. Желая неизвестной моей смерти, я бы уже заработал очередную порцию кровавых неприятностей. Значит, не стоит делать поспешных выводов и неосторожных движений. Спокойствие дан. Главное, спокойствие. Заблаженного, считаете? Но пусть так и будет. Нехотя, будто через силу, обернувшись через плечо, рассмотрел говорившего. И не только его. Увиденное мне очень не понравилось. Во-первых, незнакомцев было трое. И кто из них обладатель голоса бегемота, запертого в бочку, непросто понять. Все, как на подбор, высокие, плечистые, красноморды, наглые, уверенные в себе, вылитые копии того самого инструктора по кризисной психологии. Такие просто обязаны изъясняться подчеркнуто грубым басом, по лошадинам ржать над примитивными шутками, отбирать копеечные пенсии у робких старушек и стучать по головам ротозеем вроде меня. Во-вторых, все они были отлично вооружены и экипированы. На двух кожаные доспехи, на третьем помесь пластинчатого с кольчугой. Сделано качественно, но как-то непривычно. Не часто похожие конструкции встречать доводилось. Если уж откровенно, всего два случая помню. На поясах мечи, кинжалы, топорики. У одного в руке копье, у другого за спиной серьезного вида арбалет. Шлемы, высокие сапоги, на руче, у всех, щит лишь один, у самого закованного. В-третьих, никого из этих субъектов я не знал, а это совсем никуда не годится. Такие крутые вояки были лишь у меня, уцелевшие межгорцы, если и носили доспехи, то потасканного типа, как и вся их одежда и снаряжение. Жизнь в лесу и горах не располагает к сохранению блистательного внешнего вида. Итого, передо мной три отлично вооруженных и экипированных субъекта, умеющих бесшумно подкрадываться к относительно честным людям. Они сыты, на их лицах незаметно следов перенесенных тяжких испытаний, зато заметна непоколебимая уверенность в своих силах. Такое впечатление, что где-то там, невидимый из-за зарослей, стоит ударный авианосец, готовый поддержать их в любой момент. А у арбалетчика доспехи точь в точь как у гоба. Вот повезло, так повезло. Наткнуться на тех самых демов, которых не дождалась убитая мной парочка. Нет, я не забыл про них и был готов к нежелательной встрече, но не сейчас же. Им здесь сделать нечего. По местной реке строго не протащить, а значит и галере там делать нечего, да и ведет она к южному озеру Межгорского ромба, а там тупик. Из него не попасть к Мальроку или другим населенным местам. Там дикие берега с редкими крошечными рыбацкими деревушками, заброшенными с прошлого года. Почти пустыня. Пиратскому флоту и в лучшие времена не найти добычи, а уж сейчас и подавно. Демы должны пройти гораздо севернее. Смущает, правда, то, что губ высматривал их с вершины холма. Не уверен, что даже с биноклем оттуда можно было проследить за далеким водным путем к замку. Но кто знает, может у пиратов свои способы наблюдения или связи? Жаль, не было возможности устроить допрос. Скорее всего, передо мной разведка. Обыскивают берега рек в поисках уцелевших поселений. Логичный ход. Я бы на месте тех, кто охотится за людьми, сделал так же. Человек неисправим в своей тяге жить поближе к воде. Даже я, прекрасно зная про риск подобных мест, все же дал застать себя врасплох. Олух. Удивительно, как много мыслей может промелькнуть в голове за пару секунд. Думать я все же умею. Жаль, что занимаюсь этим запозданием. Раньше надо было. Верзила в кожаном доспехе, не переставая ухмыляться, выдал очередную тонкую остроту. Яйца хоть свои высиживаешь, или как? Столь незатейливый юмор его спутникам понравился, предсказуемо заржали. А мне было не до смеха. Вот-вот они заметят Матийца в черных ножнах. Трава его скрывает плохо. Мой небогатый опыт знакомства с демами подсказывает, что после этого у них резко испортится настроение. А наши без того непростые отношения станут бесконечно далекими от дружеских. Три воина, готовые к бою, для меня слишком много. Но отмотать время назад, чтобы убраться подальше до их подхода, не получится. Как жаль, что жизнь не компьютерная игра. С охранки не загрузить. На пастушка похож, заметил лучник. Такой же оборванный и тупой. Скотини любят дурачком ставить. Они вечно с посохами. И где ты видишь скотину? Спросил первый. Да и зачем пастуху в реку лезть? Диалог они вели между собой, поглядывая на меня, будто на неодушевленный предмет. Наверное, в их глазах я таким и являлся. Молодой паренек, не калека, хорошая добыча. Таких они забирают с собой туда, откуда никто не возвращается. Я для них просто ценный приз. Третий, закованный в сталь, созерцал меня молчаливо, застыв статуей, но вдруг напрягся, шагнул вперед, пытаясь заглянуть к глупому пастушку через плечо. Не надо быть гением, чтобы определить предмет его интереса. Глаза демо ставились на чернеющий изгиб ножен. Что будет дальше, я уже знал. Не люблю опускаться до рукоприкладства, но других вариантов не вижу. Троица стояла во весь рост, и хотя оружие в руках сжимал лишь один, остальные могли выхватить его в одно мгновение. Я в менее выгодном положении, сижу на земле, мать яйца лежит под рукой, но в ножнах, из которых выхватить его сложнее. Зря от пояса цепил. А штучкой с такой позиции не особо размахнешься. К великому сожалению, перед появлением демов я как раз рассматривал безобидный торец. Древко уходило за спину в сторону врагов, лежало на земле. И надо сорок лет тренироваться в Шаолинском монастыре, чтобы ухитриться успешно атаковать насторожившегося громилу. Я не успел что надо рискнуть выяснить кое-что на практике. Если я ничего не выиграю, то и потеряю немного. Очень хотелось узнать, что получится, если, приставив торец древка к препятствию, освободить сверкающее лезвие. На подопытных кроликах поставить эксперимент уже не успею, так что придется пойти на неэтичный научный опыт. Молчаливый Дем сделал еще один шаг. Его левая ступня опустилась в считанных сантиметрах от штучки, от ее опасного торца, способного выплеснуть фонтан жидкого металла, молниеносно формирующего всесокрушающее лезвие. Враг, поняв, что зрение его не обмануло, и у тупого пастушка под рукой лежат ножны с матийским мечом, охнул, ухватился за рукоять меча. Я чуть приподнял древко над землей, приставил наконечник к тому месту, где ступня переходит в голень. Дем не пытался отступить, его не пугал пастушеский посох. Палец в паз, потянуть вперед. Я был готов к разным вариантам. Выскочившее лезвие могло подрезать ногу, могло не выскочить вообще, заблокировавшись о препятствии, могло оттолкнуть руку назад, не вонзаясь вплоть. Но штучка поступила иначе. Нога взорвалась, во все стороны брызнула кровь, крошечные ошметки мяса, игла разможженной кости. Все это добро щедро обгадило мою и без того непрезентабельную одежду. Досталось даже парочке оставшихся головорезов, стоявших в трех шагах позади товарища. Искалечный дем с криком завалился на спину, оставив на окровавленной траве начисто отхваченную ступню. Его меч выскользнул из руки, встрял в землю рядом со мной. его выдернул, не размахиваясь, продолжая движение, запустил ворболетчика, постаравшись придать оружию горизонтальное положение, острием вперед. На столь скромной дистанции закрутиться не успеет. Дем на подленку среагировать не успел, согнулся от удара в живот. Аборигены не привыкли швыряться дорогостоящими мечами, вот и поплатился за шаблонность мышления. Доспехи спасли, но все равно больно, железяка тяжелая. На большее я и не рассчитывал, хоть бы на миг отвлечь одного, чтобы пообщаться с оставшимся тет-а-тет. Тот не спал, уже отскакивал назад, ведя копьем в мою сторону. Наконечник, хоть и имел режущие кромки, с моей штучкой не сравнить, такой дубиной не очень-то помахаешь. Стремясь сократить дистанцию до минимума, я слишком поспешил, неосторожно наступив на голый участок подмороженной земли, забрызганной кровью. Нога поскользнулась, и вместо рывка я едва не растянулся плашмя, чудом успев опереться на левую руку. Дем, не ожидая от меня столь глупой промашки, тоже дал маху, успел лишь покасательно изодить лезвием спину. Резануло больно, кожа ниже лопатки мгновенно потеплела от хлещущей крови, но других последствий не было, я мог продолжать бой. Повторив атаку с низкого понимая, что длинное оружие здесь уже не поможет, разжал ладони, потянулся к мечу. Поздно. Взмах, перехват рукояти, отменный рубящий удар. Противник попытался прикрыться, но наруч его не спас. Штучка легко отсекла предплечье и завершила атаку в шее врага. Сил отделить голову от тела не хватило, но этого и не надо, дем без пяти секунд труп. Не оглядываясь, рванулся дальше, шагнув за тело все еще стоявшего противника. Тот не верит, что это конец, замер, прижимая уцелевшую руку к разрубленной шее. Это хорошо, значит лупить меня ему нечем. Если и потянется за мечом, мгновенно выхватить его не успеет, разве что пинка отвисит вслед. Но такую малость я как-нибудь переживу. Арбалетчик, как я и предполагал, не стоял на месте. Ничем на изготовку. Это он зря, лучше бы бежал, пока ноги целы. Три врага для меня многовато, а вот по одному валить в самый раз силы и наглости пока хватает. Штучка на готове, еще шаг и можно начинать. Зим не совсем дурак, остановился, настороженно косясь на сверкающее лезвие. Начал медленно переставлять ноги, уходя влево. Закружить решил? Вряд ли. Скорее пытается придумать способ, как подобраться на дистанцию работы мечом и не остаться при этом инвалидом. Где-то за спиной воет первый, оставшийся без ноги. Он сохранил три боеспособные конечности и это меня нервирует. Второй начал оседать, все еще стараясь зажать смертоносную рану, а я пятясь подобрался к латнику, крутанул штучку, вбил ее сверху вниз без всяких изысков, будто ломиком в лед. Сталь доспеха хоть и поддалась неохотно, но сдержать оружие стража не смогла, лезвие ушло глубоко в грудь. Клинок имел хорошие шансы застрять, и лучник не выдержал, рванулся, замахнулся, не застрял, я легко вытащил, даже как-то слишком уж легко, успел прикрыться. Оглушительный звон встречного удара, оба били от души, мы ему хоть бухны, а меч дема обзавелся чудо, что не сломался. От сотрясения руки предательски задрожали, не доверяя им, я продолжал пятиться, встретив новый удар уже покасательный, отвадя меч в сторону. Затем быстрый отскок назад, вращение древка в плоскости, близкой к вертикальной, у самой земли перевод движения в горизонтальное, будто траву косить собрался. Японская девушка, памятью которой я воспользовался, таким приемом умела сделать из самурая заказчика на пару протезов. У меня, увы, все вышло не так эффектно. И рост не тот, и руки кривые, и физическая форма никудышная. Клинок неловко черкнул по земле, растеряв немалую часть силы замаха, и лишь затем впился в ногу. Не отсек, но до кости прорубил. На вид рано не солидное, но противник тут же с криком припал на поврежденную конечность. Это он зря, я не из тех, кто не бьет лежачих. Еще один взмах. Дим успел выставить меч, но это в последний раз. Клинок, не выдержав очередного знакомства со штучкой, переломился. Враг, хватаясь за рукоять ножа, попытался отступить. Будь у меня оружие покороче, маневр имел бы шанс на успех, а так без вариантов. Серебристое лезвие в колющем ударе прошло через многослойную кожу нагрудника, погрузилось вплоть. Все, сердце разрублено. Нормальный человек просто обязан немедленно свалиться и умереть. Но этот дем продолжал пятиться раненым крабом, вытягивая нож и басовито подвывая. Движения его стали менее уверенными, суетливыми, но отдавать концы он упорно не желал. В ходе подготовки меня предупреждали, что останавливающего действия холодного оружия иногда недостаточно для мгновенного выведения из строя даже в случае смертельной раны. Похоже, тот самый случай с разрезанным сердцем не выжить, но некоторое время протянуть реально. Вариантов ровно два. Дождаться, когда дем все же свалится или продолжать атаковать в надежде, что новые раны его доконают. Я выбрал второе. Не люблю стоять без дела, отдавая инициативу противнику. Нож против штучки не смотрится, и дем это прекрасно понимал. Наверное, и про то, что уже не жилец, тоже догадывался. Пошел на крайние меры. Метнул свое оружие, целям не в грудь. Отбился древком, заработав порез на предплечье. Шагнул, размахнулся. Вычислив, что противник собирается присесть под ударом на здоровую ногу, в последний миг повел ниже, вбив лезвие в точку, откуда растет шея. На плечник разнесло точно бумагу. Кости тоже не оказались преградой для волшебного лезвия. Лишь позвоночник его остановил. Хорошая рана. Арбалетчик завалился. Выдернув штучку из агонизирующего тела, крутанулся на месте, оценивая обстановку. Раненый в шее уже отключился, мозг, лишенный щедрого притока крови вырубается почти мгновенно. С арбалетчиком тоже проблем не будет. Латник еще шевелится, хрипит пробитым легким. Сомнительно, что от него можно ждать неприятностей. Странно, что до сих пор кровью не изошел, хотя вряд ли бой длился больше минуты. Скорее меньше. Просто время в такие моменты имеет свойство растягиваться. Покосился на лезвие штучки. Чистая. Ни капли крови не пристала ни к нему, ни к древку. Хоть и потрепали меня, но вещь показала себя с наилучшей стороны. Не просто странная и красивая, смертоносная. Неудивительно, что она мне сразу понравилась. В коротком сумбурном бою разделаться стройкой неслабых противников это нечто на грани фантастики. И пусть они не ждали от меня такой прыти, пусть оружие стражи оказалось нехорошим сюрпризом, но и я сейчас далеко не на пике своих возможностей. Рана на левом предплечье уже перестала кровоточить. С порезами мое тело справляется быстро. Еронда, без лечения зарастет. Что на спине непонятно, не увидишь. И попросить посмотреть тоже некого. Рубаха мокрая, но невозможно определить, хлещет до сих пор или уже все. Хотя нет, все же хлещет. Кровавый ручеек начал затекать в штаны. Хреново, убитых рано или поздно хватится и пойдут по следам. Будет мило, если при этом найдут меня, мертвого или обессилевшего. Надо немедленно ценить масштабы кровотечения. И если оно опасно, принять меры для остановки. Тампон, перевязка. На это дело можно пустить рубаху. Но есть одна проблема. Рана на спине, причем я ее не просто не вижу, не ощущаю. Ни боли, ни других симптомов. Сплошная онемевшая зона от копчика до левого плеча. Попробовать перевязаться вслепую не получится. Нет гарантии, что тампон окажется там, где надо. Надо как можно быстрее придумать способ рассмотреть рану. Если дело серьезное, то каждая секунда приближает меня к острой кровопотере. В парикмахерской для оценки стрижки затылка клиенту предлагают два зеркала. Одно у меня есть, лезвие штучки. Второе. Посмотрел на реку, проглядывающую сквозь голые кусты. Течение у берега практически нулевое, волнения вообще нет, на небе солнышко еще не скрылось. Идеальные условия использовать водную гладь в качестве зеркала. Ну, не идиот на открытое место выбираться. А какой выбор? Мне для начала надо хоть бы один взгляд на рану бросить, а там уже подумаю, стоит что-то мудрить или тело самостоятельно справится. Кровь это жизнь. Придется рискнуть, но определиться с этим вопросом. Сейчас для меня нет ничего важнее. Бросаться напрямик не стал. Где три разведчика, там и тридцать могут оказаться. Вдруг послали группу познакомиться со мной поближе и ждут ее возвращения. Увидев окровавленного пастушка, ковыляющего к воде, могут заподозрить, что у их приятелей дела в последнее время идут не слишком хорошо. Вверх, подальше от пригорка, через кусты, озираясь на каждую подозрительную тень в зарослях, вздрагивая от шума собственных шагов. И при этом, чуть не смеясь во весь голос, доверие инструкторов полностью оправдано. Я только что вступил в бой с тройкой суровых ребят и вышел победителем. Даже в эпизоде с разбойниками, где я тоже некоторое время действовал в одиночку, подвиги были на порядок скромнее. В остальных случаях один не оставался, сражался совместно с друзьями. Пожалуй, лишь случай с Альриком сопоставим по масштабу деяния. Правда, хоть я тогда и победил, закончил столь плохо, что даже вспоминать не хочется. Но не стоит жалеть, навыки, полученные в том бою, мне сегодня пригодились. Адреналина в винах больше, чем крови, эпический восторг. Про голод и усталость позабыл полностью, хочется скакать молодым конем и ржать при этом как жеребец. Но краем сознания понимаю, великая радость долго не проживет. Навалится откат. И за все отвечу по законам биологии. Так что пока химия подняла на пик бодрости, надо успеть разобраться с поврежденной спиной, обчистить трупы врагов и переместиться отсюда как можно дальше. Ни за что не поверю, что где мы явились завоевывать Межгуре втроем? Это лишь разведка или дозор. Судя по тому, что я знаю о детях могилу, народ у них серьезный и не глупый. Считать обученное и потерю бойцов заметят. Потом разыщут тела. В этом мире похоже, все, кроме меня, умеют след рыбы в воде заметить. Что будет дальше? А что бы сделал я, если бы тройку моих бойцов зарезал непонятно кто? Я бы сильно захотел взглянуть на него поближе, а лучше на его труп. Поворот реки, короткий мыс, сложенный валунами. Между ними сиротливо торчат голые ветки чахлых кустиков. Не бог весть, какое укрытие от недружелюбных взглядов, но за неимением лучшего. Оделся будто на северный полюс. А теперь торопливо разоблачаюсь, при этом постоянно оглядываясь. Плохо, что река такая шумная, за ее плеском мерещатся нехорошие звуки. Вот и все, осталась одна рубаха. Некогда из белой ткани, а теперь цвета хаки от грязевых разводов, с которыми моя примитивная стирка не совладала. На спине ткань мокрая, нехорошо потяжелевшая, прилипающая к коже. Кровавый ручеек забрался в штаны, но их я стягивать не стал, судя по дырам в одежде, рана в районе левой лопатки, и ниже перевязка не понадобится. Очень неудобно разглядывать спину, используя в качестве системы зеркал поверхность реки и узкое лезвие волшебного оружия. Я чуть шею себе не свернул, пытаясь понять, насколько хреновая ситуация. Удачно поймав солнечный луч в момент, когда отражение раны не замутило рябью, облегченно вздохнул. Пустяки, почти царапина, уже закрылась и почти не кровоточит. Так, ерунда, немного сырости осталось, зря испугался. Как неудобно, что у человека нет глаз на затылке. Будь так, не пришлось бы волноваться. Крови потеряно немного, даже рубашку толком не перепачкало. Вряд ли получится отстирать, но дойду и в такой. Волки, конечно, на запах сбегутся со всей округи, но нифига им не обломится, разве что штучкой от аварийс самых наглых. Градус настроения резко пошел вверх и на пике его подъема неподалеку послышался резкий нехороший звук. Принято считать, что лук оружие бесшумное. Но на деле это вовсе не так. Не раз была возможность убедиться. Работает громко. Главным образом из-за удара тетевой по наручу или его заменителю. Это, конечно, серьезный недостаток. Но спас меня не он. Лук, каким бы мощным ни был, не способен разогнать стрелу до сверхзвуковой скорости. Поэтому потенциальная жертва сперва слышит, как хлопнула тетива, а уж затем пролетает смертоносный гостиниц. Проблема лишь в том, что разрыв по времени между этими событиями столь мал, что использовать его проблематично. Но не в моем случае. Тормозом никогда не был. А уж здесь стал близок к превращению в человека-молнию. Уж очень жить хочется. Едва уши поймали звук выстрела, как я, не заботясь о сохранности боков, плюхнулся на камни. Увы, недостаточно быстро. Стрелок был слишком близко, не больше полусотни метров, и дело свое знал. Целил, вероятно, в грудь, так проще всего испортить здоровье. Но мой отчаянный рывок спутал карты. Стрела, вместо того, чтобы пробить сердце или легкие, вонзилась чуть левее многострадальной лопатки, прошила мышцы, ударила в кость. Не раздробила, но вспышка боли едва не отправила меня обратно к темной пропасти для беседы с непонятно кем. На этом стрела не остановилась. Не сумев справиться с костью, наконечник соскользнул, пошел дальше и, окончательно потеряв силу, завяз в мышцах, на последнем рывке растянув мясо, вспухшее бугром левее ключицы. Я был полугол, в крови, раненый в руку и спину, проткнутый стрелой почти насквозь. Солнце вновь уходило за тучи, холодало. Где-то рядом засел как минимум один нехороший тип, умеющий управляться с луком. Вдалеке нетерпеливо гавкнула собака, видимо, умоляя хозяина отпустить с поводка, чтобы затем рвануть вперед, догнать, порвать. Ей ответили как минимум два пса. Кто-то пронзительно свистнул, следом послышалось улюлюканье. Последний раз я слышал такие звуки на облавной охоте. Ее итогом стала окровавленная туша оленя. Жизнь дерьмо. Глава одиннадцатая Зайчьи бега Опять лай или померещилось? Да сколько же можно издеваться над хорошим человеком? Я же не тот олень, которого положено гонять по полям лесам. Хотя это лишь мое мнение. Загонщики почему-то думают иначе. С первой тройкой собачек все получилось просто замечательно. Преследователи по следам определив, что я хулиганю в гордом одиночестве, причем подранен, сделали неправильный вывод. Состояние противника плачевно и ничего серьезного от него ожидать не следует. Решили, что лучшие друзья человека справятся с недобитком самостоятельно и пустили песиков с поводков. Я и по басовитому лаю догадывался, что против меня направили далеко не пекинесов. Но когда оглядываясь на бегу различил их вдали, среди по зимнему голых зарослей кустов, припустил вдвое это порода, никогда такой не видел. Если бы не лай, вообще бы не догадался, что это собаки. По виду упитанные телята с механическими хлеборезками вместо челюстных аппаратов. Мчались эти чудовища не слишком быстро, но их скорости вполне хватало, чтобы догнать меня за 2-3 минуты, как не старайся шевелить ногами. Даже со штучкой в чистом поле против тройки таких монстров шансы мои не слишком впечатляющие. Вообще нулевые. Стоит остановиться и развернуться лицом к опасности, как всё, поймаю гостиниц в грудь. Стрелы то и дело пролетали в опасной близости, но попасть по петляющему беглецу, к тому же сквозь кусты, пусть и голые, задача почти невыполнимая. Разве что сильно повезёт, но пока что везло мне, если не считать проклятого первого выстрела, из-за которого левая рука вышла из строя. При попытке её поднять древко стрелы, засевшей меж костей плечевого пояса, давило, похоже, на все нервные окончания одновременно. Боль била не хуже, чем кувалда. Даже бежать проблемно. Приходилось исхитряться, чтобы пострадавшая конечность не шевелилась, а торчащий в теле посторонний предмет не цеплялся за ветки. Учитывая ворох снятой одежды и то, что правая ладонь занята штучкой, задача нетривиальная. Мне бы остановиться, сделать повязку косынку или всерьёз заняться раной, но где там? У меня две минуты, если повезёт, три. Потом пёсики догонят, и учитывая габариты хлеборезок, всё завершится, толком не начавшись. Слабо верится, что смогу управиться с такой сворой. Арбалет не заряжен, а взвести его одной рукой непросто, конструкция не располагает к подобному. Что же делать? Броситься в реку? Там ведь собаки не так опасны. Переплыть на другой берег, подлечить плечо и перестрелять их поодиночке. Эх, мечты идиота. Течение понесёт меня вниз, как раз мимо позиции лучника. Этот проклятый снайпер такого подарка ни за что не упустит. Даже спасибо скажет перед выстрелом. Ещё варианты есть? Думай, Дан, думай. Что там дальше по берегу? Я же видел его на большом протяжении, когда пытался пристать. Да то же самое. Галечные берега, частые россыпи волунов, вдали полугие холмы, поросшие кустарником и деревьями, местами скальные выступы и волунные россыпи. В общем, унылый горный пейзаж, сильно пересечённая местность, камни, ручьи в каждой низине. Стоп! Ручьи! Один должен быть неподалёку, я хорошо помню его устья, пенящийся поток, выплёскивающийся из узкого каньона. На правом берегу непролазные кусты, левый более пологий и не такой заросший. То, что мне сейчас нужно, лишь бы добежать. Беги, Дан, беги, на мировой рекорд идёшь. Собачки вот-вот зад отхватят, но зато стрелы перестали летать, в густые заросли вломился. В принципе, дай мне выбор согласился бы на дуэль с лучником, лишь бы псов убрали. Мало того, что пасти крокодилии, так ещё и носятся, как носки педаренные. Нечестная игра. Богатое воображение рисует неприятные картины, а перепуганному носу кажется, что он уже чувствует зловонное дыхание. Я слишком удалился от знакомого берега и едва за это не поплатился. Почувствовав под ногами приличный наклон, пошёл на разбег, не жалея разросшегося можжевельника, неожиданно выскочил на открытую местность, оказавшись на краю неслабого обрыва. Каньон здесь сильно сужался, но не настолько, чтобы суметь перескочить его одним прыжком. Всё, что было в моих силах, чуток подкорректировать курс и со всей силы оттолкнуться от края, сиганув с четырёхметровой высоты в расчёте перелететь через поток. А уж с приземлением как получится, некогда примиряться. Уже лёгкоатлетического шеста. Не слишком удачно, задел камень, потерял равновесие, упал. Но покатился уже по узкой косе из мелкой гальки, здесь не было больших булыжников, способных всерьёз намять бока. Всё равно приятного оказалось мало, дыхание парализовало ударом, затем вспышка дикой боли едва не выбила сознание. Чудом не пострадавшая при бегстве стрела не перенесла таких трюков, сломалась с треском, отдавшимся во всём теле, столь упоительным ощущением, что я заорал, как недорезанный поросёнок. Перед глазами потемнело, так что первые шаги делал чуть ли не на ощупь, точнее, по памяти. Спасибо любимой жабе, заставила подхватить рассыпающееся тряпьё. Одеваться некогда, да и затруднительно, стрела мешает. Закинул штучку на обрыв, прыгнул следом, ухватился за свисающий корень, через «не могу» подтянулся на одной руке, закинул ногу на кромку, подвывая от боли и обиды на весь белый свет, затащил многострадальное тело наверх. Всё, сейчас бы часов сорок поваляться бревном, но не судьба. Псы выскочили из зарослей на другом берегу. Каньон их не смутил, резво попрыгали вниз, прямиком в пенящуюся воду, подмывающую левый берег. Подхватив штучку, бросился к единственному месту, где у собак была возможность до меня добраться. Здесь год или два назад случился оползень, склон теперь трудно назвать обрывистым. И почему я сам этим подъемом не воспользовался? Проклятая спешка! Первая собака выбралась на берег. Шумно отряхнувшись, черный бесхвостый монстр с уверенностью разогнавшегося танка бросился к подъему. Я поразился его прыти. Странно, что они дали мне такую фору, не догнав сразу. Илья ухитрился мчаться с запредельной скоростью? А что? Может и так. Стимул был достойный. В красных глазах приближающегося пса отражались плохие обещания, а также вырезки, косточки, филе и прочие мясные заготовки, в которые суждено превратиться моему телу. В успехе расчленения, похоже, не сомневается. Опытный, но глупый. Куда ты прешь по прямой? Здесь же скользко. Лапы заскользили по обледенелой глине, но собака работала ими с таким нездоровым энтузиазмом, что, вопреки всем законам физики, продолжала подниматься. Слишком медленно, чтобы помешать моим черным замыслам. Торец штучки прижался к оскаленной пасти, затем выплеснул лезвие. Знакомая картина. Фонтан кроваво-мясных обломков, сдобренных осколками костей черепа. Эта псина умерла без визга, лишилась хлеборезки вместе с головой, пострадала за прыткость. Следующие, также шумно отряхнувшись, кинулись одновременно, и повторить номер я не смог. Да и опасался, не надо быть гением-физиком, чтобы понять простейшее. Материализующееся лезвие совершает механическую работу, следовательно, тратит энергию. Сколько ее в штучке и восполнима ли она, неизвестно. В ходе знакомства с оружием я клацал не столь уж много, так что лучше не рисковать в критической ситуации. Остаться против псов-переростков с тонким мечом не хотелось. Уколол первого в голову, целил в глаз, но не попал. Ничего, тоже неплохо. От толчка собака полетела вниз, не удержавшись на обледенелом склоне. Второй волкодав почти выскочил наверх, и мне пришлось отодвинуться в сторону, проводя рубящий режущий удар, вскрывший псу бок. Помимо поврежденной требухи, он остался без задней лапы и заработал серьезную рану передней. Жаль, что левая рука не работает, не хватило сил, чтобы отрубить обе. Но и без того неплохо получилось, вон как вниз катится, заливая снег кровью. Сомневаюсь, что сможет продолжить погоню. Оставшийся пес, не обращая внимания на кровь, хлещущую из раны на морде, вновь рванул наверх. Похоже, природа, создавая этих странных собачек, все силы отдала на усовершенствование их физических параметров, так что на интеллект ничего не осталось. Да любая дворняга после такого урока поспешит убраться в освоясе, или как минимум начнет искать безопасный обход, чтобы не карабкаться вверх под ударами штучки. Но этому теленку без разницы, даже печальная судьба приятелей не настрожила. Неспешно размахнулся, отсек упрямцу левую переднюю лапу, при этом и правой досталось, глубоко подрубил чуть выше сустава. Все, если Дима захотят, чтобы он и дальше гонял меня по лесу, им придется нести пса на руках, или позаботиться о протезировании. Искалеченные собаки только сейчас подняли истошный виск. Видимо, их не боль впечатлила, а невозможность преследовать добычу. Я не стал злорадно торжествовать, окаменев в картинной позе на краю обрыва. Развернулся, бросился прочь. В этот миг рядом пролетела стрела, срезала по пути пару веток, исчезла в зарослях, впилась там во что-то с резким стуком. Лучник-невидимка вновь подобрался на дистанцию поражения. И меня спасло лишь то, что работать ему пришлось через ветки кустов и деревьев. Не останавливаясь, вломился в самые густые заросли. Здесь он меня точно не достанет. Даже крупнокалиберной пули трудно придется в такой чаще. Пусть лезет в каньон, переправляется на другой берег. Неплохо было бы его подстеречь при этом, но в такое счастье не верится. Гад слишком хитер и осторожен. Ни разу на глаза не попался, что уже напрягает. и стройки псов, посвистывая и улюлюкая на разные голоса. Рядом другие демы, и один на один пообщаться не удастся. Ну ничего, побегаем. Без собачек игра будет почти честной. Глядишь, устанут, растянутся, подставятся. У беглеца сто дорог, а у погони лишь одна. Если отрываться умеючи, можно потрепать нервы любому преследователю. К тому же чуть полегче стало. Стрела сломалась, а обломок слишком мал, чтобы всерьез мешать передвижению, цепляясь за ветки. Рана хоть и болезненная, но кровь фонтаном не хлещет. Тоже хорошо. Усталость присутствует, но вернувшееся после перерождения ощущение возможностей тела подсказывает, что несколько часов быстрого темпа должен выдержать. Так что побегаем. Теории бегства меня учили, да и практических занятий хватало. Даже слишком практических. Среднестатистический заяц за всю жизнь столько не удирает. Знаемые инструкторы, каково здесь придется девятому, основное внимание уделили бы легкой атлетике. И вот после часовых метаний по зарослям и холмам позади опять гавкнула собака. Остановился, прислушался. Вроде тихо. Померещилось? Или подтащили новых носителей хлеборезок? Если так, то далековато, нескоро догонит. Неплохо я оторвался. Отрыв дался дорого. Лицо исхлестано ветками, левой руки почти не чувствую, плечо сплошной сгусток нестерпимой боли, а бок залит кровью, все же сочится потихоньку. Каждая ее капля частичка жизни, но перекрыть рану с торчащим обломком стрелы невозможно, а выдернуть его непросто. Местные стрелы по конструкции ничем от земных не отличаются, по крайней мере, на взгляд такого дилетанта, как я. И есть у них одна неприятная особенность. Наконечник на древко надевается слишком уж небрежно. По сути, его ничто не держит. Если засядет в материале мишени, неизбежно останется там при попытке вытащить. В боевых условиях лучники обязательно таскают длинный узкий нож с кривым кончиком специально для вырезания боеприпасов из тел павших. Ценное имущество на поле боя бросать не принято. Если потяну за обломок древко, наконечник, скорее всего, останется в плече. Не знаю, как отреагирует на это черное сердце, но знаю точно, болеть будет адски. И вряд ли смогу такой рукой что-то делать, а с одной много не навоюешь. Жизнь моя к примеру, более-менее научился переносить боль. Вон сколько со стрелой в плече пробегал. Но то, что сейчас предстоит, по шкале мазохизма находится у того предела, за которым можно вырубиться или даже свихнуться. Но другого выхода нет. Или я попробую вернуть себе боеспособность, или продолжу соревнования на выносливость, в котором неизбежно проиграю. У противника стратегическое преимущество. Толстая рубаха достать правой рукой до древка. Подобное и голому непросто, но у этого тела полный порядок с гибкостью. Есть надежда. Поработал ножом, расширяя прорехи. Не сдержав стона, стащил вниз одеяние, потянулся к стреле. Блин, все равно не дотягиваюсь. Точнее нащупать могу, но лишь кончиками пальцев. Надежно не ухватиться. Ладно, придется еще чуток повысить градус мазохизма. Облюбовав огромный замшелый валун, развернулся к нему спиной, осторожно прижился. Момент, когда обломанная древка коснулась поверхности, определил четко по вспышке боли. Закусив зубами заблаговременно приготовленную палку, надавил сильнее. Теперь уже не болело, теперь рвало на части. Слишком долго беспокоили рану, чтобы она равнодушно отнеслась к такому насилию. Не знаю, как смог это перенести, но не вырубился, не перекусил деревяшку в немом крике. Бугор левее ключицы начал вспухать, вершина его вытянулась в пик, а затем на пределе волны боли кожа раступилась, пропуская острие наконечника. Кровь не брызнула, ранка была перекрыта железом. Не останавливаясь, давил дальше, до конца, до упора, пока лопатка не уперлась в поверхность камня. Наконец хлынула кровь. Диаметра древка не хватило, чтобы перекрыть рану, проделанную широким наконечником. Этот лучник просто скотина, такими стрелами лосей убивать, а не людей. Разворотил все плечо. Железный наконечник вылез целиком, осталось последнее. Ухватился за скользкая древка, потянул, пережил очередную волну боли. Все, больше инородных предметов во мне нет. Если не считать мутной историей с черным сердцем, разжал челюсти, освободив изгрызенную полку, оценил результаты операции. Рана скверная, кровь больше не перекрытая стрелой хлещет вовсю. Решать надо быстро, не дожидаясь, когда сама остановится. Если спереди проблем нет, то сзади. Попробуйте перевязать себе дырку возле лопатки, причем одной рукой, от второй толку нет. Я не фокусник и смог придумать лишь не слишком эффективный способ. С помощью серии трюков приложил к спине комок кровавленной ткани, отрезанной от рубахи, прихватил ее сохраненным ремешком от уздечки. Водяного зеркала не понадобилось, рана точечная, чувствую ее хорошо, в отличие от порезанной лопатки. Спереди дырку прикрыл второй тряпкой, прижимая ее ладонью, кинулся дальше, туда, где на склоне холма зеленеет хвойный лес, глядишь, найду там что-нибудь полезное. Если четко знаешь, что тебе нужно, и хотя бы примерно, где это можно найти, то при желании почти всегда находишь. Так получилось и на этот раз. Сосновый лес оказался чистым, без непролазных зарослей кустарников и буреломов, чем я охотно воспользовался. Мчался со всех ног, делая вид, что не устал, редкий лай за спиной очень помогал в этом. По пути не забывал приглядываться к упавшим и поврежденным деревьям, особенно старым, и добился успеха. Нашел таки, что искал, приличный натек живицы, достаточно свежая, даже на морозе поверхность пружинила под пальцами. Срезал, побежал дальше, согревая смолу дыханием и разминая в ладони. Рана впереди к тому моменту почти перестала кровоточить, моих усилий. Ситуация с входным отверстием оставалась неопределенной, но чрезмерной сырости на спине не ощущал. Надеюсь, и там порядок. Штучка, болтающаяся за плечом, зацепилась за низкую ветвь, из-за чего я растянулся на земле, не в первый раз. Ну что же, будем считать это знаком. Устроим передышку ради медицинских целей. Живицы обмазал края раны, затем залепил комком, хорошо прижал, растер, вроде держится. Несмотря на грязь процесса, инструкторы отзывались о нем благосклонно. Смола хвойных деревьев способствует заживлению и предохраняет от воспаления. Хорошо бы и входное отверстие также обработать, но чтобы туда дотянуться, надо всю жизнь йогой заниматься. Обойдемся ремнем и тряпкой сомнительной чистоты, только подтяну немного. Опять собачий лай, причем не понять, как далеко. Два километра? Три? Трудно себя странно. Можно не услышать выстрела за тысячу шагов. Зато шум кузничного молота уши будут улавливать за морскую милю. Примечание. Морская миля. 1852 метра. Конец примечания. Как и предполагал, оторваться не получается. Упорные у меня преследователи. Я ведь стараюсь мчаться на юго-запад, куда им точно не по пути. Ничего интересного для демов там нет. Другие бы давно отстали, но эти сильно обиделись, не хотят отпускать. Но и собаку или свору собак больше не спускают. Одного урока хватило. С собаками, кстати, не все понятно. Раньше мне казалось, что лошади и псы, погонь и все, что с ней связано, мягко говоря, недолюбливают. Но эти явно исключение. Или специальная порода вывели для поиска потенциальных рабов? А что, запросто? После Бурдюка, он же Карпидо или Муратель, меня уже ничем не удивить. Какие дальнейшие планы? Убитые демы были без мешков или рюкзаков, но по ним незаметно, чтобы голодали. Хари вот-вот треснут. Враги полны сил, а я наоборот. В долгой погоне у них большее преимущество. Уже сейчас колени подгибаются, а что дальше будет? Черное сердце нуждается в еде, ему требуется прорва энергии, а что я могу ему предложить? Сосновые шишки? Один из инструкторов рассказывал, что некоторые представители северных народностей до сих пор практикуют старинный способ охоты. Спокойным шагом идти по следу оленя или сахатова. Час за часом, день за днем, с короткими привалами. Зверь вынужден улепетывать, тратя силы на борьбу со снежной соляной. Пищи травоядным надо очень много, большую часть суток они заняты ее поглощением и на бегу полноценно кормиться не успевают. Быстро растрачивают силы, сбавляют темп, потом и вовсе начинают себя плохо чувствовать. А человеку проще, у него удобные лыжи и целый мешок с припасами. В итоге догоняет дичь все тем же неспешным шагом и... Мои враги поступают так же. И правильно. В сложившейся ситуации беспроигрышный вариант. Соревнования на выносливость я неизбежно проиграю, как тот олень из рассказа. Что еще говорили инструкторы? Преследователь ожидает отбить лица одного, быстрого бега прочь. Другие действия дичи могут его смутить, заставить сбавить темп, послать за подмогой или даже отказаться от погони. Полностью согласен с ними. Все нестандартное смущает, настораживает, выбивает из колеи обыденности, особенно в таком опасном деле. Один нестандартный ход я уже сделал, устроил засаду собачкам. Отчаянный жест, но ведь сработало? Что дальше? Броситься навстречу с криком «Партизаны не сдаются?» Идея хорошая, но оставим ее на другой раз. Стоп, засада. А если повторить то, что один раз уже сработало? Не страшно, что собак больше не отпускают. Я и людьми не побрезгую. И вообще не пойму, зачем им псы? Раз за разом срывающийся снежок присыпал подмороженную землю двухсантиметровым слоем, на котором мои следы может прочитать даже слепой. Если поначалу это расстраивало, то сейчас призадумался, почему бы не использовать на пользу то, что меня выдает. Пришлось перебежками и быстрым шагом двигаться еще около часа, прежде чем нашел место, почти идеально подходящее для злодейского замысла. Я и правда не стал мудрить, решив, что однажды сработавший метод не грех применить еще раз, пусть и в модифицированном варианте. Нашел очередной ручей, благо не здесь в любой низине, и двигался по его левому берегу до тех пор, пока русло не стиснуло стенами приличного каньона, что в этих местах не редкость. Дальше удвоил внимание, стараясь не удаляться от воды, что было не так просто. Кустарник под берегом местами почти непролазный, старания были вознаграждены. Вскоре наткнулся на такое место, что захотелось накрыть местным духом богатую поляну и вызвать бригаду веселых девок. Вот уж угодили, так угодили. На первый взгляд ничего интересного. Просто старое дерево, упавшее поперек ручья, образовавшее над каньоном хлипкий мостик. Такое часто в кино любят показывать. Там по сюжету обычно много природы и суровых мужиков, перебегающих через кишащие крокодилами реки по ненадежным бревнышкам. Это нередко приводит к несчастным случаям. Но ведь здешние аборигены фильмов не смотрят, могут и не знать. Мне всего-то и надо подстеречь одного для начала. Лучник тот невидимый из головы никак не выходил. Я человек простой, сверхъестественное, если и верю, то с большой неохотой. Вот и сейчас почти не сомневаюсь, что мистика здесь не пахнет. Просто стрелок умеет грамотно двигаться в зарослях и одет в какой-нибудь местный камуфляж. Мне такая одежда тоже не помешает. Также не помешает лук, на случай, если левое плечо быстро придет в норму. И припасы. Жизненный опыт подсказывает, что люди, умеющие бесшумно перемещаться в густых зарослях, нередко таскают с его, одинок, предпочитает впереди всех бегать. За время погони разрыв с основными силами мог увеличиться, люди при долгом движении любят растягиваться. Если так, подловлю здесь, после чего устрою демон крутой сюрприз. Если окажется не один, что ж, тоже гадостей наделаю. Если ничего не получится, продолжим прежнее занятие. Потеряю лишь разрыв, но зато собью противника с ритма спокойной погони. Бежать за дичью, зная, что она имеет склонность огрызаться, в принципе можно, вот только ноги при этом шевелятся с гораздо меньшим энтузиазмом, да и осторожничать приходится. Для начала оценил бревно. Сидело оно достаточно устойчиво. Если не бояться высоты, можно смело бегать по нему туда-сюда. Ладно, запомним. Теперь надо обследовать берег на предмет альтернативного моста для переправы. Семиметровый каньон с отвесными стенами оставил лишь один вариант – крошечный рычеек, рассекающий левый берег чуть выше. Спустившись там и прыгая с камешка на камешек, можно добраться до удобной расселины, по которой хоть и непросто, но реально вскарабкаться. Если имеются другие варианты, то они гораздо дальше, а мне некогда обследовать все русло, погоня ждать не будет, да и сил нет для серьезной рекогностировки. Оценил склоны притока и пришел к выводу, что если преследователи решат воспользоваться альтернативным вариантом, то спустятся в самом удобном месте. Там склон пологий, относительно ровный, поросший внизу густой травой, по-зимнему сухой и подмороженный. Стараясь не сильно наследить, протянул понизу бечевку на высоте с ладонь от земли, за ней, не жалея, натыкал в землю припасенных по пути кулышков. Заготавливать их одной рукой было весело. Затем метелкой затер оттиски своих ног. Конечно, вышло грубовато, но, кстати, возобновившийся снегопад минут за десять должен надежно скрыть признаки моего пребывания. Пятясь к бревну, замел оставшиеся следы, напоследок помочился. Если все же заметят, что сходил с основного следа, то желтые пятна тоже найдут, даже засыпанные. После чего, надеюсь, успокоятся, не заподозрив плохого. Просто беглец отлил в сторонку. Разобравшись со следами, осторожно перебрался на другой берег, балансируя с помощью штучки. Хорошо бы подготовить еще парочку ловушек, но нет времени, ведь понятия не имею, как далеко оторвался от погони. Забравшись в заросли, мчался через них шагов пятьдесят, стараясь следить получше, чтобы издали можно было подумать, будто здесь продралось стадо матерых мамонтов, а потом сделал петлю, вернувшись к облюбованному выворотню шагах в пятнадцати от переправы. При этом, наоборот, старался шагать так, чтобы чужой глаз потом не мог различить оттисков сапог с большого расстояния, да и метелкой не забывал работать. Присев, занялся арбалетом. Левая рука хоть и болела адски, но кое-как начала слушаться, взвести смог. Уложил на вывороченный корень. Замер. Заметив, что при дыхании врывается легкий порог, начал бросать в рот комочки снега. Вражеский лучник парень шустрый и наблюдательный, а для меня главное не выдать свои позиции, не хочется устраивать честную дуэль. Он уверен в себе, раз не боится действовать в одиночку. Знает, что я ранен и потерял немало крови. И знает, что собачек я покрошил контактным оружием. Про арбалет, укрытый от влаги под тряпьем, знать не может. Убегая после того выстрела у реки, я подхватил его с ворохом одежды, на ходу придерживая все под правой рукой. Вряд ли в ходе этих манипуляций он смог оценить мою вооруженность. Сюрприз будет. Крови я и вправду изрядно пролил. Знобило нездорово. И слабость накатывала. Но чувствовал, что еще на одну драку сил хватит. Лишь бы она не затянулась надолго, а уж если перерастет в позиционную борьбу, то лучше сразу повеситься. Однорукий арбалетчик против лучника даже не смешно. Мне повезло. Неспешно преследующие враги дали форы. Я фору использовал. Успел подготовить встречу. Теперь остается только ждать. Еще посмотрим, кто из нас олень. Глава 12. Олень-убийца. Из-за выворотни я не смог засечь момента появления преследователя и догадался о его присутствии лишь по скрипу дерева. Кто-то перебирался через ручей по бревну. Удержался от искушения выглянуть, и инструкторы подобных действий не одобрели. Движение, даже слабое, может выдать в зарослях не хуже истошного вопля «Я здесь». К тому же у человека имеется способность ощущать чужой взгляд. Ортодоксальная наука, правда, это отрицает, но если мне предложат поверить мнению кабинетного умника или бывалого таежника, выбора сделаю в пользу последнего. Разговоров не слышно, ведь не могут преследователи шагать молча, ни разу не прокомментировав возникшее препятствие. Похоже, действительно одиночка. Собачка, кстати, изредка лает все так же неопределенно где. Или не приблизилась, или я неверно оцениваю расстояние по звуку. Вдруг все затихло. Или замер на бревне, или перебрался на мою сторону. А почему не слышен скрип снега под ногами? Его ведь уже на два-три пальца навалило, а морозит с градусов около пяти. Невозможно бесшумно передвигаться в таких условиях, но какое-то неведомое науке чувство подсказывает. Стрелок действительно движется, причем рядом, по ту сторону выворотня. Не спешит, наверное, следы разглядывает. Надеюсь, что так и есть. Надеюсь, что так и есть. А не раздумывает, как половчее прикончить затаившегося дурачка. Что за чудеса? Та тройка подкралась по мерзлой траве, через густые кусты, ничем себя не выдав. А ведь у них только от доспехов шум должен идти, как от трактора. А теперь этот Робин Гуд призрака из себя изображает. Ведь прекрасно слышу журчание ручья и несмелое зимнее чириканье к какой-то милкой печуге. Не мог же оглохнуть избирательно. Пусть я в лесу почти дилетант, но хоть всю жизнь в нем проживи. Ходить, не применая хрустящего снега, не получится. И вдруг я его увидел. Невысокий. Не сказать, чтобы широкоплечий. Примерно моей комплекции. А дед очень интересно. Что-то вроде маскировочной накидки для снайперов и охотников. От макушки до пяток в лоскутках, в плетенных веточках, пучках травы. Никогда не видел здесь подобной маскировки. И походка интересная. Будто плывет над землей. Капля и ртути на шатающемся столе перетекает. То замирая, то стремительно перебегая к следующему укрытию. Так вот, что он за выворотнем делал. Укрывался от чужих взглядов. Понятно теперь, почему до сих пор меня не догнал. Не спешно действует. Наверняка. Но почему нет звуков? Он что, левитирует над поверхностью снега? Да нет же, отчетливо вижу оставляемые следы. И впрямь какое-то чувство чужого взгляда существует. Стрелок начал оборачиваться, но слишком поздно. Я уже потянул за спусковую скобу. Сдвоенный стук, тетивы и болта по телу, толчок отдачи. Все, с такой дистанции промахнуться невозможно. Останавливающее действие у моего оружия неплохое. Лучник, заработав болт в позвоночник, рухнул, даже не вскрикнув. Легко умер. Я, выскочив из укрытия, подбежал, резко стянул накидку, чтобы не успел запачкаться в крови. На трофейное одеяние у меня имеются великие планы. Приберечь надо. Куртка тоже приглянулась. Чище моей, лучше держит влагу, да и теплее. И рубаху не побрезговал прихватить. Хоть и провоняло чужим потом, но от моей после перевязок вообще мало что осталось. Доспехов нет. Налегке шел. Штаны стащить побрезговал. Кишечник дема в момент смерти щедро расслабился, что свидетельствовало о полноценном питании. Мешка с запасами продуктов не нашлось, а это уже наводило на нехорошее размышление. Ведь и у той троицы их не было. Что это за туристы без рюкзаков? По внешнему виду нартозеев, незнакомых с коварством природы, противники не похожи. Ребята бывалые и если бродят налегке, значит в лес шли ненадолго, оставив вещи где-нибудь в безопасном месте. А какое место может быть безопасным? Или военный лагерь, или корабль на берегу озера? Вот повезло, так повезло. Ухитрился влезть в осиное гнездо и разозлить его обитателей. Интересно, сколько людей за мной послали? Может, ну ее нафиг эту засаду? Что я буду делать, если покажется сотня разъяренных демов при милых собачках? Гмм. Но, если они идут строго по моим следам, то не прячась за выворотнем, я легко замечу их издали. Так что не надо паниковать раньше срока. Поспешно натянув на труп свою укровавленную куртку, вытащил из колчана стрелу, воткнул спину, замер рядом, оценивая картину. Теперь со стороны мы выглядим красноречиво. Тело беглеца неудачника и мрачный убийца, замерший рядом. Красивая картина. Надеюсь, она не насторожит остальных. Телосложение у лучника похожее, а в накидке мы совершенно одинаковые. Главное, лицо не демонстрировать из-под низкого капюшона и языком не чесать. Теперь буду ждать отставших. Появится большая толпа, заблаговременно дам стрякача. Будет мелкая группа, попробую навешать тумаков. Если не усомнятся, что я свой, пройдут по бревну без опаски, дав возможность подстрелить собачку. Хоть и отметелил троицу ее родичей, но все равно песиков сильно опасаюсь. Если не поверят, тоже не страшно. Нырну за выворотень, там стрелами не достанут. Отвечу из арбалета, после чего в лоб меня атаковать вряд ли рискнут. К человеку, прикончившему несколько воинов, принято относиться с опаской. Начнут искать обходной путь, может, даже простенькая ловушка сработает, добавив процессу драйва. А я тем временем уползу в заросли, после чего все вернется на круги своя, если не считать того, что их отряд обзаведется подраненным бойцом и останется без четвероногой ищейки. Почти беспроигрышный вариант. Главное, не обделываться от страха перед собственной наглостью. Но этого я опасаюсь меньше всего. Страха нет, давно уже отбоялся. И выбора нет, если дальше позволять им вести преследование безнаказанно, вскоре дойду до прежнего состояния полутрупа. И так уже перед глазами временами темнеет, а стук сердца отдаётся в ушах колокольным набатом. Верные признаки приближения к пределу. В моём состоянии надо много есть и мало двигаться, а я поступаю с точностью до наоборот. Плюс допустил кровопотерю, лишняя нагрузка на чёрное сердце. За всё в жизни приходится расплачиваться, но немного времени у меня есть. Раз уж осталось чуток сил, надо их на драку пускать, а не на медленное гниение. Что-то беспокоило, царапало сознание. Бревно шатается под ногами. А ну-ка! Так и есть, при желании его можно столкнуть вниз, оставив врага без мостика. И как я сразу не догадался, ведь в тех же неоднократно вспоминаемых фильмах такое не раз обыгрывалось. Слишком массивным казалось дерево, неподъёмным, вот и сглупил. Но спешить с этим не надо. Сейчас чуточку сдвинем, чтобы совсем уж на соплях держалось. Потом свяжем все имеющиеся ремешки и подготовим очередную пакость. После чего замету следы инженерных работ. С чистой совестью присяду возле трупа и, закутавшись в трофейную накидку, буду поджидать супостатов. Демы заставили себя подождать. Я уже зубами постукивать начал от холода и кровожадного нетерпения, когда среди зарослей на другом берегу замелькали тени. Удивился. Время от времени доносившийся лай казался все таким же далёким. Что-то не так со звуками в этом лесу или с моими ушами. Затем преследователи выбрались на открытое место, далёкую полянку на изгибе русла. Зимний день подходил к концу, но предвестники настоящих сумерек не мешали оценить силу противника. На фоне свежевыпавшего снега и в темноте глаза много чего углядеть могут. Пятеро без маскировочных накидок. Все в кожаных доспехах. Разумно. В делах, при которых требуется многоходить, чем легче амуниция, тем лучше. Луков не видно. Это радует. Зато заметил арбалеты у двоих. Причём ничета моей игрушки. Мощные монстры. Это минус. Пёс один. Такой же бесхвостый телёнок. Мочится, вытянув длинный ремень в страну, жадно принюхивается, время от времени поднимает нос и опять утыкается в снег. Считая умершего насильственной смертью лучника, в погоне участвуют шестеро. Да обидного мало. Я ведь уже тройку отправил в края счастливой охоты. По передовой отряд, а к чему такие сложности, если и так один впереди бежал, из-за чего и поплатился. Вероятно, это всё. Но почему не десяток или два? В принципе, я бы на месте их командования тоже не стал толпу гнать. Смысл? Ведь знают, та стычка далась мне дорога. Это любой поймёт, завидев кровь на следах. Просто послали самых прытких, чтобы добили подранка, или неплохи. Против той давней тройки я бы сейчас вряд ли выстоял. Что уж говорить о шестёрке. Остаётся надеяться на припасённые пакости, самоуверенность врагов, личную удачу и наглость. Выйдя к каньону, передний помахал рукой и хрипло, странно приглушенно уточнил. Готов? Я кивнул, и этот ответ дема вполне удовлетворил. Обернувшись к остальным, он разочарованно прогудел. За нашим сьюн на бешеной кобыле не угнаться. Мог бы ноги прострелить. Так же глухо, будто говорит из глубокой бочки, буркнул второй. Половину дня убили на этого гадёныша. Эй, Скию! Фер будет недоволен. Он хотел, чтобы мы взяли его живым. Этот уродец убил его лучшего грима, опару искалечил так, что не золотаешь, а ты, как всегда, лупишь на убой. Я на это ничего не ответил, лишь погладил напрягшимся пальцем спусковую скобу. Никак не могу определить, с кого бы начать, а пёс неудобно стоит. Но тут четвероногий друг демов, до того принюхивающийся к месту, благоухающему мочой беглеца, что-то почуял, рыча кинулся к бревну, вырвал поводок из руки. «Не давай трепать жмурико, он нам целый может пригодиться», зловище попросил вышедший из зарослей последний арбалетчик. Пёс не послушался, понёсся через каньон. Разумеется, мчался он не труп потрепать, а очень даже живого и дорогого для меня человека. Но со стороны разве поймёшь, демы ничего не подозревали. Я терпеливо дождался, когда выхватил из-под накидки арбалет, выстрелил. Болт пробил собаке голову, она по инерции проскочила ещё несколько шагов, после чего покатилась по снегу уже на моём берегу. Ошеломлённые демы замерли, взирая на происходящее с недоумением. Чтобы ещё больше подействовать на их настроение, я сдёрнул капюшон и счёл необходимым поздороваться. «Привет, бабы! А правду люди говорят, будто вы на свиньях женитесь». Наверное, я спросил что-то не то. Ребятки резко обиделись. Странно, мне казалось, что простенький юмор им должен понравиться. Один упёр арбалет в землю, сунул ногу в стремя, начал возиться с поясным крюком, остальные, размахивая оружием, бросились к бревну. Но это вообще никуда не годится. Ладно, пусть фильмов про переправы по таким надёжным мостикам они не смотрели, но хоть кроху ума должны иметь, ведь наверняка они худшие вояки, и по лесу ходить умеют, и доспехи не стесняют движений, и оружие держат с такой уверенностью, будто родились с ним. А уж про загадочную тишину вообще помалкиваю. Я рассчитывал, что у одного, а может двух, не выдержат нервы, помчаться наказывать наглеца, но не четверо же. Конечно, реальный бой сильно отличается от выверенных шагов шахматной партии, но не настолько. У них что, коллективное безумие? Да какая мне разница? Если враг демонстрирует признаки прогрессирующего слабоумия, это надо поощрять. Бросившись в сторону выворотня, присел, ухватился за корявую, не бросающуюся в глаза палку, потянул. Из-под снега выбрался присыпанный ремень, перекинутый через корень на краю обрыва. Натянулся в струну, стаскивая край бревна с кромки. Но не хватило сил, что-то я не рассчитал Тем не менее, мостик серьезно дернулся под ногами, а так как перила отсутствовали, то с самым прытким демом произошел несчастный случай. Не удержался. Ловкий парень, уже падая, ухитрился податься вперед, за что-то зацепился на краю обрыва. До остальных дошло, что зря они так торопятся. Резко застопрились, задний двинулся назад. Еще рывок ремня, на себя, всем телом, на пределе сил. И на этот раз удачнее. Бревно, оно наконец сорвалось, увлекая за собой замешкавшуюся парочку. Внизу им придется не сладко, ручей мелкий, но русло завалено огромными обледенелыми валунами. Высота приличная. Лишь последний успел спастись, отпрыгнув спиной вперед на противоположный берег. Да так неудачно, что наткнулся на стрелка, уже вскидывающего взведенное оружие. Оба покатились по снегу, а я укрылся за все тем же выворотнем и начал перезаряжать арбалет, прислушиваясь к происходящему. Звуков было много, причем один приятнее другого. Со дна каньона кто-то приглушено вопил, жалуясь на серьезные проблемы с нижними конечностями. Тот шустрик, что зацепился за край, теперь болтался там соплей на морозе и тоже орал, уговаривая товарищей немедленно прийти ему на помощь, так как падать на валуны с такой высоты ему не хочется. Арбалетчик материл разъяву, сбившего его с ног. Он считал, что не случись этого прискорбного события, я бы не успел спрятаться. Виноватый решил себя реабилитировать, поспешно протараторив. Вон, тропка есть, я вниз по ней спущусь и помогу Хаваку, а потом мы с ним вместе наверх заберемся по расселине, а ты тут стой и не давай ублюдку сбежать, пусть сидит и не высовывается. И меня вытащите, умоляюще донеслось из мрачных глубин каньона. Я ногу сломал, обе ноги. А что с шаргом? Он головой об камень приложился, хана ему, здесь все мозгами заляпано, все камни в мозгах. Врешь, вмешался я, а откуда у него мозги? Если ваше войско взять, так на всех может снапиорсток серого вещества наберется, много ли такими крохами заляпаешь? Захлопни вонючую пасть, грубо посоветовали с другого берега. Настал мой черед обижаться. Взглянув в сторону противника, сквозь переплетение вывернутых корней прицелился в стрелка, выпустил болт. Тут же стукнул ответный выстрел, причем меткий. И это думал, что моя голова никудышная мишень, но просвистела в опасной близости, обдав лицо древесной трухой и снегом. Протирая глаза, спрятался, поспешно заработал рычагом взвода. Дистанция приличная, не попал, но ничего, противнику тоже не обломилось. Чем хорош мой арбалет, перезаряжается быстро и легко, и пусть левое плечо от усилий вновь налилось огненной болею, но Дем еще возится со своим монстром, а я уже готов повторить. Идеальное условие, неподвижный противник, которого можно обстрелять безнаказанно. Расстояние, конечно, больше, чем хотелось бы, но в битве у Брода я вообще чуть ли не за пределом возможностей оружия достал одного нехорошего солдафона, а здесь ситуация гораздо скромнее. Не успел прицелиться, как снизу, перекрикивая вопли висящего и переломанного, заорали так, что я едва не рассмеялся. Простенькая ловушка, но ведь сработало. Провинившийся Дем так сильно торопился, что сбегая по склону не заметил веревочки. Зацепился, растянулся на земле, а ведь там колышки натыканы были, остренькие. Не убился, но здоровье поубавилось, вон как заливается. Уложил ложе арбалета на, кстати, подвернувшийся корешок, потянул за спусковую скобу, на этот раз не промахнулся, болт ударил уже выпрямляющегося Дема в бок, чуть выше поясницы. Наверное, сильно удивив моей скоростью перезарядки. Сложившись пополам, он внес свой минорный вклад в разноголосый концерт. Мелкость начал передвигаться параллельно каньону. Видимо, от боли не соображал, куда податься. Перезарядив оружие, я выбрался из укрытия, подошел поближе, встал на краю обрыва, выстрелил еще раз. Промахнуться с такой дистанции было трудно. Болт угодил в грудь. Четвертый выстрел, похоже, лишний, но я не хотел давать врагу ни шанса, вдруг очухается или окажется таким же суперменом, как тот с разрубленным сердцем. Добил дергающееся в снегу тело контрольным в голову. А вот теперь точно все. Покосился в сторону альтернативного варианта. Дем, угодивший в ловушку, сидел у подножия спуска и остервенело закручивал ремень на бедре, пытаясь пережать фонтанирующую рану. Удачно поймал колышек, артерию зацепило. Любители резать вены на запястьях частенько выживают, зарабатывая проблемы с подвижностью рук из-за поврежденных сухожилий. Эти суицидники даже не догадываются, что есть гораздо более безопасный и надежный вариант истечь кровью. Чиркнуть по ножке, если знаешь куда. Долго страдать не придется, спасут вряд ли, а если и ухитришься выкарабкаться, то инвалидность не грозит. Этот воин понимал всю серьезность ситуации, поэтому не обращал внимания на обстановку, торопился остановить поток вытекающей жизни. Еще инерция мышления мешала ему уяснить, что несмотря на пятикратное превосходство в численности, охотники поменялись местами с дичью. Это так же дико, как столкнуться с отрастившим кабаньи клыки кроликом, к тому же вооруженным автоматом Калашникова. Даже опытный таежник не в силах быстро с подобным бредом смириться. Перезарядил арбалет. Прицел, выстрел. Болт угодил подраненному в основании шеи, но у демов видимо повышенная живучесть обычное дело. Вместо того, чтобы упасть замертво, тот заорал и пополз куда-то вверх по ручью. Да пусть ползет. С такими ранами он и минуты не протянет. Кровь хлещет, как из Ниагарского водопада. Все, из боеспособных остался лишь самый шустрый, болтающийся под моими ногами. Ухитрился обкрутить руку подвернувшимся корешком, потому и не упал до сих пор. И орать перестал, силы бережет, да и догадывается, что МЧС его не услышит, а у товарищей своих проблем выше крыши. Я реально крут. Шесть, ноль. Считая тех троих, девять, ноль. Если поначалу меня потрепали, то теперь даже царапины не получил. Плюс четырех собачек уделал. И это учитывая никудышную физическую форму. Что будет, когда отъемся и отдохну? Свят, свят, сам себя бояться начинаю. Дем падать не хотел, но и забраться наверх не мог. Не доставал руками до края. А цепляться по пути не за что. Корешок, на котором он болтался, был тем чудесным роялем, спасшим его от переломов в начале боя. Больше здесь не за что схватиться. Кряжистый бородатый мужичок косился снизу вверх не особо дружелюбно, скорее даже злобно, но ничего плохого сделать мне не мог. Повесив арбалет за спину, я вернулся за штучкой, встал на краю обрыва и предложил. Ну что, неудачник, поговорим? Поцелуй меня взад. Я вижу, что в своих предположениях по поводу отсутствия у детей могил мозгов был совершенно прав. Даже деревенский дурачок не станет грубить в такой деликатной ситуации, но тебе до него далеко. Вздохнув, подчеркнуто печально, взмахнул штучкой, перерезав основание корешка. Мужичок с тоскливым воем полетел вниз, быстро достигнув кучи небрежно окатанных камней, щедро наваленных в русле ручья. Высота здесь не меньше семи метров, так что результат оказался предсказуем. Хрустнуло что-то сломавшееся. Это прибавило силы к рику, второй уцелевший тоже увеличил громкость своих причитаний. Дурной пример заразителен. Подождав, когда первая волна боли схлынет и меня, возможно выслушают более-менее осмысленно, повторил вопрос. Поговорим или в интересную игру поиграем? А играть мы будем в вопросы. Я спрашиваю, вы отвечаете. Наградой за правильный ответ будет то, что я не стану стрелять из арбалета. Насчет наказания, думаю, и сами понимаете, в долгу не останусь. Кстати, не мечтайте, что дам вам легко отмучиться. Я прекрасно разбираюсь в анатомии человека и знаю, куда стрелять, чтобы было если разговор придется мне по душе, даже вытащу вас из воды и оставлю возле костра с запасом дров. Посидите, отдохнете, погреетесь. Ваши товарищи, думаю, рано или поздно захотят проверить, куда вы пропали и помогут. Итак, первый вопрос. Сколько у вас кораблей и людей? В книгах злодеи обычно запираются или не в тему говорят что-то зловещее, но в реальности все несколько не так. Даже самые храбрые люди, оказавшись в ситуации, грозящей телесными повреждениями, далеко не всегда начинают играть в пленного партизана. Хотя случается всякое, этот, сброшенный с обрыва, похоже, решил умереть молчаном, но второй, с переломанными ногами, не стал запираться, сразу запел. Мы все скажем, только вытащи нас отсюда. Отвечай, а там посмотрим. Неопределенно пообещал я. У нас главным трис-перевертыш, а под ним бак полурыжий и адан-чесотка со своими отами, у триса три галеры, у бака одна, у адана две. Полученная информация заставила меня остро почувствовать свою неполноценность. Понятия не имею, что такое ото и сколько человек в экипаже галеры. Внутренний переводчик тоже ничем не помогает. Переспрашивать как-то неудобно, похоже, здесь это каждый ребенок знает, и из-за дурака примут, после чего начнут кормить наглой дезинформацией, в уверенности, что ничего не заподозрю. Одно только не удивило, прозвище вожаков. Если учитывать их пиратские пристрастия, уголовные погоняло очень к месту. Болтун счел затянувшееся молчание плохим признаком и поспешно добавил. Чесотка на побережье высадился, охраняет путь и чистит тамошние места. Сам Трис прямиком к Мальроку идет, а Аден чуть отстал, проверяет окрестности водного пути и охраняет большую часть эскадры. Народу здесь мало осталось, но попадается. Он искать умеет, лучше, чем у него гримов не найти. Было. Собираясь с мыслями, решил показать, что я тоже в теме и многозначительно произнес. Слышал, что у Триса проблемы. Так это когда было, все уж мхом поросло и сейчас он вновь у рулевого весла, а про понижение и вовсе врут. И вот о его при трех полных галерах, а там и четвертую дома доведут, по лету еще заказано. Плохие времена у всех случаются, но сейчас-то все хорошо. Ну, это понятно, жизнь действительно полоска варенья, затем полоска... Так что с замечаниями своими я не мог прогадать. Ну, чего молчишь? Вытащишь? Сколько людей за мной послали. Ты о чем? Чего непонятного? За вами кто-нибудь идет или это все? Облюдок! Много о себе возомнил! Вмешался сброшенный с обрыва и, скрипя зубами от боли, пояснил. Нас и так на одного слишком много. Тебя подлость выращила. Дерись ты честно, уже бы шел назад в путах. Я не стал объяснять неудачнику, что на войне не бывает подлых приемов. Все, что работает на победу, во благо. И обижаться на оскорбление тоже не стал. Просто прострелил ему голень левой ноги. Правая сломана, на ней он не почувствует всей глубины своей неправоты. И даже угрызений совести не возникло. Озверел от такой жизни не хуже старого волчара. Постаравшись как можно более зловище ухмыльнуться после прокатившейся волны криков боли и проклятий, продолжил беседу с первым. Так идут за вами другие или нет? Не знаю, не должны. Когда ты убил дозорных и убежал, нас собрали и послали следом, а Скью с самого начала пошел в одиночку, чтобы не упустить. Он лучший охотник за мясом, обычно его одного хватает. Должен был тебя обезножить или прикончить, а мы оттащить к озеру. Только пока бежали, ты Гримов убил. Фиар вообще там остался, а Гатька послали к кораблю за помощью. Гримов надо было перетащить. Пока возились, пока свежего грима ждали. Время опустили. Не думали, что так долго идти придется. Ты ведь ранен, на снегу много крови осталось. Откуда могли знать, что столько пробежать сумеешь? Вообще думали, что сам вот-вот помрешь. Но Фиар рвал и металл требовал, чтобы тебя живым к нему притащили. Рассверепел из-за гримов. Чего же он сам не пошел? Не по рангу ему за одиночками бегать. Да и с гримами надо было что-то решать. Ты двоих сильно искалечил. Но с гримами я уже понял. Это про милых песиков. Или название породы, или чего-то я в этих собаках не понимаю. Одно то, что они демом служат, удивляет, ведь не любят лучшие друзья человека всего, что с поганью связано. Сколько же бакайцев нет. Эти о море знают все. Шесть кораблей. Если на каждом допустим сотня, то вместе выйдет шестьсот демов. Хреново. В чистом поле против такой толпы у моих людей шансов не сказать, чтобы много. Экипировка и оружие у темных гораздо лучше, да и выучка, думаю, не хромает. Хотя в моем случае они маху дали, но я нетипичный противник, в отличие от моих соратников. Если у бакайцев воинов доспехи более-менее, то у ополчинцев в основном куртки стеганые, а уж про иридиан их говорить не хочется. По выучке там тоже не все просто. Эх, вот как воевать при таких делах. Как будто без этого проблем не хватало. Вытащи меня отсюда! Опять взмолился Дим. Стемнеет скоро, мы же дозорные охотники. И что? У всех обруч тишины и ошейник власти. У всех! Тут лежат четверо наших, одни и смутные, да и земля почти благодатная. Разве не знаешь, что может случиться, когда стемнеет? Не сказать, чтобы я понимал все сказанное, но хорошо запомнил свое самое первое незабываемое приключение в этом мире, после которого пришлось спешно удирать с необитаемого островка, на котором оказался после прибытия. Они поднимутся? Я не знаю, от земли зависит, ошейники у всех, мы же охотники, при гримах. Так они же твои дружки, чего боишься? Но я ведь охотник, а не поводырь. Ты что, совсем ничего, кроме этого леса в жизни не видел? Если ошейники наберут силу, то поднятым что ты, что я, разницы вообще не будет. Вытащи, но даже если и так, не вижу смысла ничего выполнять. Вот такая я бессовестная скотина, особенно в сложившейся ситуации. А чего мендальничать? Пусть я и диверсант из другого мира, но с завидной скоростью становлюсь частью этого. А здесь, наверное, не принято цацкаться с демами. Если раньше знал об этих ребятах лишь в теории, то две встречи с ними подтвердили правильность усвоенного материала. Приятно, что этот дем не запирается, общается охотно. Пожалуй, и впрямь стоит его вытащить. Глядишь, в благодарности еще что-нибудь расскажет. Связать руки и чудный собеседник получится, особенно если костерок с горячими углями устроить. Заодно поработаю над телами, как это принято в пограничье. Штучки на пять минут работы. Вообще-то обрубки принято жечь огнем, но это уже слишком. Я устал как шахтер, без сна отпахавшей трясмены. Не думаю, что четвертованные трупы, даже восстав, способны на что-нибудь серьезное. Ни в одном фильме ужасов такого не видел, да и без продукции голливудской не верится. А еще придется добить покалеченного упрямца. Я не живодер, и предстоящее мне не нравится, но этот мир жесток. Если хочешь выжить, то хоть немного должен соблюдать его законы. Вытаскивать наверх врага, не желающего общаться на интересные мне темы, неразумно. Да и кто знает, на что способны эти ребята. Может он и без ног какую-нибудь пакость уже готовит. После всех этих ошейников власти и обручей тьмы, я готов поверить, что они умеют вызывать демонов, или, допустим, черти с балалайками. А оно мне надо, если откровенно спускаться вниз не хотелось. Сам лезу в ловушку, устроенную другим. Если за демами идёт подкрепление, могу заработать новую порцию проблем. Но если и так, то двигаются они всё по той же тропе, на которой никого не видать. Даже если мчаться со всех ног, минут 5-7 у меня точно есть. Хотя совсем уж без риска не получится, но на войне без него никак. Добивать раненого не пришлось. Точнее, как раз пришлось, но это стало результатом акта самозащиты, а не нарушение Женевской Конвенции об улучшении участи раненых и больных. Когда спустившись по расселине, приблизился, баюкая растревоженное плечо, этот фанатик швырнул в меня топор. Увернуться я увернулся, но он на этом останавливаться не стал, потянулся к голенищу сапога. Пришлось бросать штучку, будто копьё. Уклоняться от метательного оружия на этих скользких валунах мне не улыбалась. Противнику деваться было некуда, одна рука сломана, вторая занята вытаскиванием ножа, а травма ног не позволяет быстро перемещаться. Поймал лезвие на всю ширину груди, после чего выключился почти мгновенно. Несмотря на мольбы второго дема побыстрее отсюда убраться, я спешить не стал, до темноты минимум час, так что по этому поводу можно не суетиться. Гораздо больше напрягает возможность подхода подкреплений к врагу. Фора в 5-7 минут это хорошо, но маловато. Ведь прежде чем расчленять трупы, надо их обыскать на предмет наличия продовольствия и полезных в хозяйстве вещей. В частности испытываю острую нужду в тёплых штанах. Мои порядками задрались после горно-лесных приключений и ветер свободно прогуливается от дыры к дыре. Насчёт провианта хороших новостей не было. Это меня расстроило. Вы всегда по лесу налегке ходите? Без вещевых мешков и без еды? Думали, что ты ранен сильно и далеко уйти не сможешь. Иначе бы, конечно, взяли. А так они нам незачем. Мы завтракаем на корабле, а потом обыскиваем берег, далеко от него не отходя. Галера тем временем переходит чуть выше и там встречаемся. К чему нам лишнюю тяжесть таскать по этим камням, если и обед и ужин всегда неподалёку? Да и в спешке выступили, не до сборов было. Вытащишь меня? Я много знаю, всё расскажу. Может, и вытащу. Штаны мне нужны. Вон, снимай. Дем указал на второго арбалетчика, разбившего голову при падении из бревна. Хорошие и не обгадил вроде. Я счёл совет зельным и поспешил к трупу. Если поначалу не видел смысла в чрезмерной спешке, то теперь мнение изменил. Не знаю, как там насчёт ходячих тропов и подхода подкреплений, но находиться в каньоне даже при свете дня неуютно. Слишком сильно здесь, внизу, шумит вода, заглушая звуки леса. К обрыву дивизии солдат выйдет, а я узнаю об этом лишь когда они начнут плевать на голову. К тому же демы каким-то непонятным способом умеют приглушать создаваемые ими звуки. Действует этот эффект похоже недалеко. Когда лучник перебрался на другой берег, я в засаде слышал, как скрипит обломанная вершина дерева. Видимо, выходила за радиус действия их возможностей. Лай собаки тоже доносился отчётливо. Наверное, иногда давали больше свободы, удлиняя поводок. В общем, неуютно здесь торчать. И хотя дем уверяет, что за ним не шли другие, но я не столь наивен, чтобы верить во всё им сказанное. Сейчас быстренько расчленю трупы и потащу его наверх. Но сперва штаны. В стороне густо посыпался снег с потревоженной вершины дерева. Вроде ничего страшного, на краю никого не видать. Похоже, вездесущие вороны уже засекли перспективное в плане жратвы место и занимают места вдоль пиршественного стола. Да, пожалуйста, мне такого добра не жалко. Покалеченный не ошибся. Покойник впрямь оказался человеком деликатным и не испачкал штанов. Внизу, правда, намокли, ноги в ручей угодили, но это легко исправить. Расстегнул ремни доспеха, кое-как задрал кверху непослушную толстую кожу, справился с поясом, потом с узлом верёвки плетёнки, затем начал стаскивать штаны, но безуспешно, они за что-то зацепились сзади. Перевернул тело животом на огромный отойляшки до колен. И в этот миг гнусавым глазом с небес обличающе грянуло. Ты что это делать собрался, извращенец? Глава тринадцатая «Кому и волк, товарищ?» Ни на земле, ни здесь я более гнусного голоса никогда не слышал, за единственным исключением. Так что не стал испуганно хвататься за штучку, хотя от неожиданности едва заикой не остался. Облегчённо переведя дух, для начала оправдался. «Зелёный, это вовсе не то, о чём ты подумал. Побегать по лесу пришлось, вот и обтрепались штаны. Каждый куст так и норовит клок оторвать. Дыра на дыре, ноги от сквозняков мёрзнуть начали, вот решил обновить гардероб. И вообще, откуда ты здесь взялся? Ты же должен овёс в клетке клевать и вино клянчить. Не подумай плохого, я тебе рад ужасно, но удивлён, сбежал что ли? «Если красивая девица крепко запирает двери, то не грех воспользоваться окном». С намёком ответил попугай и слетел с ветки нарухнувшее в каньон дерево, вызвав очередной локальный снегопад. Расселся с видом короля на троне, уставился на меня, будто на кишечного паразита, брезгливо заметил. «Так и знал, что без папочки последних штанов лишишься. У всех дети как дети, а у меня хрен знает что. Такого грязнулю, как ты, даже свинья ночевать не пустит». «Повидай с моё, станешь не зелёным, а коричневым. И зубы мне не заговаривай. Тоже мне расселся. Владыка курятника. Сбежал». «Сам петух», нагрубил попугай и неожиданно по-доброму добавил. «Я так счастлив, что вижу ваше прекрасное лицо». «Подлизываешься?» «Значит, точно сбежал». В стороне что-то просвистело, стукнуло с тем непредаваемым звуком, сталь входит в тело. Резко обернулся, отскакивая к стене каньона и вскидывая взведённый арбалет. Из-за края обрыва выглядывал Амет, тот самый Хеск, который в своё время меня едва не придушил, а после стал верно служить, отрабатывая долг крови. Вид у него был самый невозмутимый, даже не скажешь, что только что убил человека. Небось злорадствует в душе, ведь я его только сейчас заметил. Проклятый каньон! Не будь нужды, никогда бы не стал спускаться в такое опасное место. И вообще, надо срочно научиться шестому чувству и жизни в лесу, а то когда-нибудь заработаю инфаркт из-за непрекращающихся попыток подкрасться ко мне бесшумно, причём успешных. Тело разговорчивого Дема корчилось в агонии, увесистый нож вонзился ему в шею. Похоже, перерезанным горлом не обошлось, между позвонками засел. Хески умеют убивать. Ты зачем это сделал? Я не успел его допросить. Он хотел вас убить, спокойно ответил Амит. За ножом тянулся. Чего это вдруг? Мы с ним мило общались. Он уговаривал вытащить его, очень даже боялся здесь остаться ночевать. Хеск указал на попугая. Увидел птицу и понял, демы не разговаривают. Если это так и было, то не думай, что спас меня. Я и не думаю. Просто не хотел, чтобы вы отвлеклись от мудрой беседы с птицей. Птица, кстати, никуда не сбегала. По Амеду никогда не поймешь, всерьез говорит или издевается, но я уже давно привык к такой манере общения. Ты зеленого выпустил, что ли? Хеск ответил неопределенно. Птица стража всегда знает, где находится ее страж и летит к нему кратчайшей дорогой. Но мы договорились, что пойдем вместе. Вам ведь могла понадобиться помощь, а зеленый, несмотря на мудрость, всего лишь попугай. У меня на языке вертелось четыре тысячи вопросов, но нельзя забывать, что время не резиновое, и до темноты надо успеть сделать многое. Амед, помоги подальше, за демами рано или поздно пошлют других. Скоро стемнеет, хорошо бы устроить нормальный лагерь с парой костров. Я уже замерз до льда на позвоночнике, а уж как есть охота. Надеюсь, у тебя припасов хватает? При себе ничего нет, ответил Хеск. Не скажу, что рад таким новостям. Даже не верится, что еще не так давно меня мутило при виде крови. Сейчас хоть и неприятно было, но желудок даже не вздрогнул. Работа как работа, лишь бы нравиться не начала. С брендившим фанатом подобных развлечений в этом мире туго приходится, бензопилы здесь ни за какие деньги не купишь. После того, как закончили внизу, Амет отправился заниматься арбалетчиком на другом берегу, а я вскарабкался наверх и поработал над телом ловкочас добычей, а теперь руки-ноги отдельно, да и голова тоже. Судьба дама переменчивая. Осмотрел собаку, пёс как пёс, только здоровый очень и коренастый, да и шерсть какая-то красиная, небось не жарко ему зимой, тогда почему их называют гримами, наверное просто порода такая. Вспоминается земное разнообразие, иной раз не понимал, как собаки вообще друг друга опознают, ведь совершенно не похоже, но радуются друг другу, обнюхивают, облизывают. Так что эти телята в пределах нормы, на мой неискушенный взгляд. Мне нужна пища, и желательно много. Прорва желудка способна быстро и без проблем перерабатывать в энергию огромные объёмы белков и протеинов. Вот только перерабатывать нечего. У разгильдяев демов не оказалось припасов, у амеда тоже пусто. Корейцы выращивают собак на фермах. Даже специальную породу деликатесную вывели для этих целей. В Китае собачье мясо дороже свинины. Да и мои соотечественники им не брезгуют, на севере это обычное дело. В общем, долго себя уговаривать не пришлось. Немного поработав штучкой, легко отделил упитанную ляжку. Одной, пожалуй, маловато будет. Дорога до замка не близкая. К тому же Хеск наверняка тоже не будет против собачатинки. Амед появился, когда я возился со второй лапой. Отхватить одним ударом невозможно. Слишком много мясца надо прихватить вместе с ней, чтобы вышел полноценный окорок. Увидев, как я связываю кровавые трофеи, готовя к транспортировке, он настороженно уточнил. Что это вы делаете? Мясо забираю. Поджарим на углях выйдет объедение. Фа! Брезгливо выдал зеленый, а на лице Хеска я впервые увидел что-то похожее на признаки изумления. Вы собрались есть грима? А почему бы и нет? Мясо как мясо, а я голоден, да и тебе не помешает. Но это же грим! И что? Есть грима? Да я лучше из уборной похлебаю, чем к погоне прикоснусь. Верная погибель души. Грим не погонь, это просто собака. Погонь! Собакой с демами жить не будет. Тима с псами сотворила что-то непотребное. Грим и днем нюх теряют и охотятся лишь ночами. Это погонь! Не знаю, не знаю, за мной они как раз днем гонялись, причем резво. Так ведь нынче смута в небесах, вот и осмелили темные. Это всего лишь собаки, просто порода специальная, не бояться погони. Тима их создала, погонь это, вон птица мудрая тоже плюется, брезгуют. Зеленый только венцом и пивом не брезгуют, он не авторитет в вопросе пожрать. И вообще, при виде погони он шипит, а не плюется. Если не хочешь, то мне больше достанется. Сэр страж, да бросьте вы это, у нас и без того ужин будет хоть куда. Толк собирался крыс водяны их наловить, он умеет, свежина будет жирная и нежная. Тук, крысы, а он то откуда здесь взялся? Мы вместе за вами пошли. Тааааак, приказ значит нарушили. Ничего мы не нарушали, вы когда уходили из замка приказали мне никуда не ходить, покуда отряд не вернется. Я честно дождался когда он вернется. Но меня ведь не было в отряде. Ну и что? Вы же не говорили ничего на такой случай. А раз так, то я имел право уйти из замка. Тебе бы иезуитом работать. А что это за ремесло такое? Хорошее ремесло для таких хитрых как ты. Ну а тук на каких правах за тобой увязался? Так ведь вы ему приказали идти в замок, а запрещать потом уходить из замка не приказывали. Понятно. Два иезуита. Зеленого значит прихватили с собой, чтобы дорогу показывал. Ну да, у него клюв всегда в вашу сторону направлен, чувство у него какое-то на вас, и очень недоволен был, что в клетку заперли. Ругался и грозился страшными карами, вот и взяли. Три иезуита. Я умный и красивый, похвалил себя зеленый. Хеск продемонстрировал плоскую кожаную фляжку. Урбаленчика на дне колчана была, хитро припрятал, забористая штука, хлебнете? Я отказываться не стал, а попугай, резко оживившись, перелетел на ближайшую ветку и начал демонстрировать всю скорбь мира в хитрых глазах. Пойло хлынуло в пищевод потоком вулканической лавы, и, рухнув в желудок, едва не сбило с ног. Это не вино, это спирт, самый настоящий, не слабой крепости. Ничего подобного здесь не пробовал, похоже, перегонка процесс как минимум малоизвестный, эти южане богаты на сюрпризы. Пришлось поспешно закусить снегом, после чего поделиться с зеленым. Попробуй такому не дай, врагом на всю жизнь станешь. Пернатая скотина, что интересно, даже не поморщилась, лакал будто верблюд, месяц не видевший оазиса. Ну-ну, не налегай, места опасные, мне твое чутье понадобится, а то нажрешься и будешь валяться кверху лапками, вместо того, чтобы погонь вынюхивать. Не волнуйся, хозяин, мы народ крепкий и от работы не отказываемся, допьем и потом еще нальем, давай, не жалей. Я прекрасно знал, какой он крепкий, и фляжку спрятал подальше, после чего уточнил у Амида. А далеко туг со своими крысами? Да не очень. А чего вы разделились? Так место хорошее нашли под лагерь, вот и надумали пораньше остановиться, устали по морозу шагать, но птица сильно волновалась, вот и решил я пройти еще немножко, и не зря, а туг без дел не сидит, дрова собирает, на крыс западню поставил, шалашик от снега должен соорудить, и припасы все у него остались, так что выбросьте вы эти ноги поганые, а то если он их увидит, то сильно опечалится, уж на что если он и то блевать хотелось, рыжая говорила, что кролика попробует добыть, а то и пару, далеко ей конечно далеко, но может чего и принесет. Еще и рыжая с вами, я ведь запретил ей далеко от замка отлучаться. Четыре иезуита, злорадно прогнусавил попугай. Она хорошо межгорье знает, буркнул Амет. Мы подумали, что лишней не будет, да она если честно согласия нашего и не спрашивала. Не сомневаюсь. Что это с вами, сэр страж, устали, ранены? Да зря я хлебнул из этой фляжки, ноги подгибаются, сильно устал. Отдохнуть надо и поесть нормально. Только зря добро перевел, святотатец, жадно вздохнул зеленый. Хеск, расхваливая замыслы тука насчет обустройства лагеря, нисколько не преувеличил. Когда мы уже в темноте проломились через заросли густых кустов, окруживших небольшую поляну, здесь вовсю полыхал костер, освещая шалаш, устроенный под одиноко стоящим раскидистым дубом и замерзшего рядом горбуна, закованного в латы и сжимавшего топор на изготовку. Кого там демоны принесли? Угрожающий произнес стук, когда до открытого места нам осталось несколько шагов. Свои, лениво ответил Амет. Твои коровы за курицей грызут, а честные люди все дома в такой час. Кого это привел? А слеп или горб глазам мешает? Сэр страж дан. Ага, устало произнес я и на последнем, самым нетерпеливом, шаги ухитрился зацепиться подъемом ступни, после чего растянулся в снегу. Эй, кривая спина, помог бы сыру стражу, устал он сильно. С дороги. Тук не обиделся на грубость, уже мчался, гремя железом на все межгорья. С дуба скатилась рыжая, закинув натянутый лук за спину, припустила следом. Горбун, подскочив, растерялся и, не зная, с чего начать, спросил неожиданное. А где же ваша лошадь? Продал. Кому? Не продешили ли хоть? Забеспокоился жадный хозяйственник. Может, позволишь у костра погреться. Ох, простите, дурака, идемте, сейчас дровишек подкину колотых и отогреетесь, будто в пасти дракона. Моя попытка дойти до костра своими ногами не увенчалась успехом. Потащили, не давая встать. Мой нос еще на опушке понял. Охота на крыс увенчалась успехом. И, возможно, кроликам тоже не повезло. Желудок начал растягиваться в предвкушении, рот наполнился слюной, а сердце забилось вдвое быстрее. Неизвестно, правда, которая из двух сердец. Глава 14. Четверо в лесу, не считая попугая. Я не силен в ботанике и зоологии. Вот и в данном случае понятия не имел, что за животное здесь именуют водяной крысой. Андатра? Вряд ли. Тех я встречал неоднократно и прекрасно помню, что габариты у них гораздо скромнее. Бобер тоже отпадает, у него хвост лопатой, а не шнурком. Нутрия? Возможно, никогда их не видел. Да какая разница? Главное, что мясо у них нежное и жирное. То, что нужно в моем положении. Тук и рыжая трахтели дуэтом. Первый в правое ухо, вторая в левое, спеша сообщить абсолютно все новости, которые случились с момента отсутствия сюзерена. Из-за торопливости рассказчиков и увлеченности едой я половины не понимал, половину домысливал, в итоге получая нечто, иногда похожее на правду, но чаще откровенно бредовое. Если в историю про мастера плата, сломавшего ногу из-за некстати сорвавшейся решетки поверить можно, то в то, что вдова Найна прямо посреди кухни родила двойню, не поверю ни за что. Мало того, что она редкостная святоша с физиономией и страшнее атомной бомбы, так еще и лет ей около 70. Вероятно, речь шла о внучке, но истина безнадежно тонула в нескончаемой скороговорке. Хотя, если честно, при желании понять нетрудно. Вот только нет такого желания, да и занят я сильно, наблюдаю за своими ощущениями, параллельно блаженствуя. Не знаю даже, как это описать. Я нахожусь в мире, похожем на родной, но отличий столько, что не уверен в стопроцентной принадлежности нынешнего тела к человеческому. Да и судьба злодейка над ним поработала, внедрив загадочный имплантант, о свойствах которого можно лишь догадываться. Сам уже толком не понимаю, кто я или что. И утешает лишь одно – морда не звериная, да и хвост чешуйчатый, не отрос. На еду тело реагирует по-разному. Если сытое и не болеющее, то равнодушно-благодушно, как было на земле. Там я не относился к великим любителям пожрать. Здесь как бы тоже, но с оговорками. Стоит поголодать или заработать проблемы со здоровьем и начинается. Незабываемо это проявилось во время давнего побега из темницы с последующим разграблением сокровищ инквизиторской кухни. Я тогда объедался сливочным маслом, глотая его тщательно пережеванными кусками. Противно было, но догадывался, так нужно. Желудок урчал, будто довольный кот. Я каждой клеткой чувствовал, как в тело сотнями животворных ручьев втягиваются силы, в которых оно так нуждается. Процесс шел с дивной скоростью. Уже через какие-то полчаса после запоздалого ужина, я из еле двигавшейся развалиной превратился в почти нормального человека. Пусть последствия сказывались еще пару дней, но все в рамках приличий. Нечто похожее я ощутил на краткое время возле пещеры ведьмы, когда в результате пытки водой внезапно проснулось не весь что, дремлющее в моем теле, после чего скоропостижно скончались три человека и одна темная тварь. Пожирая сало, оставшееся в наследство, также кайфовал не от чувства насыщения, а от того, что происходит внутри. Наверное, нечто подобное ощущают растения, наливаясь живительными соками по весне. Сейчас кайф повторялся. Нет сливочного масла, нет мало ему уступающего по калорийности сала, зато есть поджаренные на углях куски мяса и наваристая похлебка в закопченном котле. Уж не знаю, чем эти крысы питаются по зиме, но жира у них немерено. Он стекал по пальцам, капал на штаны, наполнял рот, обволакивал желудок, отчего каждое мышечное волокно начинало трепетать в сладострастном предвкушении. Тепло разливалось вокруг рубцующихся ран на руке и спине. Щекочущие огоньки вспыхивали в костях, вероятно, сигнализируя об ускоренной выработке кровяных телец на замену потерянным. Мне приходилось прилагать все силы, чтобы не дать себе забиться в конвульсиях. Спутники вряд ли поверят, что это от физиологической радости. В общем, я жрал, балдея от процесса. И плевать мне было на беременных старух или их залетевших внучек. Вот набью брюхо до устья пищевода, а потом, дожидаясь усвоения, начну задавать вопросы, чтобы направить беседу в злободневное русло. Ведь ни тук, ни рыжие понятия не имеют огрозящей замку опасности. Ахеск, знающий о появлении демов, помалкивает, также сосредоточенно приканчивает кусок за куском и также игнорирует их радостное трахтение. В нужное русло беседу повернуло и без моего участия. Рыжая, от природы любопытная, по-женски падкая на все блестящее и не по-женски на оружие, указала на штучку. Сэр Дан, а что это у вас за посох? Странное дерево, никогда такого не видела. Это не дерево, это кирт, неожиданно возразил Хеск и потянулся за новым куском. Я хоть и продолжал жевать, но мгновенно превратился в слух. Все, что связано со штучкой, меня интересует так сильно, что даже демы могут подождать. Это не кирт, с сомнением протянула Альра. Я видела у барона шкатулку из кирта, она совсем не такая была. Кирт разная бывает, заметил Амед. А что делала та шкатулка? Заинтересовался горбун. Она давала синий свет. Горела огнем, жгла? Нет, барон что-то делал с ней и загорался синий огонь. Он горел, но не обжигал. Сэр-страж, а что делает ваш кирт? Какие чудеса? Он тоже светится? Хеск осклабился и зловеще выдал. Нет, его кирт хороший, правильный, полезный, он убивать умеет. Как? Поразился тук. Сам по голове лупит или что? Покажите им, сэр-страж, попросил Хеск. Отказать в такой просьбе невозможно. Даже попугай перестал сверлить взглядом место, в котором припрятана трофейная фляжка. Хоть зеленый и видел, как я работал штучкой по тропам, но не прочь еще раз взглянуть. Видимо, в прошлой жизни был сорокой, потому и падок на все блестящее. Я неспешно, дабы не испортить красоты момента неуместной суетой, обтер руки снегом вперемешку с палыми прошлогодними листьями, провел ладонями по штанам и лишь затем потянулся за штучкой. Внушительное лезвие, почти беззвучно родившееся на конце тонкого древка, вырвало из зрителей дружный вздох. Даже невозмутимого Амеда проняло, уставился на серебряный клинок, как младенец на соску. Он тоже видел, как я трупы кромсал, но сейчас в темноте да у костра все воспринималось иначе. Тук, потеребив бороду, согласился. И впрямь, Кирт, а каков он в деле? Не он, она, я назвал ее штучка. Да хоть колоды обзовите, мне-то какое дело, вот латы прорубить сможет? Если со всей силы врезать, то да, кожаные доспехи ей вообще на один зуб, кольчуга тоже невеликая проблема. Зазубрин на кромке не остается, да что зазубрины, даже кровь к лезвию не пристает. Стало быть, и ржа не выступает. Естественно. Удобно-то как, чистить не нужно, но плохо, что клинок к концу расширяется. Броню лучше узким колоть и желательно четырехгранным, но чтобы с толстым основанием, да и крюк надо б напределать, тогда отличное копьецо для любого случая получится. Ну, разве что в пикейном строю с таким не постоишь, коротковато. Себе крюк приделай, штучка и так хороша. Может и хороша, да только хлебковато бульно, сильно не врежешь такой. Он шестерых демов покрошил с помощью этой штучки. Нет, я там только одного ей убил, а вот до этого троих прирезал, а потом еще одного грима насмерть и двух покалечил. А еще он хотел грима съесть, лапы у него отрезал. Все просто окаменели, похоже мое гастрономическое покушение потрясло несопоставимо сильнее, чем расправа над девяткой воинов. «По себе!» изумился тук. «Мало того, что вы на ноги встали, так еще и без дела не сидели. Эх, сколько веселья мы пропустили!» «Демы?» В отличие от грабуна, рыжая отреагировала настороженно. «Вы дрались с демами?» Хеск ловким движением развернул одеяние лучника. Теперь было видно, что это кусок мелкой ячейстой сети, в которой вплетены веточки, пучки выглядело все это не впечатляюще, но девчонку и грабуна проняло крепко, уставились пораженно, с нескрываемой злобой. Амет пояснил, «Такие штуки любят носить охотники демов, особенно арбалетчики. Этот был лучником, накидка сделана с расчетом не мешать тетиве. Не знаю, как поначалу дело было, но в конце я видел шестерых. Когда пришел, сэр-страж их тела обыскивал». «Это как же надо обнаглеть, чтобы у нас под носом бродить?» возмутился тук. «Тьфу, погонь двуногая!» «А кто им помешает?» Угрюмо заметила рыжая. «Здесь хоть и долина, но не наша земля. Нет у нас воинов уследить везде. Если это простые охотники за людьми, то еще куда не шло. А вдруг большой отряд? «Сэр-страж, вы других не встречали?» «Когда я его нашел, он не только тела обыскивал. Амет решил добавить информацию о моих подвигах. Один еще жив был, покалечен. Сэр-страж с ним разговаривал даже». «И что он сказал?» Подскочил тук. Он сказал, что в Межгорье пришли шесть галер демов. «В риот!» уверенно заявил горбун. «Нет у демов сейчас таких сильных от. четыре. Шести сейчас не встретить. Да и появись у них такая сильная ота, зачем полезет в Межгорье? Тут после того, что случилось, хорошей добычи не найти». Дем, которого я допросил, рассказывал, что сюда пришли три оты. Какой-то Трис перевертыш, он похоже за главного. С ним бак полурыжий и адан чесотка. У Триса три галеры, у ада на две, бак с одной. Трис Горбун скривился, будто от зубной боли. Известное Мурло, из бакайцев он, предатель, еще отца убийца. Наследство хотел раньше времени получить, и смертного греха не постеснялся. Из-за таких, как он, мы оставили остров. Силу набрал, раз три корабля водит, сын шелудивой собаки. Полурыжий тоже знаком, это из-за наших ребят он такое прозвище получил. Раньше просто рыжим был, вот как Альра, но угораздило его с нашими морскими охотниками столкнуться, и нет, чтобы ноги унести, пока цел, полез зачем-то. Ну ему в заварушке прилетело по макушке, да так ловко, что чуть пол головы не снесло, и шлем не выручил. Как выжил, не знаю, рейда за проливы с одной остался. Не повезло ему повстречаться с матийскими рыцарями, жаль нашим не попался, те бы последнюю посудину добили. Ты, я вижу, все дерьмо знаешь, хмыкнул Амет. Ага, с тех пор, как с тобой познакомился, и впрямь все, охотно согласился Тук. Шесть галер, завраженно произнесла Альра. Они на берегу остановились. Тот побережья, а остальные идут к Мальроку. Узнали вас? Вряд ли. А знают, что в замке теперь правит страж. Земля освободилась, место удобное, наверное, просто себе зацапать хотят, предположил Хеск. И плевать им, кто там теперь главный. Если закрепятся, то удобное логово получится для рейдов к речной границе и берегам имперским. Хрен им, кабанячий, а не Мальрок! и предложил «Давайте Альру пошлем сейчас же, пусть бежит к замку и предупредит». Мне не понравилась идея посылать столь юную барышню ночью в темный лес, но возразить не успел, а Мет опередил. «А самому слабо сбегать?» «Сравнил, я будто краб на берег выбравшийся, а она лань длинноногая, быстрее всех домчится». Я покачал головой. Демы уже до восточного озера добрались, причем с галерами. Там в округе хватает уцелевших межгорцев. В последнее время они осмелили, многие из нор повылезли, так что без пленников не обойдется. От них узнают, что в Майроке новые хозяева. И силы наши тоже не секрет. Сколько отсюда до замка добираться?» «Дня два, не меньше», ответил Тук. «Рыжая как раз успеет, чтобы нарваться на их дозоры. Там ребята серьезные, они меня сегодня полдня по лесу гоняли». «Мы через озеро на лодке переправились», заметил Горбун. «На берегу ее спрятали потом». «Хочешь, чтобы она водой добиралась?» «Ага, как раз на виду у подошедших галер». Альра неуверенно возразила. «Галеру нелегко протащить в наше озеро. Река узкая, скал Эмелий много. Мост серьезный есть». «Да тащат, я в демах не сомневаюсь». «Ваша правда, сволочи настырные, а мальрок у них костью в горле окажется, как узнают про нас», согласился Тук. «И что делать будем?» «Да ничего, если наши караульную службу не забросили, то о демах узнают сами, заранее. Закроют ворота, и пусть потом попробуют из-за отстраивать, хотя кто его знает, что у него припасено против замков». «Против такого, как мальрок, ничего», уверенно заявил горбун. «Туда надо десяток галер, и флот строго с осадным припасом, а вот округу они разорят». «Чего там разорять?» хмыкнул Хеск. «Да найдется, мельницу, что почти восстановили, плавильнику, да свинцовую руду свозим, пару деревейник обживать начали, там тоже все поломают. Те межгорцы, которые возвратились, если убежать не успеют, в рабы попадут». «Нет, амет, бед сволочи наделают, людей у нас маловато, на шести галерах никак не может оказаться меньше пяти сотен демов, ну пусть даже четыре с половиной, какая разница? Это же демы, хоть и сволочь последние, но опасные вояки. было того покалеченного спросить, чего это их так много, неужто про нас узнали? «Уже не спросишь, я ему глотку перерезал». «Амет, зачем?» «Он коса нас аэростража посмотрел». «Альра никуда не пойдет», подытожил я. «Да и много ли выиграет эта легконогая? Если озером идти, так может и не справиться в одиночку с лодкой, вы же наверное тяжелую взяли, чтобы не тесниться. Так что вместе вернемся, а потом видно будет. Глядишь, непогода их задержит или вообще не пустит». «Вон!» Кивнул на одежду лучника. «Маскировка осенняя или для зимы без снега, какие здесь почти каждый год?» Будь иначе, он бы обязательно добавил белых лоскутков, это как минимум. Так что эти метели для них неприятный сюрприз, а нам на благо, может вообще до замка не доберутся, хотя конечно лучше готовиться к худшему, а для нас сейчас главное, чтобы по моим следам не пустили новую погоню, посерьезнее, чем первая». «Если вы полдня бегали от них, то быстро не пустят», утешил Амет. «Ночью демы спят, они по лесам шастают». «Зато могут послать чего-нибудь нехорошие», поежился тук. «Я про такое не слышал, они если гонят, твори в бой, то сами рядом всегда, иначе не получается управлять погонью, обычно у демов этим самой главной занимается, ему демоны дают особую власть перед началом похода, если убить вожака, то чудища могут разбежаться или даже на своих напасть». «Согласен, тоже слышал про такое, значит ночью можно поспать спокойно, хоть и одним глазом». «Вы про Кирт мне расскажите». «Что рассказать?» «Не понял тук». «Я указал на штучку». «Вот про такие вещи хочу услышать, откуда появляются, какие бывают. В общем, все выкладывайте, кто что знает». «Шутите?» удивился Горбун. «Это же всем ведомо». «Я не все, многое забыл, ты же знаешь. Вот давай, восполняй мои пробелы. К тому же я не могу знать все. Вот и люблю умных людей послушать. Чувствую, что рассказ будет интересный, как раз то, что надо перед сном». «Если искали умных, то не слушайте тука», хмыкнул Хеск. История, как я и подозревал, оказалась призанятная. И хоть рассказчики мои многое упускали, считали, что даже страдающий амнезией и страж такое знать обязан, во многом не соглашались друг с другом, спорили чуть ли не до драки. «Все равно я узнал об этом мире кое-что новенькое». Кирт был всегда, с первых дней исхода. Не спрашивайте меня, что такое исход. Но официальная религия и секты вроде иридианской дружно считали его чем-то вроде сотворения. Нет, мир как бы существовал и до него, но населяли его некие язычники. Люди или нелюди теперь даже не понять, но все без исключения отзывались о них с неодобрением. Людаеды, пьющие младенческую кровь. Рабы самого разнузданного разврата, где нет разницы между мужчиной и женщиной, свиньей и сестрой. Племена с жестокими нравами, где одрехлевших стариков убивали сыновья, а из новорожденных оставляли лишь самых уродливых. Безбожники, поклонявшиеся духу похоти и открывшие ворота перед погонью. Собственно говоря, исход это эпоха войны с язычниками, войны жестокой, где побежденный должен был исчезнуть, оставшись лишь в тщательно отредактированных летописях победителей. Правды уже, наверное, не узнать, глядишь, и не так уж мерзок был враг, как им его описывают. У язычников был кирт. Этим термином обозначались все вещи, которые не могли сделать обычные мастера. Под такое определение могло попасть уникальной работы золотое ожерелье или дивная ваза, привезенная заморскими купцами. Своего рода эксклюзив, но чаще это было нечто выходящее за все рамки, вроде штучки. Редкое, странное, непонятно как и кем созданное. Как и в случае с нею, кирт часто являлся оружием или предметом, который можно было использовать в этом качестве. Иные были столь эффективны, что вожди язычников, ими обладающие, в одиночку изменяли ход битвы, хотя это возможно преувеличение. Ничего подобного до наших дней не дошло, вроде бы. У людей, идущих по пути монотеизма, кирта не было, из-за чего они поначалу грибали часто и помногу. Но правильная вера сильна и без пулеметов, в итоге язычество проиграло. А дальше, как полагается, последовала эпоха гонений, победители боролись с пережитками прошлого. Возник орден карающих, да и без него хватало желающих пройтись по временам исхода паровым катком, чтобы на выглаженной поверхности написать ортодоксальную историю войны. Уничтожались неугодные письменные источники, храмы и древние города, непокорные умники, упёршиеся рогом короли и даже целые страны. Под шумок делили сферы влияния, заключали и разрывали вечные союзы, обвиняли конкурентов во всех грехах и не обращали внимания на погонь, только-только начавшую своё нескончаемое наступление с далёкого юга. Не до неё всем было. Опомнились в последний момент, из-за чего потерять пришлось слишком многое. Целые империи сгинули во тьме, дав перегной для почвы зарождающейся государственности ренегатов демов. Под раздачу попал и кирт. Не могли церковники пройти мимо явления, неразрывно связанного с язычеством. Уникальные вещи сжигали, разбивали, неразрушимые топили в море. Даже особой королевской крови были вынуждены расставаться с военными трофеями, дабы не навлекать гнева чёрной братьи. Во времена расцвета фанатизма это означало смертный приговор. Так, вероятно, изгинуло загадочное оружие врагов, да и другие не менее любопытные вещи, оставившие заметный след в истории. Церковники, похоже, во всех мирах одинаковые. Под ту же раздачу попали люди искусства. Особенно почему-то пострадали художники и скульпторы. До сих пор эти искусства не возродились в полной мере. Горе ремесленник у тех времен, сумевшему создать что-то необычное, шёл под ту же раздачу вместе со своим шедевром. В некоторых регионах маразм доходил до того, что в костёр отправлялись опытные мастера, работавшие качественнее и быстрее других, безобидные чудаки или даже просто красивые женщины, что и для земли характерно. Человечество пытались загнать в рамки серости, не упуская ничего выходящего за эти рамки. Абсурд, но даже военное искусство не избежало общей участи. Немало талантливых полководцев, использовавших нестандартные методы, нашли смерть в огне. С точки зрения фанатиков допустим лишь один метод боевых действий. Две армии встречаются в чистом поле, собираются стенка на стенку и лупят друг друга до победы или двустороннего изнеможения. Когда хоть частично опомнились, было поздно. Старая школа тактики погибла, новый быстро не создать. Сильнее всего пострадал флот. Превосходство демов на море стало неоспоримым. Со временем крепость маразма поубавилась, начались послабления, да и церковь трясло от кризиса к кризису. Плодились секты и новые течения. Подняло голову придушенное искусство. Женщин перестали сжигать за милую мордашку. Кирт из чего-то однозначно запретного перешел в категорию частично разрешенного. Дескать, можно, но только очень осторожно. Доступно лишь для избранных. Круто, эксклюзивно. Что-то вроде кокаина на советских тусовках. Если не сильно наглеть, то всегда пожалуйста. Ну а если въехал на авто в забитую людьми остановку, затем выскочил без трусов и начал насыпать белую дорожку от Москвы до Биробиджана, то могут и пожурить, ведь даже у наглости должен быть предел. Каждый себя уважающий король считал себя неполноценным, если не имел коллекции Кирта. Феодавы старались не отставать от сюзеренов, на них глядя потянулись богатые купцы. По слухам, даже некоторых высших церковников не миновала эта мода. Не коснулось лишь нищих простолюдинов и мелкого дворянства по причине отсутствия финансов на дорогостоящие игрушки. Осторожные расспросы о конкретных образцах Кирта привели к тому, что мне пришлось мало правдоподобных баек. Например, о кровожадном короле, который продал одноглазой ведьме дочь, взамен получив белый скипетр, который достаточно было окунуть в красное вино, как тут же начиналась война. Даже сам рассказчик Тук не очень-то верил в то, что поведал. А мед горбуна откровенно высмеял, а попугай унизил площадной бранью. Видимо, упоминание нецелевого использования вина задело пернатого заживое. По тем же малоправдоподобным слухам, могущество некоторых современных владык проистекало из обладания запретными древностями большой силы, но доподлинно известно лишь об относительно безопасных вещицах вроде той светящейся шкатулки или моей штучки. Но в одном рассказчики были солидарны. Хотя каких-то единых признаков или примет у Кирта нет, его легко можно опознать с одного взгляда или после демонстрации возможностей. В принципе глядя на штучку я понимал о чем речь и впрямь не ошибешься. Некоторые возможности Кирта оставались загадкой даже для их владельцев, из-за чего случались неприятности вроде разрушенных замков или искалеченных королей. Поэтому многим древним предметам суждено было храниться в коллекциях без применения. Не каждый рискнет экспериментировать с неведомым. Происхождение Кирта Тайна великая и невероятно запутанная. Язычники якобы отобрали его у еще более древних и мерзких язычников, хотя куда уж больше. Затем часть его пережила эпоху засилья мракобесия и теперь покоится в чуланах сильных мира сего. Но это не единственный источник. Есть еще как минимум два. Первый археологический. Кирт находит при раскопках древних городов, храмов и других сооружений. Языческих или доязыческих никто уже не знает. А иной раз и копать не надо или нет никаких признаков старинных построек, но все равно можно копать. Народ, занимающийся этим, обычно заканчивает волчьей пастью или женится на одноногой вдове. Но в целом профессия процветает. Одна единственная удача может принести состояние целой шайке. Примечание Одноногая вдова Виселица Муж Последний казненный Конец примечания Со вторым источником все гораздо загадочнее. Странные предметы иногда появляются в местах, которые народная молва называла как минимум нехорошими. Как максимум, честный человек к ним близко не мог подойти под страхом отлучения от церкви с последующей прогулкой на кучу политых маслом дров. Лишь в местах подобных Межгорью, где церковники легко знали, что их место между собачьей конурой и уборной, такой кирт мог добываться без опаски, а в остальных местах его обычно уничтожали столь же усердно, как в былые времена. Поговаривали, что кирта просто завались у демов. Но про этих ребят я уже выслушал столько небылиц, что верить надо с оглядкой. Тот же Тук рассказывал, что богайцы частенько грабили темных южан, но уникальными вещицами при этом почему-то не разживались. Почти при любом конкретном вопросе мои информаторы начинали плавать, заливались соловьями, говоря о могуществе кирта, упрятанного в коллекциях. Но стоило потребовать привести пример, как начинали лепетать пролетающие шарики, небьющиеся вазы, зеркала с дивными картинами и прочие диковины, слабо подходящие на роль абсолютного оружия. Тук грезил доспехами, которых не пробить оружием, доказывая, что где-то у кого-то такие и есть. Амет, похоже, говорил о волшебном мече и парном ему кинжале. Не сомневаюсь, что подобные предметы могла создать лишь высокоразвитая цивилизация. И столь же несомненно, что она не станет тратить усилий на создание ерунды, ведь ей доступны более эффективные способы уничтожения. Хотя это я зря, ведь перед глазами лежит опровержение. Штучка столь же абсурдна, как межконтинентальная баллистическая ракета с фитильной пороховой бомбой вместо боеголовки. Но тем не менее, кто-то ведь ее создал. Что получается? В этом мире полным-полно вещиц, созданных цивилизацией более высокого порядка. И куда она делась? Да куда угодно. Ядерная война, катаклизмы или какой-нибудь некстати мутировавший вирус. Остались от нее руины противоатомных бункеров, в которых любят селиться нечисть и запуганные межгорцы, да предметы неподвластные коррозии, вроде штучки. Хорошая гипотеза, объясняющая многое, но далеко не все. Взять те же нехорошие места. Одно из них я знаю лично, тот самый языческий холм, на котором едва не склеились мои многострадальные ласты. Альра и до этого рассказывала, что там появлялись странные вещи, да и сам я одну наблюдал, тяжелая гусеничная в сарае стоит. Готов поверить в погибшую цивилизацию, оставившую материальное наследство, но в то, что одним из пунктов наследства является ржавый китайский танк, верить не хочется. Ведь не мог же и сюда их вездесущий экспорт добраться. А почему его не причислили к Кирту, такой здоровый, созданный не в кузнице, со звездочкой китайской? Круто ведь? Не смогли с места стронуть и махнули рукой? Жаль, мог бы стать жемчужиной коллекции какого-нибудь герцога. Хотел бы я посмотреть, как сотня лошадей тащит танк за три-девять земель по мостам, с трудом выдерживающим груженую телегу, болотом, узким просеком, где двум повозкам не разминутся. А уж какого будет кучером, попробуй совладай с такой упряжкой. Рыжая охотно подтвердила, что та шкатулка у барона родом действительно с холма. Были и другие предметы, часть из которых владыки Малерока продали, часть раздарили, а кое-что и воры утащили. Куда ж без них? Этот кирт не копали, он возникал сам. Его находили на поверхности, лежащем на песке рядом с каменными столбами. Случалось это редко, после того, как в небе долго сверкали молнии без дождя. Это что за древняя цивилизация, разбрасывающая свои материальные следы по языческому капищу? Или их молнии из земли выворачивают? Не знаю, но как-то сомневаюсь, что все так просто. С одной стороны, подумаешь, какой-то кирт. Его слишком мало, иначе бы давно мне на глаза хоть что-нибудь попалось. Слышал, будто и на земле встречаются в древних слоях вещицы, которые вряд ли должны были существовать в эпоху образования данной породы. Цепочки, гвозди и прочая рухлядь. Даже если это правда, то что мне с этого? А то разница между сомнительной заметкой в еще более сомнительной газетенке и серебристым лезвием, взрезающим плоть врага через доспехи колоссально. Кирт редкость, но все равно данность, присущая этому миру. Даже люди, никогда его не видевшие, прекрасно опознают предметы к нему относящиеся. Я здесь живу, и значит должен учитывать этот загадочный фактор. Как будто мало мне без него странностей. В идеале надо его использовать посерьезнее. Одной штучки завоевателю вселенной маловато будет. И самое интригующее на закуску. Оказывается, Киртам очень интересуется погонь. Не вся, хотя кто ее знает, а только рейдеры. Вот мог же еще в первые дни расспросить о них подробнее, но не стал, другим бестолковая голова занята была. Я то всегда думал, что рейдеры занимаются терроризмом на вражеской территории, убивают людей или опоганивают. А вот и не угадал. То есть да, и убивают, и опоганивают, лучше на пути не попадаться. Но вообще-то рейдеров как минимум две разновидности. Хотя медстуком чуть не до драки спорили на тему пять или шесть. Первая, более редкая, как раз те самые террористы. Во время исхода с побережья я видел церковь, пострадавшую от них, и сталкивался с другими неприятными последствиями того происшествия. Вторая разновидность тоже не гнушается террора. Но главная их задача не в этом. Эти мелкие группы опаснейших экземпляров поганий занимаются поисками Кирта. Тьма не глупа и знает, что человек тоже неравнодушен к древностям. Поэтому твари обожают потрошить сокровищницы аристократов. Вынося иной раз не только антиквариат, но и все подчистую. Видимо от жадности остатки разума теряют. Тук уверял, что особенно они падки на золото, серебро и олово. Хеск его правда высмеял, но он всегда горбуна высмеивает. Так что возможно сказанное верно. Но далеко не всегда объектом посягательств оказываются частные коллекции. Рейдеры обожают посещать места вроде Языческого холма, из-за чего их и без того не слишком высокая репутация скатывается в области, откуда Плинтус кажется Эверестом. Если темные поисковики оказываются в районе с богатой археологией, они могут оставаться там надолго, переквалифицировавшись в гроба копателей. Это не означает, что там царят мир и спокойствие, но можно жить в дневном переходе от мест, где нечисть роет землю Кстати, профессия искателя Кирта, несмотря на потенциальную прибыльность, не пользуется большой популярностью, слишком специфические конкуренты. Когда меня спросили, где я обзавелся таким оружием, ответил просто «Нашел». И никого это не удивило по простой причине. Южная часть Межгория богата на древности. Погонь сюда прется не просто потому, что ей так хочется, а с целью. Выходит, здешние места безлюдны по археологической причине. Никто не хочет жить в зоне интересов рейдеров. По слухам, здесь обогатилась не одна банда копателей. Поэтому ничего странного в том, что мне попалась штучка, нет. Просто повезло. И вопрос закрыт. Ну и хорошо, не хотелось бы рассказывать про ведьму-нимфоманку и пытки водой. Вот не зря сердце ёкнуло, когда сегодня услышал слово Кирт. Почуяло, неладно с ним. Ведь в голове уже сложилась кое-какая картина мира. И вдруг бац, в дребезге. Я ведь в этой картине уже присмотрел местечко для погани. Вот только моей погани древности ни к чему. Ей подавай людишек, зверушек, а не мертвые предметы. Чистая биология интересует. Вот зачем ей Кирт понадобился? Вопросы с той же области, как и нахрена Казя Баян. Зная о погани столь мало, можно лишь гадать. Хотел на ночь что-нибудь интересное послушать, а теперь придется ворочаться, пытаясь склеить разваливающуюся картину здешнего мироздания. Один плюс, могу спокойно валяться до утра. Меня все держат на положении больного и от караульной службы освободили. Продолжение отчета добровольца номер девять. Здравствуйте, дядя Ваня. Простите, у меня опять задержка. В смысле, задержка отчета. Просто был лишен доступа к запоминающему устройству, а сегодня это летающее своло. В общем, сегодня доступ получил. У меня накопилась куча секретной информации. Даже не знаю с чего начать. Начну, пожалуй, с плохого. Ни одна из моих заявок до сих пор не удовлетворена. А я продолжаю испытывать острую нужду в заказанном. Особенно волнует вопрос с китайским переводчиком и крупнокалиберными пулеметами. Последний пункт как никогда актуален. У меня опять войнушка намечается, причем не слабая. Шесть галер, набитых демами, подступают к замку. Вы не подумайте, что дем это от слова демократ. Все гораздо серьезнее. Методы у них, правда, аналогичны до мелочей, но насчет целей пока не пойму. Слишком мало знаю, и любая серьезная новость наносит термоядерный удар по тщательно выстраиваемой картине политического устройства. Попытаться договориться миром не пробовал, да и не знаю, как это сделать. Имел с ними две встречи. При первой они меня чуть до смерти не утопили, при второй побили и долго гоняли по темному лесу. В свете этих фактов идти на третью как-то не очень хочется. В общем, с нетерпением жду пулеметов и не надо ссылаться на то, что не так давно я от них отказывался. Заявка вновь актуальна и вы об этом прекрасно знаете. Если не получится выслать срочно, то хотя бы самоучитель по кунг-фу против галер подгоните. Можете даже в электронном виде скинуть, если перед этим обеспечите компьютером, интернетом и беспроводной мышкой с розовым слоником на правой кнопке. И еще из плохого. Ваши инструкторы не научили меня лесной жизни. Я сегодня весь день чувствовал себя продуктом криминального аборта, как и полагается типичному горожанину, оказавшемуся среди деревьев. Эти местные демократы ходят среди сосен будто балерина по паркету. Зато я топочу так, что Кинг-Конг рыдает от зависти. По слухам, демы используют секретные шумоподавители, но при обыске тел найти этого оборудования не смог. Вероятно, они встроенные, как и черное сердце. Спрятаться от желающих причинить мне вред тоже не умею. Находят в лед, после чего начинается игра в кошки-мышки, где мышки назначают сами понимаете кого. Увы, бегаю я плохо. Нет, насчет скорости не жалуюсь, но как? Заработал набор шишек на лбу, стучался по дороге обо все низкорастущие ветки и другие препятствия. Одежду и задрал в клочья, и ветер в одну дыру задувал и с десятка выходил. Это было неприятно. Здесь далеко не тропики. Кстати, если в посылке останется место, добавьте к заказанному костюмчик из современной крепкой ткани, а то местная шерсть никуда не годится, цепляется за каждую встреченную ветку, а потом рвется. Кожаная одежда не панацея, здесь она очень тяжелая, а при долгой носке начинает благоухать, будто скончавшийся бомж. Да и качество швов полный отстой. Продолжаю список плохого. Принцессы так и не встретил. Зато встретил старуху нимфоманку или некрофилку, не знаю как правильнее, да и мумию в ее жилище обнаружил, причем мужскую, что наводит на логичные подозрения. Еще имеется Альра, она же рыжая смерть. Скажу откровенно, она симпатичнее той некрофилки, мягко сказано, но не могу сказать, что в моем вкусе. Я с опаской отношусь к девушкам, которые за пару минут могут свалить топором приличное дерево, а голову так вообще за секунду. Вань, в тех неоднократно упоминаемых книжках, что ты мне подкидывал для психотренинга, рыжие девушки носили платья, а не кожанки с кольчугами, и работали не топорами, а вредными языками, мастерски доводя героев до жажды немедленного изнасилования, для объединения мести и удовлетворения в едином деянии. О похотливых старухах там вообще ни слова не было, зато о принцессах чуть ли не половина текста, и на обложках их хватало, причем симпатичных, такое впечатление, что вы меня развели с этим делом. Нехорошо, Вань, земля ведь круглая, и эта планета, надеюсь, тоже. Переходя на язык разборок, вы бы разрулили, пока ответки не получили. Я ведь не лох, придумаю хлеборезку и для вашего хитрого носа. Вы же знаете, с фантазией у меня полный порядок, легко организую. В общем, в ваших же интересах исправить эту непонятку со старухами и принцессами. А теперь о хорошем. Пенсия по инвалидности отменяется, я пошел на поправку, причем так резко, что сам себе поражаюсь. Из минусов нынешнего состояния можно отметить лишь зверский аппетит и иногда случающиеся проблемы с органами чувств. Если подранят, то болит все и везде. Или, допустим, наступаешь в ямку, но не ощущаешь этого, пока не начинаешь заваливаться. Надеюсь, это временное явление. Но аппетит уже до печени достал. Он не зверский, а чудовищный. Благо товарищей при харчах нашел, а то без них бы пришлось в людоеды подаваться или даже в травоядные. Кстати, будь я каннибалом, не пропал бы. Сегодня убил девять человек. Нет, вы не записывайте меня сразу в серийные маньяки. Я хороший, но самозащита это свято. К тому же не солидно маньяку иметь серию, в которой меньше десятка жертв. Инструкторам передавайте спасибо. Резать и колоть научили, да и здесь пришлось школу хорошую пройти. И еще о хорошем. Обнаружил неопровержимые признаки присутствия высокоразвитой цивилизации. Некоторые вещицы, оставшиеся от нее, технологичнее земных на очень много порядков. Но не надейтесь, что здешние умники помогут мне в сооружении установки и электростанции. Проблема в том, что таковых умников здесь нет. Или вымерли в эпоху динозавров, или все гораздо сложнее. Не разобрался, но пытаюсь. На этом отчет заканчиваю. Очень хочется спать. Сейчас дожью крысиное мясцо и завалюсь на кучу сосновых веток, раскиданных поверх снега. Буду все начвертеться, грея многострадальные бока теплом костров и рыдая от боли в затягивающихся ранах. Жизнь, блин, прекрасна. Ваш девятый. По скриптум. На случай, если все же найду местных умников и они помогут с резонатором, приготовьте список адресов тех авторов, которые незнакомы с пословицей «без труда не выловишь и рыбку из пруда». Тех самых, у которых герой за первым кустом находит рояль, за вторым эльфийскую принцессу в нейлоновом белье, за третьим. Вань, мне маркиза де сада читать надо было, а не этих бракодилов. Ведь они все как один клятвенно обещали, что любой неудачник, попав куда угодно, лишь бы не в свой подъезд, без проблем и страданий за пять минут выкует себе литой булат, станет непобедимо невыязвимым воином, превратится в магнит для принцесс-блондинок шестым размером и получит девяносто восемь белых роялей. Безболезненно. Когда вернусь, пожалеют, что знакома с алфавитом. Редактор субтитров А.Семкин